Д.Э. Гаспарян о критике метафизики. Д.Э. Гаспарян о критике метафизики, отлично. Громковато немножко. Опа. Боже, да что ж за громкость-то? Как ты её выпиливаешь? Добрый день, дорогие слушатели. Ля какая. Слушайте, ребят, может быть пригласите её на стрим как-нибудь? На сегодняшней лекции мы обозначили критика основ классической метафизики. И по большей степени мы будем говорить о современной философии. О том, что условно можно назвать современной философией. Потому что, когда речь идёт о каких-то... Сейчас, подождите ненадолго. Ну блин, по-моему, очень клёво всё сделано. Мне уже нравится. То есть, по-моему, круто. Сейчас я отпишу три видео. Ладно, не важно. А, Цунада приветствую. В Дискорде рассылка уже была? Или нет ещё? А, окей. Метфический горилл что-то мне тоже писал. А, души ценю, окей. Ладно, продолжаем смотреть, что там происходит, не так уж и важно уже. В хронологических рамках, то они предстают в достаточной степени расплывчатыми. И, наверное, тот период, который мы будем считать современной философией, можно условно обозначить начинающимся где-то с первой половины XIX века. Нам немножко придётся поговорить об этом периоде. Каких-то авторов-философов мы назовём непосредственно отсылающих к этому периоду. Кстати, мне очень нравится, как они это сделали с помощью хромакея и вот такой вот фон. Фон, конечно, чисто по дизайну, наверное, дурацкий. Но, с одной стороны, смотрите, она контрастно смотрится на фоне, она контрастно здесь подходит. Это очень хорошо, очень хорошо. На самом деле нормально. И вплоть до настоящего времени, хотя непосредственно в текущую современность мы всё-таки не успеем заглянуть, но с теми или иными оговорками можно говорить о начале периода современной философии, который ознаменовывается важнейшим тематическим направлением внутри философии, а именно критикой классической метафизики, что, собственно, и является темой нашей лекции. Ну, вот прежде чем начать исследовать возможные стратегии критики классической метафизики, попробуем вкратце напомнить себе, собственно, как понимается эта классическая метафизика, какова мишень, против которой ведутся бои. Ну, она понимается вполне себе традиционно, ничего здесь, никакой новой интерпретации не возникает. Традиционное определение метафизики, восходящее к самым основам, к Ристотелю и ко всему наследию западноевропейской философии, метафизика... Нет, склейки будут, друзья, камера будет приближаться и отдаляться. Метафизика занимается первоначалами, первопричинами, она возвышается над физикой. Что здесь самое важное? Важно то, что метафизика предполагает обнаружение некоторых фундаментальных, неких базовых первопринципов, первозаконов, такого архе, первоначала, к которому можно возвести все остальное, весь остальной материал, любое исследование, так или иначе, можно возвести к неким первоначалам. Вот в первую очередь, вот мишенью критики будет вот такое представление о том, что есть какие-то первые начала, что, во-первых, они есть, во-вторых... Тут заключается еще одна, наверное, проблема, когда мы критикуем метафизику. Привет, Данил. Не следует забывать о том, что физика занимается теми же проблемами архе. Как ни странно, понимаете, в чем дело? Обычно люди берут и забывают внезапно, мол, у нас есть метафизика, а есть физика. Это типа разные вещи на самом деле. А на самом... Как будто бы, да, это как будто бы разные вещи, друзья, очень разные. А на самом деле нет. А на самом деле нет. О, Сунады разослала. Я... Ну ладно, неважно. Ну то есть смотрите, друзья, на самом деле, вот когда мы говорим о первоначалах, физика, как дисциплина, она давно занимается тоже проблемами этих самых первоначал. Нет, нет, Джон Дой. Физика это наука, а метафизики нет. Проблема заключается в том, что физики, фундаментальной физики, в теоретической физике, в качестве базиса заложен вот этот вот поиск арха и первоначала. То есть физики, на самом деле, не могут себе представить мир без первоначала. Они пытаются найти какое-то первоначало. Привет, Тантал. В-третьих, они конкретны. В-третьих, они имеют вполне себе фиксированный вид. Могут быть, так сказать, сформулированы в виде некоторого окончательного, законченного знания. Вот против вот этих таких ключевых... Ну просто понимаете, я уже откомментировал немного и... Тут все написано. По-моему, 1,5 самое то. Ну то есть, по-моему, нормально. В смысле первоначала у физиков. Джон Доэ, любой... Ну сначала это были атомы, исторически. Сначала это были атомы, материя такая атомарная. Потом кванты и более мелкие частицы. И так далее, и так далее, и так далее. Поиск архе, это в том числе поиск самой мелкой частицы, включая бозон Хиггс, современный. Ну то есть, это тот же самый вопрос, которым задавались, в общем-то, древние. Здравствуйте, запись будет? Запись будет. А Софи будет вести... То есть, все, что здесь происходит, будет записано же. И на Ютубе, и на Твиче должно быть... Критическая работа. И второй ключевой мотив, против которого будет вставать критическая мысль, это идея о том, что работа философа, то есть работа метафизика, это работа рациональная. Джон Дойя, первопричину можно по-разному воспринимать. То, с одной стороны, как самая мелкая, с другой стороны, может быть бесконечно разлитая, как Апейрон, например. То есть, когда мы говорим об архе, тут очень сложно. Оно может быть атомарное, может быть разлитое, может быть... Не знаю, каким угодно может быть. А может быть, начало это время и пространство, знаете. Как угодно можно развернуть этот вопрос и как угодно с ним работать. Поэтому физика, которая базируется на времени и пространстве, ну, то есть люди, которые существуют внутри времени и пространства и пытаются их как-то трактовать, как первоначало, как какие-то начала, они занимаются метафизикой в чистом виде, кстати. Просто тут уже другое дело, что философы чаще всего, знаете, не привыкли критиковать науку. Как-то так получилось, что вот значительная часть критики, которая существует в философии, как будто бы обходит, знаете, науку. Как будто бы вот так берет и обходит науку, критикует только саму философию и так далее, так далее, так далее. А те, кто критикует науку, вроде постмодернистов, их там говнят очень сильно как раз за то, что они критикуют науку. Хотя в науке то же самое. Наука это детище начала нового времени и в ней сохранились все модерновые черты. В ней сохранились все метафизические устремления, многие метафизические, не все, не все, многие метафизические устремления и многие методы метафизические в том числе. Работа, которая предполагает возможность достижения строгого логического доказательства каких-то метафизических утверждений. Против этой идеи тоже критическая мысль будет направляться. Ну, в самом общем виде, так сказать... Ну вот те, самая главная группа идиотов, которые, в общем-то, не могут распознавать метафизику в науке, это позитивисты как раз. Начало восстания. Вот они, да. Против философии, против метафизики принято ознаменовывать с периодом появления так называемого позитивизма. Направление позитивизма это очень широкое направление мысли, которое можно... Вполне возможно компьютер гудит. Когда флекс-баттл с Василом, когда я приеду в Москву и мы с ним в комнате в одной зафлексим, вот, вот тогда и будет флекс-баттл с Василом. Объяснять, суть которого можно объяснять, так сказать, заходя с разных сторон, это и некоторое число школ определенных позитивистских, это и род мысли, род, так сказать, непосредственно исследовательской работы. Понимаете, в чем еще одна проблема сравнения метафизики и науки в контексте позитивизма? Тут все написано, я это проговаривать не буду. Ну, хотя пропишу сейчас. Роль важна до момента выделения науки и утрачивается по мере отделения и самообоснования научного знания. Проблема заключается в том, что ни одно направление научного знания, фундаментальное, не обосновало себя сейчас на данный момент до такой степени, чтобы исключить из своих рядов ту или иную метафизику. То есть все равно сохраняются теории и предположения, которые касаются чего-то, что описывает наблюдаемые нами законы. Ну, то есть наука никогда не была и никогда не будет фактологии просто. Скорее всего, не будет никогда. Просто описанием фактов. Ну, то есть, да, если она начнет быть просто описанием фактов, она перестанет быть наукой. Вот все. Вот и все, как бы. Это и определенное направление, так сказать, внутри каких-то иных знаний, допустим. Джон Дуэй, физики не так говорят. В общем, позитивизм может быть обнаружен не только в философии, но внутри каких-то других областей знаний тоже можно говорить о том, что вот это направление является. О, Фортуна, а вы можете переместиться во времени и увидеть, что там было, не знаю, 100 тысяч лет назад, там 100 миллионов лет назад или там, не знаю, 3 миллиарда лет назад? Не можете. Поэтому все, что говорится сейчас в теории эволюции, это тоже чистой воды теория и отчасти даже метафизика. Постулируются невидимые законы, вроде естественного отбора, которые нельзя потрогать, найти, это просто какая-то закономерность, которая как бы утверждается, но ее же нет, ее не потрогать. Мы ее просто каким-то образом выводим с помощью нашего разума, а так-то, ну и все. Все, она чисто, она метафизична. Она не то, что даже метафизична, она умозрительна, вот как-то это так работает. В большей степени позитивистки и так далее, вот эти уточнения мы, наверное, опустим, в самом общем виде сосредоточимся на тех идеях, смыслах, которые имели непосредственно отношение к критике философии, внутри самой философии. Да, правильно, правильно. Ну, потому что если дальше будем копать, вообще жестко будет. Позитивизм, давайте сначала посмотрим общие, так сказать, ключевые утверждения. Позитивизм, комплекс идей, отталкивается от следующих утверждений, от следующих положений. Ну, сейчас она перечисляет вполне так себе стандартные для философии вещи метафизическое горело. То есть, все это я как бы знаю, потому что это изучается, ну, во всех учебниках даже это написано. Обойти это было, ну, просто невозможно. В первую очередь, позитивизм полагает, что единственным адекватным, так сказать, достойным человеческих усилий, интеллектуальным занятием, претендующим на статус собственного знания, является наука. Только научное знание является собственно научным. Ну, позитивисты, понимаете, у них есть оправдание у раннего позитивизма, они просто возникли в ту эпоху, когда, в общем-то, с наукой все было прям вот очень хорошо. Наука еще не, в общем-то, не потерпела крах, как это было в конце уже, ну, в конце 19-го, в начале 20-го века, когда, в общем-то, система Ньютона оказалась вдруг внезапно ошибочной. И ее пришлось очень сильно оправдывать. Тем более, ну, мы должны понимать, что теория относительности Эйнштейна против теории Ньютона, ну, они как бы, они не сопоставимы друг с другом, потому что ньютоновская концепция строится на абсолютном пространстве и времени. А базис как раз вот теории относительности Эйнштейна — это относительное пространство и время, ну, то есть они, наоборот, не пересекаются. Окей, видос потише или микрофон громче тогда делаю. Окей, друзья, сейчас, тогда продолжаем смотреть. Отлично. Другие возможные претенденты на некое альтернативное знание — это такой своего рода оксимарон. Ненаучного знания быть не может. Если знание, то оно научное. Из этого утверждения в достаточной степени сильного вытекают, как ни трудно убедиться, в общем-то, и остальные положения, которые здесь можно посмотреть. Коли так, то статус философии становится несколько более размытым, сомнительным, поскольку философия никогда не отождествляла себя с наукой. Тогда нужно определять, в какой степени философия нужна, важна, какое место она занимает. Философия отождествляла себя с наукой очень много раз. Здесь немножко неправильно высказалась Гаспарян. Я думаю, из-за невнимательности, и не из-за того, что она не знает наук, себя действительно как бы... Ой, блин. Сначала, вообще-то, наука отождествлялась с философией и по тому факту, что она возникла из нее. Во-первых, раз, два. Спасибо, Кент. Скоро выплатим. Спасибо, скоро выплатим. Да, действительно, скоро выплатим. Аксюморон, Аксюморон, да. Так вот, первый пункт. Второй пункт. Философия постоянно стремилась... Ну, различные направления философии так или иначе стремились... К чему? К чему они стремились? К наукоподобию. То есть, они стремились стать науками, стремились сделать философию наукой. Тот же самый Фихте с своим наукоучением. Тот же самый Гусарль. И это только, знаете, это только вершина. Но тот же самый Агюст Конт, основатель позитивизма, создал науку-социологию, которая на самом деле претендовала на звание социальной физики, вообще-то. Это была социальная физика. Сейчас, простите, я немножко разнулся. Ну и вот. Ну, то есть, философия постоянно претендовала на звание науки. То есть, философия не только претендовала, и создавала новые-новые науки постепенно. Вот такое. Да, с точки зрения, так сказать. А про то, что эволюция пишет Lex Design умозрительно, но так про все, что угодно можно сказать, да, потому что все умозрительно. Да, действительно так и есть. А, да. Ну, просто понимаете, Lex Design, какую бы мы модель описания не выбрали, она в любом случае будет умозрительна. И, например, ну, эволюция сама по себе, как некий единый процесс, умозрительная вещь. Естественный отбор, умозрительная вещь, мы ее не видим, мы не чувствуем. Искусственный отбор, тоже умозрительная вещь. Все умозрительная вещь, в данном случае, да, так и есть. Нет, друзья, я не смогу закрыть кредит и перестать стримить, а наоборот хочу уйти с работы и начать стримить вообще, ну, вот по полной. Только стримить, только стримить и стримить. Возможно, переходящий в науку, да, в этом смысле. Не, ведь Генштейн не наебнул философию, друзья. Сходящий с арены развития человеческой мысли. Следующее уточнение, так сказать, уже предполагающее ответ на вопрос, а чем тогда будет являться философия, согласно позитивизму, если она не наука, тогда, и в конце концов, почему она все еще есть, и зачем была все это время, но согласно позитивизму, философия не является родом знания, поскольку она не дождесна науке, но назначение ее нельзя так же обозначить, как вполне абсолютно бесполезное, но философия несет некий, так сказать, эвалюативный задел. Но все заключается в том, чтобы заниматься либо прояснением смыслов, либо, может быть, оттачиванием каких-то аспектов мышления. Тем, что, например, совсем в современной философии, протекающей здесь сегодня в нашей дни, принято называть критическим мышлением. Вот, может быть, такой раздел философии имеет право на существование. Ну, на данный момент я уйти все равно еще не могу. Я пока что квартирку собираюсь поснимать, и еще у меня... На меня теперь человек работает. Но в любом случае это... Да, Медвежская горилла, я согласен, интересно. Ну, одну оговорку мы заметили, ну, это буквально так просто вот прокомментировать, что все-таки философия претендовала на звание науки. Некоторые философские направления порой претендуют. Тем более философия как история, философия претендует на звание исторической науки, поэтому тут тоже такое. Ну, вот такие вот оговорки могут быть только в таком духе. Это не, так сказать, нелегальное разыскание истины, а... Материал хороший, последовательный, мне нравится, смотрим. Это вот дополнительный способ тренировки мышления. Да, скажем, что позитивизм принято некоторым образом рубрицировать. Он имел в себе, это в достаточной степени растянувшееся, как можно сказать. Мало того, что оно несколько многоаспектное такое явление, оно еще и в исторической перспективе тоже... Очень тоже стандартная вещь. Да, сейчас будет прекрасно. Некоторым образом разделенная внутри себя. Поэтому принято говорить о раннем позитивизме, о, так сказать, более позднем позитивизме. Ну, вот мы посмотрим, каким образом он развивался. Ранний, так называемый ранний позитивизм принято связывать с именами нескольких философов. Мы остановимся на одном, самым показателем, наверное. Агюст Конт, французский мыслитель, наверное. Ну, то есть остальные, они уже больше в социологию там пойдут. Дюргейм, например, ну, такое. Не пожелал бы быть названным философом. Да, это заказанное видео, друзья. Мы все смотрим, оно все заказано. И это хорошее познавательное видео. Мы сегодня узнаем много про философию, друзья. Оставайтесь с нами. По большей части он вошел в историю развития, так сказать, позитивизма, благодаря своему знаменитому закону трех стадий. В чем он заключается? Это смысл самого этого концепта. Если вы философию, друзья, не изучали, обратите внимание сейчас на вот этот концепт Агюста Конта, один из самых популярных у него, да? Самая идея состояла в попытке каким-то образом рассказать об эволюции знания выработки. Скептицизм не включает в себя веры, друзья. О человечестве вообще. Внутри этой эволюции Конт посчитал возможным выявить такие масштабные ареалы концентрации человеческой мысли, которые позволили бы рубрицировать весь этот массив знания на такие глобальные периоды. Вот он посчитал возможным сказать, что есть три больших глобальных периода. Да, верно. Это периода, стадии так называемых. Хронологически он их также рубрицировал. Можно посмотреть на слайде, о каких веках идет речь. То есть первая стадия мифологическая, это, собственно, та стадия, когда человеческая мысль, пытаясь задаваться какими-то вопросами и вырабатывать какое-то для себя знание, делает это совершенно бездоказательным образом, то есть аппарат доказательства логических истин. Ну, а Гюст Конт, конечно же, был здесь не вполне прав. Скорее всего, люди, пользующиеся мифологическими воззрениями, что-то там допытались доказывать. Просто методы доказательства были другие. Доказательства истин с помощью логических средств пока не используется. Речь идет, скорее, о неком таком нарративе, когда есть некоторые... Ну, лекс-дизайн, просто скептицизм, он как раз и выделяется как то, что не сводится к догмам и вере. Вот и все. Это единственное, что вот его может определить. Это утверждение, причем их можно посчитать, в них можно уже увидеть некий метафизический задел, в том смысле, что они претендуют на объяснение и описание того, что не наблюдается в опыте, то, что не связано с природным миром, то, что выходит за пределы наблюдаемости. Ну, а Гюст Конт, скорее всего, заблуждался просто в этой теме. Он просто воспроизводит довольно-таки типичную концепцию представлений о любой мифологии, кроме христианской. То есть природы, физики, да, то есть в этом смысле это метафизический вектор, но он отличается такой декларативностью, бездоказательностью. Он просто привнес сюда еще и религиозный аспект, как бы, видите, до 14 века, как бы, христианство включает. Вторая стадия. Опять же, вот это деление базируется исключительно на христианской историографии у Агюста Конта, понимаете? Собственная метафизическая стадия, стадия, когда активно развивается философия. Здесь, если угодно... Чтобы быть скептиком, пишут, надо верить в то, что сомнение возможно. Нет, сомнение возможно, в общем-то дело. Тут нет вообще никакой веры. Есть такие состояния, в которых вы можете извлечь из себя большую часть убеждений. Предметный вектор сохраняется, поскольку мысль по-прежнему направлена на то, что выходит за пределы природы, наблюдаемости, но добавляется достаточно... Вот, а когда метафизическая стадия появилась? Почему метафизическая стадия началась с 14 по 19 век, если в древности у нас уже имеется такая метафизика такого уровня, с которой, ну... С метафизикой Аристотеля, например, ну, можно сравнивать метафизику Лейбница, например... Ну, то есть, понимаете, какие-то сопоставимые вещи у нас имеются в древности и не в древности. То есть, Агюст Конт здесь тоже уже как бы немножко обосрался, на мой взгляд. Мне вот не нравится вот это вот его деление, оно потому что какое-то вообще историчное, даже в контексте того, что он рассматривал буквально, буквально одну только вот культуру. Странно, странно. В большей степени мощное логическое... Вообще не понимаю, почему... Ну, Агюст Конт может серьезно относиться к этому делению только в том смысле, что он стал основателем позитивизма. Аппарат, который претендует на строгую доказательность, строгое обоснование тех или иных утверждений. Наконец, научная стадия, которая возникает как раз-таки с начала 19 века и согласно... Кстати, лекс-дизайн скептицизмом вы можете назвать, знаете, такое состояние, в котором у вас нет убеждений, но это не кома, не младенчество и не маразм. То есть, такое состояние, в которое вы можете сами входить, которым вы можете управлять и с помощью которого вы можете изменять состав своих убеждений в целом. То есть, работать полностью над собой, не имея никаких ограничений. Ну, то есть, по-моему, вот так как-то можно это озвучить. Кома, младенчество и маразм от вас не зависят, а скептицизм может от вас зависеть. Конта простирается в необозримое будущее и претендует на то, что все будущее должно и будет проходить под знаком безоговорочной победы научности. А как доказать причинно-следственную связь вне ее самой? Как вообще доказать причинно-следственную связь, что она есть? Это тоже умозрительная вещь. Научная стадия, она в достаточной степени радикально порывает и с предметностью, и с методологичностью. То есть, смотрите, у Конта еще немного неправильное представление о том, как строятся научные знания, но он, видимо, его сильно идеализировал. Вот, научная стадия, он утверждает научное познание, которое отказывается от объяснения мира посредством абстракции умозрительных концепций. Да, серьезно отказывается наука от абстракции умозрительных концепций. Вся математика умозрительна и абстрактна. То есть, при этом она описывает мир с помощью математики наука, с помощью абстракции и умозрительных концепций. Офигеть! Жалко, что Конд не понимал, как наука работала и как она будет работать впоследствии. Нет, Джон Дой, тут и нечего доказывать. Вы можете в него войти просто в это состояние. То есть, так сказать, тот объект, который отныне составляет главный интерес человеческой мысли, становится не то, что выходит за пределы наблюдаемости. Вот этот метафизический вектор устраняется. Что почитать по критике религии? Заратустру почитайте, да, не знаю, Маркса почитайте. Перестает представлять собой интерес. Также и методологический аппарат трансформируется в том плане, что на смену чистой, так сказать, логической. Ну, то есть, получается, что Конд преимущественно думает, что наука это фактология. Не, Рассел, кстати, не советую читать, у него наивная критика религии. Ну, не, мне вообще не заходит Рассел в этом смысле. Рассел не пытается понять тонкие установки религии. Нитча пытается. Не очень получается, но пытается. А по дектичности, когда, о чем мы в предыдущих лекциях говорили, философ понимает, что он не работает с опытом, и в этом смысле он не работает как ученый, он не ставит эксперименты, не доказывает свои спорты. Доказывает, работает с экспериментами, бывает, по-разному бывает. Суждение с помощью индукций, но работает с помощью одних только умозрительных доказательств, с помощью дедукций, аналитических доказательств и так далее. Весь тут спектр терминов, которые мы использовали в прошлых лекциях. Вот этот аппарат также сходит с арены, поскольку единственное... Не, она все правильно говорит, мне просто не нравится гюст-конт. Убедительным, достоверным способом обоснования становится все-таки эмпирический способ обоснования. И поэтому ставка внутри науки и внутри, так сказать, всего последующего развития знаний будет делаться именно на опыт, а следовательно на эмпирические методы доказательства. Она пошла посидеть, друзья. Пошла, посидела, вернулась. Наконец-то, да, то сильно тяжело, на самом деле, так говорить. Боже, я знаю, что будет занимать 4 часа, это вот эти вот замечательные вставки, которые будут появляться и исчезать. Кстати, да, Джон Дой правильно пишет, критика с разных сторон бывает. Можно посмотреть критику, как критикуют христиан и мусульмане, и как существуют, не знаю, как критикуют христиан-буддисты, как христиане критикуют буддистов, как христиане критикуют мусульман, и как буддисты критикуют мусульман, например. Вот можно такие темы смотреть. Да, правильно, Лекс, если принять мои определения, догмы и убеждения, то все люди им придержатся, только это не мои... Только это на самом деле, это не мои, в общем-то, определения, это определения древних греков. Просто древние греки действительно считали, что у всех есть убеждения. Ну, то есть, любое убеждение является догмой. Разницы между догмой и убеждением нет никакого, потому что просто в античности одно и то же слово. Но, как вы, друзья, Агюст Камте, да, он пишется именно так. Джон Дойе, а я разве говорил, что у меня нет убеждений? Я утверждаю, что я могу входить в то состояние, в котором я лишаюсь убеждений. То есть, сейчас у меня, например, есть убеждения, например, историко-философские. Но если я, знаете, возьму немножко вот подальше, отойду вот на уровень скептицизма, поближе к нему подойду сейчас, я могу сказать, что вся история философии может оказаться сомнительной. То есть, все, что говорит вот эта замечательная женщина, правильно воспроизводя историю философии, на самом деле, ну вот просто бред, который создан, скомпилирован историками, и на самом деле всего этого либо не было, либо это все было по-другому. Да, вижу, и таким образом вы обособляете себя от всех людей, какой-то мизантропичный нигилизм. Нет, любое учение, течение так или иначе обособляет себя от всех остальных учений. Вот все. Поняли, позитивизм критически настроен по отношению к метафизике. И следующим... Кто первый скептик, считается, что Перрон? Его возражением, прокладывающим путь, так сказать, к последующим периодам развития позитивизма, являлся такой критический довод, который можно было бы обозначить как упрек в некоторой схоластичности всей философии. Мы знаем, что... Понимаете, в чем проблема? Империзм получается у Конта, но тут проблема в том, что он создал социологию, которую считал наукой... ...периодом схоластики, что внутри философии был в достаточной степени значительный. Да, Камте, я понял, понял. ...с точки зрения длительности период схоластики, но когда позитивисты обвиняют философию схоластичности, они имеют в виду всю философию от момента ее зарождения до момента ее, так сказать, естественного, как они думают, самоисчерпания. О чем идет речь? Ну, коль скоро позитивизм убежден в том, что единственным правильным, достоверным знанием может быть только знание, ориентированное на опыт и использующее... Ну, проблема заключается, опять же, в том, что в итоге более поздние позитивисты поймут, что знание не может быть основано только на опыте. Ну, то есть, потом они начнут еще работать с критериями верификации, связи опыта с языком, с логикой. Логика не опыт, понимаете, в чем дело? Здесь более утонченный метод им придется применять. А Гюст Конт был еще крайне наивен в данном случае. Его раскритиковать, ну, вот так вот только можно. Вот он, ну, он очень легко критикуется. Ну, вы уже видели, как это легко можно было бы провести. На самом деле, с ним очень легко. А вот с более поздними мыслителями, с какой-нибудь там, с каким-нибудь неопозитивизмом, там уже посложнее будет. Ну, да ладно, давайте сейчас посмотрим это. Зрители слили Шадова смотреть бесплатно. Нет, он меня не слил, он стебется. Джон Дой сейчас просто троллит. Мы все это уже проговаривали. То, что способы познания философии никак не связаны с опытом, это еще одна ошибка, собственно, позитивистов. Они просто не понимают, как работает философия. Ну, по крайней мере, некоторые ее учения. Это просто ложь, это ложное утверждение. Характер, то есть речь идет о... Некоторые мыслители были создателями вот как раз опытного метода нашего, современного, которым мы сейчас до сих пор пользуемся. Ну, что, вот всякое философское знание, оно формулирует некоторую систему. Мы знаем, что вся философия, ну, зрелый период философии состоит из философских систем. Так вот, что такое философская система? Здесь, наверное, система очень и очень не случайна, очень, так сказать, показателя. Философская система означает, что разные, что внутри всякой философской системы разные ее части фактически обосновывают и поддерживают друг друга. То есть речь идет о том, что создается некий искусственный язык, искусственный словарь. То есть всякая философская система – это такая своего рода замкнутая смысловая игра, где обозначенные правила этой игры, оговоренные элементы, но сами смыслы и сам способ обоснования этих смыслов, суждений целиком и полностью завязан на внутрисистемные референции. Одна часть отсылает к другой и таким образом обосновывается. Ну, наверное, наиболее, когда позитивисты говорят о таком характере философских систем, в принципе, конечно же, в первую очередь приходят на ум немецкие системы немецких философов, а в первую очередь Гегеля. С Кантом, кстати, посложнее, потому что у него там выпадают некоторые разделы. Ну, конечно же, позитивисты имеют такой. Гегель более такой вот, у Гегеля полный набор как бы. Центральным решением Гегеля и последующее гегельянство внутри философии, ну, по большому счету указывает на то, что и вся философия грешит вот такой вот замкнутостью, имеющей вид некой игры. Следующее направление позитивизма чуть более позднее, так называемый научный позитивизм, который поставил... Какое название нужно поменять, все надо, по-моему, все хорошо. А, да, там же... ...перед собой цель еще более тщательно доказать, если угодно, во-первых, развести... Да давайте я действительно назову видео, которое, ну, де госпаря на критике метафизики, потому что мы будем это долго смотреть. ...разные стороны философии и науку провести, так называемую, демаркационную линию, провести работу по демаркации, как они говорили, разделению научного знания от философского, и обосновать, почему научное знание является единственно адекватным. На этом пути позитивизм предлагает два важнейших понятия. Начнем с первого, понятие верификации. Понятие верификации означает возможность проведения, так называемой, сверки, проверки, некоторого утверждения с реальным положением дел, с реальным имеется в виду, с опытным положением дел, с тем положением дел, с теми фактами, которые наблюдаемы, и в этом смысле суждение, некоторое суждение, да, может быть проверено на истинность или ложность, благодаря сверке с неким положением дел в иберическом мире, в мире. Да, в общем, мы сводим все к самым простым предложениям. Все сложные предложения и утверждения мы сводим к самым простым. Простые должны быть проверяемы с помощью конкретных фактов. Для этого нам нужен специально подготовленный язык, который сможет все вот это каким-то образом обрабатывать. Поэтому аналитические философы, которые разрабатывали критерии верификации непосредственно, ну то есть как раз неопозитивисты они называются, они как раз работали над философией языка и над логикой, потому что им нужно было создать систему, ну вот как раз атомарные предложения Рассела, Витгенштейна, им нужно было создать такую систему, в рамках которых вот эти вот самые предложения будут настолько атомарными, что будут соответствовать непосредственно фактам. И собирая из фактов уже более большие предложения, дальше из атомарных предложений, собирая более большие, мы сможем с помощью идеальной потрясающей логики составлять истинные научные системы. Вот это будет потрясающе. И вот этому критерию верификации должна соответствовать наука. Просто она не очень, видимо, понятно объяснила, как это происходит. Мы, то есть, должны там, не знаю, все свести к наиболее простым утверждениям, которые так или иначе вот тыкают нас в факт непосредственно. Тот факт, который невозможно никак оспорить и который является, ну вот, просто неопровержимым. Замечательный факт. Следующий термин и, соответственно, концепт, который они предлагают, концепт фальсификации. Это уже критический позитивизм Карла Раймонда Поппера, немножко позже. Означает возможность провести не столько сверху с тем, что сейчас уже есть. Да, то есть, мы не подтверждаем предложение, ну то есть, да, мы критикуем, наоборот, мы пытаемся опровергнуть. Сколько указать на такой потенциально возможный факт или потенциально возможное положение дел, которое, если бы было наличным внутри опыта, внутри эмпирического мира, то оно опровергало бы данное утверждение, то или иное суждение. Да. Всякая теория должна подставлять себя под удар, так скажем, действительно. Это и есть фальсификация, фальсифицируемость, фальсифицируемость. Мы сейчас видим это на примерах, как работает. Ну вот, пример верификации. Ну, друзья, поскольку мы будем смотреть несколько, ну, я думаю, два дня будем смотреть, два дня будем смотреть это видео, нужно изменить название. Все-таки, даже лучше часть первая назвать. Фальсификация, пример верификации. Допустим, мы имеем некоторые утверждения, куски дерева не тонут в воде, может, любое другое, да, утверждение. Что значит верифицировать это утверждение? Значит, найти некоторое одно или более одного количества подтверждений внутри физического мира, внутри наблюдаемости, когда это утверждение бы выполнялось. То есть, раз за разом мы опускаем те или иные куски дерева в воду, и действительно они не тонут, и мы говорим о том, что мы провели сверку. Мы проверили, да, похоже, данное суждение является истинным. Пример фальсификации, когда мы указываем на то, что есть, должен быть такой факт. Например, мы находим такой кусок дерева, который не держится на воде. Тут небольшая проблема, фальсификация больше всего нам нужна, знаете, для чего? Не для таких вот практических утверждений, а для более теорий. То есть, когда Карл Раймонд Поппер расписывает принцип своей фальсифицируемости, он отсылает нас чаще всего к какой-нибудь теории Эйнштейна, не знаю, относительности, и как он это все сделал. Каким-нибудь более большим таким фундаментальным теориям. Эти большие фундаментальные теории, которые изначально сначала гипотеза, а потом становятся теориями, вот они должны как раз подставлять себя под удар и предлагать такие возможные факты, которые их опровергают. Нам, в принципе, вот это вот суждение, куски дерева не тонут в воде, это не научное утверждение, это не научная теория, это не научный постулат, то есть оно не научно. Ну куски дерева не тонут в воде, ну охереть вся наука ради этого, ну вот прям вот старалась, работала. По-моему, здесь надо прилагать критерии верификации и фальсификации прежде всего к теориям. К теориям, а не к каким-то вот таким практическим утверждениям. Не следует путать практические утверждения и утверждения непосредственно теории. То есть, понимаете, в чем дело? Вот эту фальсификацию мы можем, сейчас давайте смотрите, в чем проблема? Вот фальсифицируемость и вот предложение, куски дерева не тонут в воде. Мы можем проверить это, провернуть одним буквально фактом. Просто. И все, у нас все сомнения пропали, все хорошо. Вы знаете, в чем проблема фальсифицируемости? Поппер просто сам еще пишет о том, что как бы научное знание, вообще знание, его достигнуть, это на самом деле не так уж и просто. Он надеялся, что знание можно достигнуть, надеялся, когда-нибудь мы этого знания достигнем, но пока все еще нет, и поэтому мы вынуждены прибегать к методу фальсифицируемости. То есть, и поэтому всякая теория, при этом теория, она не может быть так же легко доказана, как куски дерева не тонут в воде. В ней огромное количество, в общем-то, положений, которые так или иначе сомнительны, которые не подтверждены, которые не могут быть подтверждены. Но при этом каждая теория, она должна претендовать на вот эту вот опровергаемость, чтобы что-то в ней было опровергаемое, и ученые это проверяют. Это опровергается, ну, ну, значит, уже ненадежно как-то, ненадежно, не так уж надежно, как и могло бы быть. Как мы с вами понимаем из... Примеры плохие, оба, оба, оба. ...данных определений для подтверждения того или иного утверждения нужно... С верификацией еще куда не шло, потому что верификация, в принципе, работает с предложениями. Процесс верификации. Но просто понимаете, из верификации мы сначала берем атомарные какие-то маленькие предложения, которые соотносят нас с фактами, а потом из этих фактических атомарных предложений собираем все более и более и более и более и более сложные вещи. Вот. Достаточно большое количество... Потому что это создавали непосредственно неопозитивисты. ...верификации, то есть более... Аналитические философы как раз. И вот эта вот их фишка, они это очень любили в свое время. Скажем так, да. Как минимум больше, чем одно подтверждение мы должны найти в мире. А вот для того, чтобы реализовать аппарат фальсификации, для того, чтобы опровергнуть суждение, достаточно только одного факта. Как только мы встречаемся с фактом, который не согласуется с нашим утверждением, данное суждение является опровергнутым. Только проблема заключается в том, что если мы сталкиваемся хотя бы с одним утверждением, которое противоречит данной теории, это значит, что мы можем просто немножко переформулировать теорию, и тогда все, продолжаем дальше фальсифицировать. В этом смысле использование механизма фальсификации является гораздо более экономным способом проверки того или иного суждения, чем способ верификации. Фальсифицируемости. Почему важны эти два метода? Потому что именно с помощью этих двух методов научный позитивизм пытался атаковать философию, во-первых, с точки зрения прокладывания демаркации, о которой мы говорили, а во-вторых, с точки зрения критического натиска, который был призван ограничить философию в ее претензиях, как минимум. Вот известный философ Рудольф Карнап, собственно, использующий способ верификации для критики метафизики, его ключевая работа так и называется, преодоление метафизики логическими средствами языка, указывает на то, что, во-первых, положения метафизики, философии не являются законными по той простой причине, что их никогда нельзя верифицировать. Но это очевидное суждение, философы никогда бы и не возражали против... Ну, блин, ну, госпорян, я не понимаю, люди как-то, они, знаете, по каким-то шаблонам бывает, прыгают и говорят, предложение философии нельзя верифицировать. Что такое вообще философия? Сколько разных философских учений, сколько разных философских методов? Окей, офигенно, ну, то есть, предложение философии, вообще всей философии, ни одно предложение философии нельзя верифицировать. Ну, не, ну вы серьезно, ну, это вообще, это суждение вообще можно как-то допустить, как хотя бы возможное? крайне невероятно на мой взгляд на действительно то есть не знаю экзистенциализма феноменология там много утверждений которые ну вот просто верифицируются как ни странно но вот они они очень легко верифицируются такие утверждения как бытие есть небытия нет абсолютно но вот такие суждения то ну конечно да такие суждения не верифицируется да вот просто не все философские утверждения не верифицируется я не знаю это карнап в общем-то, херово знал философию, либо, может, Гаспарян сейчас немножко вот что-то вот, какие-то вот использует, знаете, неправильные традиционные обобщения, ну, на самом-то деле, это просто не так. Есть наибольшее, то больше чего не может быть, да, к примеру, я мыслю, следовательно, существую, то есть ключевые философские аксиомы не предполагают сверку с некоторой... Я мыслю, следовательно, существую, ну, давайте проверим, что вы мыслите. С неким фактическим положением дела, с неким опытом. Кроме того, если речь идёт даже не о суждениях, а о самих понятиях, составляющих базовый словарь... При том, что многие философы были эмпириками вообще-то, ну, как бы и материалистами, и эмпириками, и учения некоторых философов так или иначе перешли в науку, поскольку они были верифицируемы вообще-то в определённое время тоже. Здесь, как бы, понимаете, здесь настолько сложная, сложная вообще система, что, ну, блин, ну, честно, простите, ну, придётся здесь покритиковать немного. Философия, сущность, бытие, небытие... Не, ну, сущность, бытие, небытие, здесь-то с этим всё понятно. А то, что все предложения философии нельзя верифицировать, или хотя бы там большую часть предложений философии нельзя верифицировать, ну, с этим можно очень долго спорить, легко поспорить. Если есть... Субъект, философский субъект, да, имеется в виду, он конкретный человек, вот, транзитентальный субъект, например, да, не предполагают возможности указать на этот объект в эмпирическом мире. Научный питилизм использовал также понятие остенсии. Эмпирический мир. А мы можем указать на эмпирический мир вообще? Что это за эмпирический мир? Как на него указать пальчиком, где он существует? Это не философское понятие, например? Возможности указать на тот или иной объект, да, непосредственным образом, вот, через жест указания, не через... А, ну то есть через жест указания, давайте тогда попробуем указать на указывающего, указать на сознание, на ум, на то, что исследует. Или этого тоже нет, но указание есть, само по себе указание что-то решает, да? Охеренно, тоже круто. Лингвистическую процедуру определения это есть стол. Через непосредственное указание, например, мы говорим, это стол и можно на него показать. И еще один упрек. Круто, но это стол, мы можем на него показать. Это атом, мы ученые, это атом, мы его, конечно, атом еще никогда не видели там в 19 веке, но мы на него уже указывали и говорили, что он неделимый. Мы нихера о нем не знали, мы думали, там он то пирог, то имеет планетарную структуру, то еще какую-то. Ну вот, понимаете, опять же, в соответствии с наукой это как соотносится, я вообще не понимаю. Философ этого направления заключался в том, что сами понятия, составляющие словарь философии, не предполагают. Понимаете, в чем проблема? Если бы Карн пришел вот с такой вот концепцией, если бы он на полном серьезе пришел и сказал, вы должны вообще-то пальцем показывать на то, что вы там проповедуете, в тот же самый момент вся наука должна быть сказала, о, мы опровергнуты, все, никакой теории эволюции нет, потому что мы не можем указать на эволюции. Эволюции нельзя пальцем ее потрогать, потыкать, понимаете, вот и все, вот и все. Да, методическая горилла, у меня уже был стрим с Бояршиновым недавно, но не стрим, а встреча. Скоро он выложит видео у себя на канале, а потом я буду его хайлайтить. И сожмелем, скоро сожмелем будем видеться, друзья. Если что, советуйте в Дискорде, пишите, кого вы хотите видеть, мы подумаем. Такого указания. Следующий философ, который развивал эту мысль и даже ее немного усложнил и добавил детали, Карл Поппер, тоже несколько критически настроенный в отношении философии, именно он предложил термин демаркация, в первую очередь указывая на то, что нужно как минимум отделить научное знание от философии, он считал, что самого аппарата верификации, может быть, недостаточно для того, чтобы со всей улицы... Ввиду того, что он базировался здесь на Юме. Критика Юмом индуктивных, в общем-то, рассуждений, согласно которому, в общем-то, любая индукция всегда оказывается неполной, в соответствии с этим, любое знание, полученное с помощью индукции, ну или вот таких вот верификационных методов... Спасибо, Максим, спасибо большое. Оказывается, в общем-то, любое знание, ну, в общем-то, сомнительным, только лишь вероятностным, только лишь вероятностным, скажем так, а только лишь вероятностным, и как бы нас не устраивает, когда речь идет о точной, точной, бесспорной великой науке, ну... ...уверенностью указывать на то, что та или иная теория верна или ложна. Это его... Друзья, я и есть Владимир Путин на моих стримах, если что. Замечание имело, в первую очередь, большое значение для непосредственно научных теорий, и его вот эта важнейшая поправка сыграла большую роль для уточнения статуса самого научного знания. Ну, вкратце мы все-таки проясним, о чем здесь идет речь. Дело в том, что, как мы уже сказали чуть выше, никакое количество верификаций и подтверждений не может... Ну, друзья, тут четырехчасовая лекция, каких-то сомнительных вещей будет сказано много, а вот то, что вот она сейчас говорит, это да, это правда, ну, то есть, это действительно так, то есть, по большей части, это так люди и говорили. То есть, Поппер, да, он критиковал диалектику Гегеля, да, такое было действительно, ну, тут без вопросов, беспорядок. ...внести к абсолютной уверенности в том, что та или иная теория верна, да, ну, мы раз за разом убеждаемся, что тот или иной кусок дерева не тонет, но это еще не значит, что мы абсолютно доказали нашу теорию. Ну, опять же, с кусками дерева это вот не к науке просто надо обращаться. Ну, если только мы можем привести один из фактов фальсификации, да, то теория мгновенно, становится мгновенно ясной. Ну, Глакстар, видите, я позволяю вам, в тех аспектах, в которых я более-менее разбираюсь, позволяю вам, в общем-то, пройти немножко чуть-чуть поглубже, чем сказано. Отыскиваю небольшие ошибки, но для этого и нужно комментировать, получается, для этого нужно думать, комментировать, обсуждать это. Истинная теория или нет? Я сам, когда писал лекции, у меня в лекциях дофига ошибок, я бы их сам поправил сейчас бы, но лень переписывать многочасовые лекции. Копер для самого научного знания указывал, что нужно обязательно дополнить аппарат верификации. То есть я отношусь к этому как просто вот к чему-то совершенно обычному. Никакой злости, госпорян, никакой вот ненависти, никакого негатива. И если бы она покритиковала мои лекции, я бы тоже не испытывал никакого негатива, полагаю. Аппарат фальсификации, если только мы хотим проверять ту или иную тему. То есть в агрессии там не было какой-нибудь. И ругательство. Истинность или ложность. Но очень важно, что этот же аппарат фальсификации попер... Да, она хорошо говорит, то есть историю философии она преподает нам сейчас очень четко. Применил также и к философскому знанию. Желаю указать на то, что философские системы, практически все без исключений, в широком смысле философские теории в частности, не являются научными. Но и в этом смысле не являются, к сожалению, согласно мыслим Попера и всех позитивистов, не являются примером знания вообще. Всех позитивистов... Ну, здесь очевидный косяк как бы. Здесь очевидный косяк ввиду того, что были позитивисты до Попера. Которые не пользовались принципом фальсифицируемости. Ну, это как оговорку сочтем, конечно же. Не все позитивисты пользовались фальсифицируемостью. Ну, то есть, вот так. Осьминог бесконечности Попер красавчик. Ну, его критерии фальсифицируемости мне не нравятся. Сомнительные вполне. Ну, и что, что вы можете что-то опровергнуть? Может быть, вам кажется, что вы это опровергли, а может быть, вообще ничего не значит. Ну, как мы сказали, что наиболее адекватное, единственное адекватное это научное знание. Почему? Дело в том, что если мы попытаемся применить вот этот важнейший механизм проверки на фальсификах... Друзья, понимаете, мне с дебатами лучше судить дебаты, чем спорить с кем-то, потому что, формально говоря, у меня позиций нет. То есть, я не политик, я не религиозный человек, я не представитель какого-то очень позитивного учения. То есть, я, наоборот, человек, который рассматривает чужие мнения, чужие позиции. У меня общих каких-то тем с большинством стримеров, наверное, ну, просто не найдется. Нам просто не о чем спорить. Как раз ввиду того, что у меня нету четко выраженной позиции по большей части вопросов. У меня крайне изменчивый внутренний мир в этом смысле. Ты видел, как Сармат о себе говорил? Он уже совсем ебанулся. Александр, мы посмотрели ваш хентай, который вы нам заказали. Я вас ненавижу, я вам еще раз повторяю, что вас ненавижу. Если что, можете посмотреть непосредственно этот хентай вместе со мной уже в ВКонтакте, там запись имеется. Могу вам выслать видеофайл. Внутри философии мы увидим, что фальсификация внутри философии попросту не работает. Большинство, если не все философские системы устроены таким образом, что там, что внутри той или иной системы поп... Вы еще самую херовую серию отобрали, Александр. Ну, вот просто самую фейспалмовую. Это просто дичь. Это то, это кринж. Это кринж. Вся серия, ну, там, не знаю, первые 13 минут это тупо отборный кринж, как бы. Нельзя найти такого утверждения, которое бы опровергало ту или иную философскую систему. Если внутри любой научной теории, например, утверждение, что... Ну, смотрите, да, внезапно тут вроде бы, знаете, раньше считалось, Нихера себе, твоя система-то, она неопровержимая, оказывается. Какой ты крутой философ, какой ты умный и замечательный. А в итоге, а в итоге, а в итоге оказалось, что это, наоборот, как бы плохо. Это, оказывается, плохо, что теория не может быть опровергнута. Ну, представьте, да, это тупо, это какая-то секта получается. Секта, это секта. То есть, твоя теория не может быть опровергнута, значит, она не научна. Значит, ты плохой, значит, ты ложь несешь, значит, ты лжешь, ты лжешь. А вдруг истинная теория, она не может быть опровергнута? Только узкие дерева не тонут. Кстати, друзья, давайте, да, действительно подумаем. Ведь на самом деле, истинная теория не может быть, наверное, опровергнута, если мы пользуемся правильными методами проверки. Тоже странно. Мы сразу можем назвать, обозначить, определить, как будет выглядеть тот факт, который может опровергнуть нашу теорию, пусть потенциально. Александр, сами зайдите в контакт, там последний стрим. Но мы можем определить, как он будет выглядеть. Вот если кусок дерева тонет, значит, теория, что дерево, все деревья не тонут, неверна, да. То внутри философской системы, и Коппер называл три главные таких философские, большие, три крупных таких философских нарратива. Это диалектика Гегеля, это философия Карла Маркса и психоанализ. Которые попросту нельзя подвергнуть фальсификации. Ну, о чем идет речь? Если только мы... Ну, речь идет о том, что либо философ затрудняется высказать, как должен... Ну, не знаю. Ну, например, смотрите, как подвергнуть философские утверждения фальсификации. Ну, берем экзистенциализм. Ну, например, какой-нибудь экзистенциалист думает, что весь человек живет с помощью... Ну, не с помощью, а ориентируясь на бытие к смерти. То есть, его бытие полностью нацелено на смерть, так или иначе. В определенный момент жизни он начинает осознавать, что он умрет. И он начинает страдать от этого, ему нехорошо, там все такое, такое, такое. И жизнь многих людей на этом строится. Чтобы опровергнуть это утверждение, фальсифицировать, нужно найти человека или группу людей, которые, в общем-то, не думают таким образом. Все. Фальсифицируемость. Фальсифицировали. Опровергли. Ну, выглядеть то возможное осуждение, которое бы опровергало его теорию. Либо, если даже он в состоянии его обозначить, или это кто-то в другое состояние его обозначить, то выясняется, что... Нет, конечно, потом могут последовать оговорки, но оговорки, они усложняют обычную теорию. Понимаете, в чем дело? Любая оговорка усложняет теорию. В принципе, Поппер не писал о том, что мы прямо должны отказаться от той теории, которая была опровергнута. Это значит, что просто теорию доработать надо. То есть, если бы мы просто брали еще и тупо, знаете, отказывались от всякой теории, часть которой была немножко там подвернута сомнению, и в итоге опыт показал, что вот эта вот часть этой теории не верна, если бы от всей теории сразу отказывались, но это было бы очень странно. Что любое суждение вот такого рода, которое потенциально могло бы эту теорию опровергнуть, в действительности ее только будет подтверждать. Вот можно посмотреть тот пример, который есть на слайде, и я приведу еще очень коротко пример из, допустим, из психологии. Мы знаем, что часто психотерапевт, занимающийся со своим пациентом, встречается с так называемым механизмом сопротивления, когда пациент указывает на то, что объяснение, предлагаемое психотерапевту, ну, т.е. психоаналитикам, если речь идет о психоанализе, его не устраивает, он говорит, вот эта теория, с помощью которой вы объясняете мои затруднения, например, был невроз, неверен, я не согласен с вами. На что очень часто в этом состоит одно из значений сопротивления. Психотерапевт говорит, что отрицание данного объяснения является частью невроза. Если пациент отрицает то описание невроза, то объяснение, которое дает психоаналитик, значит, это и есть правильная больная точка, значит, мы правильно в нее попали. Ни в коем случае не психоаналитик, ошибается, а наоборот, отрицание пациента... Кстати, у психоаналитиков, во-первых, есть верификация. Кстати, поэтому Поппер, в принципе, он это и подтверждал, что у психоанализа есть верификация. Суждения могут быть соотнесены с психическими и жизненными фактами. Проблема в фальсифицируемости как раз. Обычная верификация есть, фальсифицируемости нет. Вот в чем проблема чаще всего заключается. Подтверждает правоту психоаналитика. Ну, нетрудно увидеть, что здесь происходит явная блокировка применения фальсификации. Если опровержение только подтверждает мою теорию, то ее, в принципе, нельзя никогда опровергнуть. Вот так, согласно Попперу, устроены все философы. Тут проблема в том, что она пациента привела, а не опровергатора, а не какого-то философа, который опровергает систему, и не ученого, и не мыслителя. Просто вот... Если вы придете к психологу, а психология это наука, там, к психоаналитику, нет, не к психоаналитику, к психотерапевту придете, и вдруг начнете ему что-то рассказывать, и он сочтет вас психом, все, что бы вы не сказали в опровержении его слов, будет тоже воспринято, наверное, не очень позитивно. Вас могут счесть, опять же, сумасшедшим, и опять же, теория вот этого человека о том, что вы больной, подтвердиться. Ну, как-то так, это работает в данном случае, да, как-то так. Друзья, я, кстати, очень вас прошу докинуть пару тысяч еще мне, тысячу хотя бы за сегодня, и у меня будет закрыт кредит, и послезавтра я выдам кредит уже, и я буду счастлив. Властмская система, поэтому они не являются... Осталось совсем чуть-чуть. Водичка. Елизавета, напоминаю, да, пока мы вышку тут рекламируем, я ищу Елизавету. Маленькая Елизавета. Много разной Елизаветы. Следующее направление в позитивизме, так называемый логический позитивизм, который сохраняет в себе основные мотивы критические по отношению к философии, но предлагает проводить эту критику другими средствами, в первую очередь средствами... Не, Медвежская Горилла, с вас вообще все хорошо, вы просто, вы замечательный, в общем-то, зритель. Отличное видео, отличные материалы всегда от вас идут, вот что самое главное. Я уже за это благодарен более чем... Логического позитивизма, в отличие от научного позитивизма, заключаются не в том, чтобы критиковать философию, упрекать ее в том, что она не является наукой, поэтому не является собственным знанием, а чтобы указать на то, откуда она, в принципе, берется, продуктом чего является, и каковы ее внутренние границы, по большому счету, препятствующие тому, чтобы быть полноценным знанием. Логический позитивизм отталкивается от нескольких ключевых утверждений. Но самое главное, самое основное их утверждение, это то, что философия является продуктом языка. А вот когда мы задумываемся на тему, собственно, что... Ну, кстати, я не считаю, что философия является продуктом языка. Вообще любая попытка... Ну, здесь я просто не могу критиковать саму Гаспарян, потому что, ну, это просто вот, она перечисляет учения логического позитивизма, и, как бы, ну, что с ней здесь спорить, она молодец. А вот сам логический позитивизм вызывает у меня большие вопросы, потому что очевидно, что ни философия, там, ни религия, ни что другое не является продуктом чисто языка. Это утверждение, по сути, является ложным, и проверить это очень легко. У нас есть воображение. Воображение не сводится к языку. Так или иначе, мы можем видеть какие-то странные образы. И эти образы влияют на наше познание, на наши теории. Образы встречаются, например, в той же самой математике. Когда говорят, что математика – это просто описательный язык, ну, люди просто не понимают сущность математики. Математика, она также и на воображение напирает. Особенно та часть математики, которая занимается геометрией, позволяет нам представлять что-то, описывать через представление какими-то странными фигурами, которые, на самом деле, тоже в реальности не существуют, но они представлены именно воображении. Воображение, что бы не было этим самым воображением, не важно, что бы не было этим воображением, оно продуцирует своеобразные образы, и эти образы к языку не сводятся. Мы можем вообще, знаете, мы можем, в принципе, не пользоваться языком, ну, на мой взгляд, и иметь какую-то философию, то есть иметь определенные представления о чем-то, воображать, что это так. Воображение позволяет нам иметь какое-то содержание в нашем сознании, и при этом это содержание может быть неописуемо, неописуемо и вообще, ну, никак не связано с языком. Как ни странно. А вот любители аналитической философии часто это упускают. Это за удивительный феномен, философская рефлексия, философская мысль, философский способ вопрошения, почему человечество в какой-то момент пришло к необходимости определенным способом задавать вопросы и определенным способом давать ответы. Решение версии логического позитивизма, она вот в этом смысле очень лаконична, и состоит в том, что философия есть не что иное, как... Ну, там не очень лаконично на самом деле, ну да ладно. Нечто, что появляется благодаря тому, что люди говорят. Вот люди разговаривают, и в качестве некого, как мы сейчас выясним, побочного, да, второй пункт, если посмотреть на слайд, неким побочным... Шадов свободен! Я свободен! Натыщу наступление в кредитное рабство, Шадов, для имя как у героя Марвел. Кстати, могу в ВК задать пару вопросов по продвижению каточка канала и стриминга? Да, конечно, можете задать ВКонтакте вопросы, я после стрима обязательно отвечу. Спасибо большое за тысячу людей, рублей, или за тысячу людей. Ну что, 30 тысяч есть, кредит, я думаю, да, закрыт. Да! Да, всё, до свидания, всё, я больше не стримлю. Всё, пока, друзья. Всё, я застримил. Нет, шучу. Нет, это хорошо. Кредит закрыт. Кредит закрыт только что был. Вау. Вот это кайф. Следствием того, что люди обладают способностью к языку, способностью к речи, является вот этот странный феномон философия. То есть, третье следствие из названного, это идея того, что философия не только продукт языка, не только побочный продукт языка, это ещё и не вполне, так сказать, адекватный способ использования этого языка. Философия появляется внутри языка, потому что мы неправильно пользуемся языком. Вот что хочет сказать нам логический позитивизм. А как правильно пользоваться языком? Что это значит? Понятно, что логический позитивизм отвечает на эти вопросы, но вот другая проблема заключается в том, что, ну, оказывается, вдруг, почему-то, все философские школы, все религиозные течения, вообще все-все-все-все-все-все-все вокруг, весь мир заблуждался, и вдруг они правы почему-то, да? Как они правильно пользуются языком? А я правильно пользуюсь языком, а вы неправильно пользуетесь языком. Ну, окей, ну, хорошо. В общем и целом, посмотрим, как он пытается это обосновать. Вот, ну, наиболее такое имя. Людвиги Гирштейн. О чем нельзя говорить, о том следует молчать. Я так не считаю, кстати. О том, о чем нельзя говорить, о том можно попытаться сказать. Потому что, так или иначе, наше содержание внутреннее, которое, ну, то ли образное, то ли связано с памятью, то ли еще с какими-то вещами, например, восприятием. И эти восприятия, они же напрямую тоже, и восприятия, и образы, и воспоминания, они не выражаются в языке, вот, в прямом смысле. Язык работает как-то сам по себе. И если бы мы не могли, ну, если бы мы о всем этом, как бы, воздерживались говорить, мы бы вообще ни о чем не говорили. Если уж совсем радикализировать этот подход, мы не можем сказать о нашем образе, например. То, что образ у нас в голове какой-то возник, какой-нибудь там образ гориллы, например, громадный гориллы. Каждый из нас сейчас представил себе свою гориллу. Я вам не передал образ и идею той гориллы, которая находится у меня в голове. Значит, что, о гориллах нужно молчать? Нет, не нужно молчать о гориллах. Просто какой-то образ я у вас в головах все-таки вызвал гориллы. А вдруг я вообще неправильно понимаю слово горилла, и для меня горилла это шимпанзе, например. Я просто вот неправильно определял слова до этого. Но образ шимпанзе-то у меня есть сейчас в голове, значит. Что-то, ну вот я просто не справился с помощью языка, бывает. Эх, эх. Александра, а вы сколько месяцев стримите уже, начиная с марта или апреля? Я даже, кстати, не помню. Не помню, не помню. Месяца три, наверное. Имя логика, как минимум. Но хочется очень сказать, что еще и философ Рюдрика Витгеншнейна, который провел, наверное, наибольшую работу для того, чтобы обосновать положение логического позитивизма. Да, 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 наибольшую работу он провел, хотя у него самое маленькое количество текстов, видимо, будет среди вот этих вот всех логических позитивистов. Его очень известное усказывание. Притом именно вот та работа, логико-философский трактат, ну, это книжица вообще такая небольшая, на которой базировались как раз логические позитивисты, ну, она уступает в размерах практически любой работе других логических позитивистов, как ни странно. Ну, то есть, тут такое тоже. В виде афоризмов сформулированы, одно из них вынесено в заголовок, о чем нельзя говорить, о том, что молчать, что оно подразумевает. Итак, мы сказали, что в философии есть результат, есть что-то, что продуцируется языком, есть результат нашей способности говорить. Но наша способность говорить имеет, так сказать, верное, естественное направление и противоестественное. И, как мы уже поняли, вот именно вот это противоестественное... Ну, Горилла, я очень ударно работаю в последнее время, ну, то есть, я сейчас делаю все, чтобы продвигать свой контент. И я подустал, на самом деле. Мне либо с работы надо будет в итоге увольняться, либо, в общем-то, не знаю, что делать. Ну, в общем, как-то надо решать, решать проблемы, я считаю. Пользование языка и даст. Чтобы стало немножко полегче. Ну, сейчас дойду где-нибудь тысяч до двух, и можно будет успокоиться, там, поспокойнее стримить, когда будет постоянность уже полная. И даёт такой побочный продукт, как философия. Естественное использование языка и естественное назначение языка – это описание так называемых фактов или положений дел. То есть, это описание тех ситуаций, которые являются наблюдаемыми и могут быть сформулированы с помощью стандартных, нормальных, субъект-предикатных, так называемых, конструкций. Внутри логики используется термин «субъект-предикатная конструкция» или предложений. Ну, к примеру, когда мы говорим «это есть то». Например, когда мы говорим «за окном идёт дождь» или «яблоко зелёное». Вот подобное. Только многие науки как бы не так работают. 2К рублей за стрим. Ну, у меня где-то так в среднем, кстати, есть методическое горело. Только не очень постоянно. Там у меня варьируется, знаете, вот так вот от 600 бывает до 6000. Ну и в среднем получилось 2, да. За прошлый месяц 2 тысячи каждый день, можно сказать, и в среднем. Нового рода высказывания, предложения, где есть то, что утверждает. Есть некий субъект, например, яблоко и некий предикат зелёный. Эти предложения являются нормальными, естественными, потому что для того, чтобы обозначить то или иное предложение в качестве истинного... Только проблема заключается в том, что на улице идёт дождь, там это не научное предложение. То есть, науке неинтересно, что на улице идёт дождь. Любой дегенерат за всю историю человечества на своём обычном, любом простом языке говорил, на улице идёт дождь. Хотя, может быть, там не на улице, а за пределом моего дома. Там это по-разному может как-то обозначаться в разных языках, конечно же. Но вот значения такие передать любой дегенерат из любого племени, скорее всего, мог. Если это племя вообще умеет пользоваться речью. Ну, то есть, ну, как-то вот такое вот что-то здесь. Нам нужно обратиться к миру фактов. То есть, того, что происходит в действительности в Евгении. Да, мир фактов, то, что происходит в действительности, к этому апеллировать может практически каждый дегенерат. И наука, которая развеялась сейчас до неведанных высот, она не оперирует такими предложениями. Науке такие предложения неинтересны. Когда же язык отходит от такой своей направленности, когда он актуальный или потенциальный, не обязательно, чтобы факт действительно был проявлен. Да, то есть, факт должен быть ещё и не проявлен. Факт может быть актуально реализован, а может и не быть актуально реализован. Она правильно говорит, она правильно говорит, но я здесь квитгенштейн. Потенциально он должен укладываться в стандартную логическую форму. Да, должен. Все факты должны укладываться в стандартную логическую форму. Иногда язык пытается... А если не укладывается, то об этом просто не можем говорить. Мы должны об этом молчать. А если мы об этом должны молчать, ну все, мы молчим. Все, что нам не нравится, там, не знаю, сознание. Ну, кстати, вот у оригинала очень похожая позиция. Он, видимо, у Витгенштейна очень многое позаимствовал. Либо у Рассела, либо у Витгенштейна. Мы обо всем должны молчать. О сознании не можем говорить, о мышлении, о каких-то других вещах. Обо всем не можем говорить. Ну, клево. Молчим. Хотя они вроде бы есть. Хотя вроде бы даже я есть. А что такое я? Ну, не знаю, непонятно. В опыте не познать. Значит, об этом надо молчать. Видео полностью заказано, друзья, да? Аппарат описывать сам себя. И вот тогда получаются противоестественные формулировки. Они не имеют вид предложения. Чуть дальше увидим, собственно, чем они являются. Но именно они являются вот этими философскими высказываниями. Которые, не будучи естественными предложениями языка, симулируют некоторые естественные предложения, но таковыми не являются. И в этом смысле они препятствуют. Кстати, поставлю заранее лайк, потому что видео хорошее, материал очень хороший. Метафизика. Это то, что находится над физикой. Если совсем формально вернемся в Древнюю Грецию, то Аристотель определял метафизику. Ну, не метафизику, но то есть как-то разделить метафизику от физики по античным критериям можно таким образом. Физика говорит нам о чем-то подвижном, движущемся. Физика изучает движение. В физике Аристотеля мы как раз видим, что Аристотель воспринимает физику как науку о движении в целом. А метафизика, вот то собрание сочинений, которое было помещено в текст, названное в итоге метафизика. Причем не Аристотелем, но тут не важно. Здесь подразумевается уже неподвижное основание мира. Поэтому нередко великие, потрясающие мыслители диалектического толка делают разделение между метафизикой и диалектикой. И диалектика это учение, согласно которому все есть движение. А метафизика это учение, согласно которому есть что-то неподвижное. Бог, находящийся за пределами времени и пространства, перводвигатель и что-то такое. Иногда метафизику это слово употребляют в более широком смысле. Так вот, в более широком смысле, в более широком смысле понимается, ну то есть как и можно включить в метафизику и ту метафизику с неподвижностью и диалектику, в которой происходит бесконечное движение. То есть то, что находится за пределами наблюдаемой физики. Проблема опять же заключается еще одна в том, что сама физика как дисциплина апеллирует к понятиям, которые находятся за пределами чего-то наблюдаемого. Да, Джан Дой, вы пишете, движений не существует. Это как раз восходит к учению парменида. И оттуда берется вот такой вот образец неподвижной метафизики. Вот как раз вот его учение, учение парменида и есть прекрасный образец этой самой вещи. Гидростатика, простатическое давление, температуру, там есть движение. Музопоклонник, я сейчас к Аристотелю обращался. Аристотель просто описывает физику через движение. Да, кредит покрыт, мы живем дальше, отлично. А Аристотель, продолжаю свою мысль, он действительно описывал физику как науку о движении. То есть огонь движется вверх, воздух где-то там посередине, но тоже ближе кверху. А земля всегда движется вниз, у воды тоже свое какое-то движение. Он описывал движение стихий таким образом. Устанавливать их истинность или ложность. Отсюда мы и выходим на прояснение. А может быть, Сунады это вы были, заложили нам деньги. Известное высказывание, о чем нельзя говорить, о том следует молчать. Дело в том, что структура языка, структура логики, она, будучи наличной и иногда стремящейся описать саму себя, то есть этот ее мотив, эту ее интенцию, этот ее внутренний замысел. Проблема заключается в том, что если бы ученые ограничивались теми предложениями, которые предлагает им ограничиться логический позитивизм, они бы никогда не добились тех успехов, которых они сейчас добились. Вот, к сожалению, это просто так. На самопостижение, в общем-то, понять можно, что язык стремится проговорить сам себя, проговорить свое предельное. Метафизическая горилла спрашивает, почему победило учение Парменида, а не Гераклита. Да на самом деле там никто не победил, там свои сложности были. На самом деле произошло некое смешение. Разве что Уайтхед про процессы, как основу метафизики, писал, ну и Гегель какой-нибудь. Гераклит, диалектика, Гегель, диалектика, Маркс, диалектика, Фихта, диалектика, Шеллинг, отчасти диалектика. Видео заказано полностью, друзья. Ну то есть диалектических мотивов очень много. Но понимаете, в чем тут еще одна проблема? Почему Парменид? Да, преимущественно мы, наверное, будем оценивать, почему Парменид победил в истории европейской философии. Потому что победило христианство. Вот в чем дело. Здесь чисто религиозная причина. У стойков, например, тоже мир довольно-таки подвижен. Он управляемый логосом. И в нем тоже вот такая вот огненная пневма существует. Понимаете? Что тоже интересно. Продолжаем. Но в той мере, в которой это невозможно, вот будут получаться, как мы сейчас впоследствии увидим, бессмысленные высказывания. Вот в той мере, в которой это... Сунады, когда мне закрыли кредит, я, кстати, пошутил, что я уйду. Да, Платон победил, пишет о Фортуна. Да, да, в том числе, потому что победил Платон. Платон, а потом христианство. Поэтому в нашей культуре получилось так, что всякие парменидовские темы с неподвижной метафизикой преобладают. Метафическая горилла. А Бог разве изменен? Как Бога можно изменить? Как Бог может быть изменяемой сущностью? Он находится вне пространстве, вне времени и так далее, и так далее, и так далее. Блин, Александр Садыков. Межвидовых рецензентов. Ваган смотрел. Да заказывай, заказывай, Александр, заказывай. Мне не жалко, я посмотрю. Я буду закрывать все порнушные моменты вот этой вот своей зиготой, если что. Аристотель же хейтил вроде Парменида. Да, Маркус, он хейтил Парменида, но понимаете, в чем дело? У Парменида он позаимствовал концепцию своего перводвигателя, который в сущности является неподвижным. Вот. Тут вот такое вот. А Фортуна правильно спросила, смотря какой Бог, но христианский Бог чаще всего неподвижен. Можно об этом, говорить нельзя, именно об этом следует молчать. То есть, вот. Ну, то есть, философский христианский Бог через дефис философа христианский, он неподвижен. Подобные вещи выходят за пределы языка, и внутри самого языка проделаны быть не могут. Эта работа проделана быть не может. Поэтому то, о чем можно говорить, можно говорить только о предложениях, которым соответствуют факты. Но проговаривать саму структуру, в этом смысле то, что выходит за пределы языка, нельзя. Поэтому в отношении таких вот. Ну, то есть, смотрите, метафизика, метафизическая горилла, почему к метафизике стали относиться как к чему-то неподвижному? Видимо, как раз потому что, именно как раз потому что, отчасти вот эти вот моменты, моменты важные, моменты учения Парменида о неподвижности, бытия основного присутствовали и в христианстве, и в перепатетизме на самом деле, и в плутонизме. Ну, то есть, они так или иначе везде проявляются. И в итоге, в итоге, ввиду того, что христианство закрепило вот эту вот неподвижность метафизики, вот просто исторически так получилось, что христианство победило, закрепило в философии вот эту вот неподвижность метафизики. Вот так сработало. Боку-но-пику нет, друзья, там, видимо, порнуха какая-то. И мы не знаем, чего именно, но в отношении этих содержаний, если угодно, гораздо более корректным является фигура молчания, именно в этом заключается та идея, которую Генштейн заложил в своё высказывание, о чём нельзя говорить о том. Вопрос. Добрый вечер. В какой момент происходит смена моды в Европе с Платона на Аристотеля? Я думаю, тут, знаете, тут по-разному было. Прежде всего, речь идёт о главном средневековом переходе, когда изначально, в общем-то, в средние века в европейской философии доминировал сначала Платон. Сначала-то Платон, ну, то есть доминировал вот прям вот вообще, выше всех был. Потом, внезапно, Альберт Великий, известный, в общем-то, философ средневековый, начал изучать Аристотеля. Ну и ладно, Альберт Великий как бы, он не то чтобы внёс, знаете, гигантский вклад в средневековую философию, но вот его ученик Фома Аквинский, основатель томизма, внёс гигантский вклад в философию. Он базировался на учении Аристотеля и, по сути, по сути, создал одно из самых величайших христианских учений философских за всю историю. Ну, вот Фома Аквинский великая персона в этом смысле. В этот момент произошло одно из первых смещений с Платона на Аристотеля. Что было потом, а потом, 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 Аристотеля бывало опровергали, тоже уже в начале, ну, не в начале, в эпоху Возрождения опровергали, критиковали. Да, Святой Августин ещё, это тоже величайший, но вот как раз Святой Августин, он больше на Платоника похож, и вроде бы он апеллировал к Платону. Сейчас могу соврать, но он вроде бы апеллировал к Платону. А вот Фома Аквинский немножко наоборот. Да, Альберт Великий же, он, да, Альберт Великий крутой, и он учитель Фомы Аквинского, но Фома Аквинский так получилось ещё круче стал. И Фома Аквинский, и Альберт Великий, они как бы с перипатетизмом таким средневековым и работали, и это круто. Нет, каким образом Платон доминировал? Конечно, в христианском обществе он не мог доминировать таким образом, чтобы его почитали или разделяли его философию. Нет, просто к его философии... Да его на самом деле просто читали, и некоторые элементы его философии использовали в рамках теологии и христианской философии. Вот так вот. Сначала Платон начал, в общем-то, входить в средневековье вот такими вот очень мощными поступами. Там несколько даже школ таких платонических было. А потом уже у нас появляются такие перипатетики. С Санцелем Кетерберийским сейчас конкретно я рассуждать вам не буду, потому что средневековая философия не мой конёк, я вам могу нагнать очень сильно, друзья. Предупреждаю, средневековая философия не мой конёк. Понял, Джон Дой, вашу шутку, понял. Следует. Средневековая философия далеко не мой конёк, я могу лишь просто вот рецитировать некоторые факты. Молчать. Ну, посмотрим, почему философские высказывания являются бессмысленными. Эйденштейн предлагает очень такую удобную классификацию. Итак, мы понимаем, что у нас есть предложения, которые могут быть истинны, а могут быть ложны, в зависимости от того, что происходит с фактом, который соответствует этому предложению. Если за окном действительно идёт дождь, значит, высказывание истина. То есть, если данный факт имеет место, то оно истинно, если не имеет место, то оно ложное. И так же со многими другими высказываниями. Сами законы логики, то есть напомним, что когда Эйденштейн говорит о языке, язык структурирован логически. Поэтому законы логики, законы языка. Я согласен с Эйденштейном в том, что законы логики, законы языка, вопрос только в другом. Вопрос в том, соответствует ли язык реальным фактам. Если не соответствует, ну, до свидания, как бы, с законами логики и законами языка. То есть, соответствует ли он миру, соответствует ли язык миру или нет? Сами эти законы, то есть, если угодно. Что такое дождь? В каком смысле он идёт? В каком смысле он не идёт? Что значит идти? Что значит либо-либо? Ну, непонятно. Та структура, те инструменты, с помощью которого мы говорим. Говорим мы по законам логики. Сами эти законы всегда истинны, они являются автологическими. В смысле они являются истинными? Они являются истинными в рамках языка. То есть логические структуры, которые изначально помещены в тот или иной язык, могут быть поняты, исходя только вот из такой внутренней логики. Если что-то, то то-то получается. Вот здесь такая структура. Если все философы-меланхолики и Сократ-философ, тут сразу две посылки, то Сократ-меланхолик. Чисто языковая херня как бы. Что такое меланхолики? Непонятно. В каком смысле все философы-меланхолики? Непонятно. Что за Сократ такой? Это, ну, что он? Кто он такой? Как определить, кто такой Сократ? Что с ним вообще делать? И тут внезапно все философы-меланхолики. Окей, зашибись. Тут каждому слову можно задать по тысяче вопросов сверху, и охеренно язык с ними справляется. Конечно нет. Ну, просто условно принято полагать, вот Витгенштейн так полагал, что законы логики всегда верны. Ну, потому что это тавтология. Здесь действительно тавтология. Да, мы заявили определенное правило. Это определенное, знаете, это игра в шахматы получается. Такая шахматная доска, где мы тупо играем. Мы играем в шахматы. Мы создали правило. Первое правило. Если все философы-меланхолики. Второе правило. Если Сократ-философ. Мы делаем тавтологию дальше. Чистая тавтология. Да, Сократ. Сократ-меланхолик получается. У нас все получилось. А равно Б. А равно Б. С равно А. А равно С. Вот. Все. Все. Как бы. Ну, тут вообще. Все. Браво. Браво. Как бы. Мы победили. Супер. Ну, это что-то вроде игры в шахматы, друзья. Если мы возьмем законы логики, любой закон логики, одна и та же вещь. Какое-то отношение к истине имеет, правда, я не понимаю. Может, одновременно существовать и не существовать. Это могло бы иметь отношение к истине, если бы каждое слово имело какую-то реальную сущность, в которой мы могли бы быть, в которой мы могли бы не сомневаться, но такой сущности нет. Даже объективный мир, даже факты, это те сущности, в которых мы можем сомневаться, поэтому работа с языком таким образом, ну, просто каждому слову задаются по тысяче вопросов. И какое бы предложение на базе каких угодно фактов, а как бы оно не было, в общем-то, задано, мы всегда можем в этом усомниться, поэтому нам плевать за кавтологией. А равно А и А равно Б в чем различие? Ну, вот смотрите, здесь просто есть слово меланхолики и есть слово Сократ. А, нет, есть философы и меланхолики. Философ, меланхолик. В данном случае это просто разные слова получаются. Но, конечно же, если философы равно меланхолике, то есть А равно Б, ну, то есть это 2А, это можно воспринять как 2А, понимаете? Это просто идеальная система. Это идеальная система, где свои правила, где вот у нас есть такое тождество замечательное. Вот так вот, все замечательно, все круто, все потрясающе. Ну, просто это игра такая. Мы можем играть с цифрками, с буковками, с значениями, вообще сколько угодно, но это не будет значить толком вообще ничего. Продолжаем. Опровержение законов, логики, то есть их структур, то есть фундаментальных структур логики языка, также всегда являются противоречиями. И только... Ну, по определению логики, да, да. Философские высказывания, вот эта странная группа таких не вполне легальных суждений и утверждений, которые присутствуют в языке, выбивающихся из вот предложенной триады, из предложенной структуры, не являются, понятное дело, предложениями, поскольку никакая сферка с опытом не предполагается, но они также и не являются чистыми тавтологиями. А что равно чему? Джон Дори, то есть. В законе творчества непонятно, что равно чему. А равно А? Окей. Что такое А в мире? И что такое оно равно само себе? Непонятно. И равно ли оно само себе? Тоже непонятно. Ну, они, безусловно, не хотят быть противоречиями, они стремятся к тому, чтобы быть истинными, но они не являются всегда истинными, и в этом смысле не являются тавтологическими. Какие примеры здесь могут быть? Ну, вот те, которые представлены, можно еще какие-то, ну, допустим, утверждения, мыслить и существовать. Я мысль свидетельно, я существую, но можно взять более, так сказать, очищенную формулировку, мыслить и существовать, суть одно. Вот можно взять, допустим, в такой не Декартовской, а в Парменидовской редакции и убедиться в том, что в действительности... Я полагаю, эти слова не могут восприниматься как бессмысленные, ввиду того, что у всякого присутствующего здесь слова есть определенные, лежащие за ними, не слова права, но образы, образы есть за ними. То есть Бог так или иначе представляется нам как нечто неподвижное, неразделимое, так же, как и душа, поскольку она проста, то есть она не имеет сложного, сложных разделений, она представляется нам как некое целокупное что-то. И поскольку оно целокупное, оно не может быть разделено, ведь смерть это разделение определенное, распад. Поскольку душа проста, в ней нет элементов, значит здесь нечему распадаться. Это чистое представление, это, ну, в общем-то, рассуждение, построенное на определенных представлениях. Я мыслю, мы имеем определенное представление того, что такое мыслить. Не всегда мы можем правильно вербально его выразить, Поэтому по Беттгенштейну мы об этом, конечно, должны бы помолчать были, но мне так не кажется. Друзья, тут были сбои, то есть здесь много-много-много-много материалов на самом деле. Кстати, именно поэтому вот Бог есть наибольшее. Вот здесь тоже, в принципе, очевидно определенное представление имеется. То есть эти предложения являются осмысленными. Нельзя назвать их бессмысленными. Вопрос, являются ли они истинными, конечно, уже другой. Я вообще, мне не нравится просто логический позитивизм, аналитическая философия, которая обвиняет всех в бессмысленности. Вот такие вот направления в аналитической философии, у которых все бессмысленно. Ну, лол, конечно. Лол. Ощущение некоторого превращения знания. Это не вполне тавтология, не вполне в предикате, не вполне повторяется то, что есть в субъекте. У нас возникает ощущение... О, Фортуна, кстати, цифры-то предмета тоже не имеют. Цифр нет предмета. Что хотите, то и будет цифрой. ...высказывание что-то добавляет нам в некоторые знания, а кроме того, оно кажется абсолютно истинным. Но правда, согласно Вильгенштейну, заключается в том, что данное высказывание является бессмысленным. В том смысле, что оно не указывает ни на какое реальное положение дела, никакого значения в том мире, в который бы предполагалось... Покажите мне гравитон, пожалуйста. Хочу увидеть гравитон. Становление истинности или ложности этого высказывания. Хочу увидеть законы эволюции. Покажите мне, пожалуйста, естественный отбор. А, вы не можете показать мне естественный отбор? Эх, значит, это неверифицируемое суждение. Ну, бывает, бывает, да. Это же не идет дождь, понимаете? Дождь-то не идет при этом. А, не имеет. А, то есть, зигота, зигота вида человек? А что такое вид? Покажите мне вид, пожалуйста. Я же не знаю, я никогда не видел виды. Никогда. Видов, значит, не существует, судя по всему. Это же не суждение аналогичное, там, не знаю, идет дождь. А, Фортуна пишет, цифра конвенционально имеет предмет. Ну, конвенционально, окей. Конвенционально и Бог есть наибольшее. Как это, друзья? Конвенционально мы только что решили, что Бог есть наибольшее. Здравствуйте. Поэтому подобного рода высказывания, несмотря на то, что они имеют... Нет, в принципе, я с вами согласен, что это так принято. Ну, окей, согласен, да. В достаточной степени правдоподобно. Каждой цифре можно придать определенный предмет, вычислить различные пропорции и так далее, так далее, так далее. Согласен. Можно. Лингвистическая структура. А можно и нет. Являются неестественным продуктом лингвистической среды. Поль скоро философские высказывания не предполагают никакого превращения. В этом смысле, они могут быть истинными или ложными. И поэтому не являются... Кстати, друзья, знаете, что я заметил в слове зигота? В слове зигота есть зига. Почему? Может быть, зигота, она на самом деле не человек? Может быть, зигота на самом деле фашист? Друзья, знаете, зига, зигота. Хм... Хм... Здесь что-то не так. Может быть, зигота была тем самым человеком, которая привела Гитлера к власти? Хм... Интересно. Вот это интересно. У меня даже слезы наворачиваются от того, как я представляю, что... Убер-маргинал продвигает фашизм, когда говорит, что зигота это человек. Понимаете? Понимаете? Вот когда он так говорит, он же прям, по-моему, он защищает нацизм, в это время оправдывает его. Полно себе законным знанием. Вновь возникает вопрос, а чем тогда они являются? Естественных видов не существует, следовательно, зиготы не люди. Да тут как угодно можно с словами. О Фортуна пишет, а не, главное не видеть, а проверить. Ну, просто понимаете, в чем дело? То, что мы не можем видеть и проверить, не является для нас именно фактом. И, собственно, чем направляется все-таки... Надо верно предложить. Гитлер действительно, видимо, был зиготой. ...интерес нас, как говорящих существ, почему мы, используя язык, в большинстве случаев... Блин, Зигмунд. Зигмунд, да. Правильно, тем не менее, иногда... Господи, как люди любят, знаете, продвигать фашизм, это ужасно. Склонны использовать его вот этим не вполне законным способом, почему мы хотим это делать. Да, друзья, действительно так и есть. Если нет вида люти, то мы к нему не принадлежим. Ответ Фриттенштейна заключается в том, что вот ту область, которую мы пытаемся проговорить с помощью языка, эту область было бы правильнее называть мистическим, а не лингвистическим, если угодно. И, по-видимому, у нас есть эта интуиция мистического, понимание того, что возможно за пределами... Шада, зачем ты физической нагрузкой занимаешься, это бесполезно. Знаешь, в чем дело? Я не занимаюсь физической нагрузкой, я просто накачанный чувак по жизни. Понимаете, в чем дело? У меня мышление так настроено, я думаю о том, что я качок, и я таким становлюсь. Есть что-то еще. Шутка, я не качок. Но в той степени, в которой язык никогда не пропустит нас к действительности, как говорит Андрей Генштейн, в той степени, в которой желая прорваться к некой вне языковой реальности, мы все равно будем пользоваться самим этим. Не, на самом деле, серьезно, я практически не тренируюсь, я очень мало тренируюсь, но я просто вот нормально, у меня почему-то все живо, все еще. Мы, в данном случае, к сожалению, его позиция пессимистична, мы никогда не выруемся за пределы языка, и никогда не сможем проговорить мистическое с помощью лингвистических средств, и поэтому его ответ заключается в том, что... Да, кстати, Андрей Лемон правильно говорите. Вы, кстати, у нас будете на стриме 5-го числа, насколько я понимаю, насколько я помню. Правильно, правильно же, да, я понимаю. Это вы мне писали вконтакте, я уже имени просто не помню, помню фамилию. Фигура умолчания является в данном случае наиболее адекватной и правильной в отношении этого измерения мистического, но сам источник, толкающий нас к философствованию, является... Да, треугольников и квадратов не существует. Андрей, я к вам, кстати, заранее хочу, знаете, что сказать, что мы будем играть с вами в игру на смертельный таймер. То есть теперь у меня гости, все, которые вот просятся таким вот образом ко мне выступить, я буду запускать таймер на час, и люди будут, в общем-то, деньги платить, чтобы продлить время нашего, в общем-то, общения. Вот, вот так будем играть. Если, если, если поговорим довольно долго, ну, я буду прям очень рад, прям можно хоть весь стрим занять. А если вдруг людям окажется скучно, что вы будете говорить, ну, мы расстанемся через час, получается. Вот у нас такая игра, чисто такая финансовая, правда, но она работает. Как не странно, она работает. Я изобрел эту херню совсем недавно, и она работает, это прикольно. Хотя вы человек довольно-таки, знаете, интересный, на мой взгляд. То есть, вы хорошо ведете эфиры, я думаю, мы с вами хорошо побеседуем. Это именно интуиция мистического, поэтому это не вполне знание такого вида дискурсивного, это некое состояние близкое к чувству, которое он скорее назвал бы интуицией, чем интеллектуальной. Ну, я просто предупреждаю, чтобы, ну, вот, не было сюрпризом. Я хотел вам написать сегодня-завтра об этом, ну, ну, сказал. Состояние. Даже хромакей сейчас нормально настроить не могу, у меня света не хватает на улице, что-то засвечивает мне в комнату, у меня плохой хромакей сейчас. Вот так вот. Современные мысли, критической направленности против традиционной метафизики. Раздел, который можно было... Не, Илья, заговор искусств, меня, в общем-то, оскорбил, и я, в общем-то, отказался от стрима с ним, и все. После этого у нас не было, и, наверное, не будет стрима, пока, в общем-то, Илья не извинится. Обозначить... Своё плохое поведение, ну, всё-таки, не знаю, вроде бы мы оба кандидаты наук, и можно было бы как-то, знаете, более культурно всё это решить. ...неклассической рациональности, то есть критикой, по крайней мере, критикой классической рациональности. Ну, ключевые сюжеты. Здесь, наверное, следующее. Это в самом широком смысле указание на то, что те главнейшие... У нас не жёсткие теорки, на самом деле нам похер друг на друга, но нам не о чём говорить, по сути. Ну, то есть, ввиду того, что, как бы... Итоговый стрим был бы, в общем-то, каким-то, знаете, ну, просто, не знаю, обменом оскорблений, наверное. А смысл я не понимаю, какой смысл. Убеждение, которое... Тем более на его территории, с его публикой, где меня там будут обсирать, да, такое себе, сдайте. ...закладывались в представление о рацию, должны быть пересмотрены, критически, так сказать, переосмыслены. В первую очередь это недоверие... В первую очередь, переосмысленные с точки зрения недоверия вот к аподектическому знанию, тому, что философия называла аподектическим знанием. То есть тому математизированному или логицированному типу знания, в таком картезианском очень смысле, отсылаю к предыдущим лекциям, которые были фундированы, как вот мы помним, аксиомами и последующими выводными следствиями из аксиоматического базиса основоположения. То есть от того, что ложится в основании философского знания на манер уподобления математическому знанию, если угодно. Недоверие к аксиому, в первую очередь. И второй момент, это упрек в некоторой скрытой схоластичности, которая обозначает некоторый такой завуалированный догматизм, тем не менее сохраняющийся в метафизике. То есть упрек звучит в том, что при том... Хорошо, что я не лаконист. Осьминог, скажи, по какой причине для меня та информация, что ты сейчас смотришь, оспариваешь, аргументируешь, для меня совершенно непонятные слова, это недостаток интеллекта или просто некомпетентность? Я думаю, вы просто слова не знаете ключевые. Если вы подучите, почитаете о ключевых словах, в общем-то, которые здесь используются побольше, ну, это будет уже хорошо. На самом деле, здесь довольно неспецифическая информация очень много, ну, то есть информация связана и прежде всего с философией, и даже философией науки, которая далеко не всем преподается. Живем. Спасибо, Максим, спасибо. Живем, живем, живем. Вот. А говорят, философии не заработать на жизнь. Вот это да. Что философия? С момента своего зарождения... Может быть, в наиболее, так сказать, яркого... Я вообще удивлен, пишет Джин Дой, что у заговора искусств вообще есть аудитория, его речь очень неудобоваримая. Ну, согласен. С этим согласен. Кстати, если бы он меня упрекнул в плохой поэзии, я бы его упрекнул в шизофазии. Продолжение следует... Продолжение следует... Проблема заключается в том, что ни одна теория не может быть построена без догм и аксиом. Даже ни один метод не может быть построен без догм и аксиом. То есть... Ну вот, то есть, как-то вот так получается. Странно. ...философ или тайная философская школа. Из некоторых идеологем, из некоторых, так сказать, интеллектуальных, если угодно, конъюнктуры и инфраструктуры, которые объемлила внешне то или иной философской эпохи и то или иной философской теории в частности. Одним из таких крупных... О, Фортуна, понимаете, в чём дело? Разнести национализм то же самое, не знаю, что разносить то, что разносит само себя постепенно, постоянно, понимаете? Тут как бы такое. А национализм это вещь, которая сама себя уничтожает. Ну, если на это смотрит умный человек, в принципе, ну, такой попсовый национализм, он просто вот быстро сам деконструируется в его голове, в его лице. Ну, если угодно, очагов, вокруг которого стягивается критическая мысль, такого глобального, если угодно, концепта, сюжета, который служит основанием. Не, на самом деле, если бы Илья просто культурно себя проявил, я бы тоже проявил себя культурно, и у нас был бы совместный стрим. Да, критическое переосмысление это концепт субъекта, субъектности, важнейший для философии. Вы понимаете, да, в чём дело? Интересный тут такой момент, что критика метафизики, она как бы не пошла одним буквально путём, она как бы разделилась, она пошла в разные стороны. С одной стороны, она пошла в аналитическую философию, в неконтинентальную, то есть, она ушла, ушла из континента в другие, в другие замечательные места, в Англию, в Америку, ну, не только в Англию, Америку, всё-таки венский кружок это не Англия и не Америка, ну, да ладно. А с другой стороны, у нас вот эта вот самая критика... Спасибо, Александр. Когда-нибудь посмотрим. Когда-нибудь посмотрим. У нас сейчас Гаспарян. А с другой стороны, она пошла в противоположную сторону, в сторону постмодернизма, философии постмодернизма, постструктурализма, что тоже крайне интересно. Вот, если угодно, та серия ключевых каких-то... Национализм, как гендер, это смешно. Строматических положений. Звучит смешно. Ключевых. Забавно, как троллинг такой. Философских утверждений, носящих характер сюжетообразующих, фундаментальных для философии, касающихся субъекта, непосредственно субъекта, кладётся в основание критики для современной философии и предполагает некоторое переосмысление. Ну, когда мы говорим о субъекте, понятии, концепте субъекта внутри классической философии, внутри метафизики, сразу всплывает такое понятие субъектоцентризма, иногда его используют тоже для, так сказать, акцентуации того, тех смыслов, которые вокруг субъекта вращаются. Что такое субъектоцентризм внутри метафизики, это такое положение, да, мысли, когда субъект занимает... А при этом в науке всё ещё есть субъект и объект, как бы, друзья. Напоминаю. Некое положение такого глобального наблюдения. Но, в отличие от аналитических философов, всевозможные замечательные постмодернисты были последовательны в критике науки, понимаете? Ну, многие постмодернисты и постструктуралисты науку критиковали как раз за её такой модерновый характер, ну, поскольку наука по большей части модерновое образование, ну, образование модерна, философия эпохи модерна. И поэтому постмодернисты здесь были куда более последовательны, чем аналитические философы. Если бы аналитические философы, которые чаще всего любили науку и позитивно к ней относились, направили бы весь свой замечательный багаж вот этих вот опровергающих языковых знаний, игр, логики против науки, ну, ну, всё, была бы ещё одна большая система, которая критиковала бы науку. Замечательно, было бы прикольно. Можешь разъебать дихотомию объекта-субъекта? Ну, считайте постмодернистов. Это не ново. Хайдегеры читайте, например, объект-субъект, он субъект разносит. Людатель, в самом широком смысле. Ну, то есть, фартода, ну, как бы, лол. Это такое модернистическое тоже такое убеждение, которое, ну, уже очень давно критикуется, очень давно критикуется, уже лет, там, не знаю, 50 минимум, может быть, даже немножко больше. Хотя 50, сейчас, блин, сейчас 20-й год, господи. Лет 70, получается, где-то оно критикуется, и чё с ним? Ничего. Является неким... Да, Андрей, правильно, по итогу метафизика всё равно прекрасно живёт и развивается, но вот тут проблема заключается в том, что в учебнике по философии она попадает всё реже и реже. Ну, вот, например, смотрите, я думаю, в 20-м веке метафизики было тоже громаднейшее количество, гигантское, но большой акцент учебники по философии делают на как раз вот этот вот аспект критики метафизики. Я с вами абсолютно согласен, что метафизика живёт и будет жить. Мы всё ещё не уничтожили, так скажем, томистов, неотомистов, никто не трогал, они всё ещё есть. Огромное количество аналитических метафизиков, не знаю, большое количество вообще всяких другого рода метафизиков, и как бы она, да, живёт, развивается, и что с ней вообще случится, непонятно. Но просто она ушла из такого переднего фланга философии, который преподаётся в философских факультетах и просто в учебниках. Ну, вот, тоже интересно. Говорят про всякие повороты, там, замечательные, смешные, ну, бывает. Когда ему приписывается целый спектр определённых характеристик, их можно назвать, это в первую очередь субстанциальные характеристики. Ну, кстати, знаете, с чем я, наверное, вот на что я бы обратил внимание, что из продуктивной философии, из философии, создающей новые течения учения, метафизика, может быть, кстати, и ушла. Потому что новые тенденции в метафизике, я не знаю, за этим ещё следить надо, потому что большая часть метафизики, это остаточные явления той старой метафизики, которая была разработана много-много-много лет назад. Ну, чуть ли не в средневековье даже, как бы, ну, тут такое. Именно большая часть метафизики имеет именно такой характер. А что с остальной, с продуктивной метафизикой, здесь посложнее, здесь надо очень много думать, и надо подбирать конкретно мыслителей. Да, на слайде после ИТД действительно идёт смайлик. Ну, ошиблись, бывает. Некое мыслящее образование, как некая мыслящая единица, мыслящая инстанция, собственно, мысль, которая для своего существования ни в чём внешнем не нуждается. То есть, если угодно, субъект как носитель мышления, а в действительности классический субъект до конца промысленно, субъект до конца промысленно на материале классической философии, предстаёт даже не носитель мышления, а собственно, самим мышлением, воплощённое мышление. Так вот, субстанциальная характеристика этого воплощённого мышления подразумевает, что это мышление не нуждается в том материале, который оно могло бы мыслить. Если оно будет, тогда, собственно, есть тот носитель, вернее, есть тот материал, на котором мысль будет реализована. Но если бы даже никакого внешнего не было, мышление всё равно является неким таким независимым, самостийным, само в себе обретающим свою реальность. Не, вышка, знаете, вышка молодец то есть все очень хорошо работает в этом смысле в смысле медийности вот это вот лекция если бы она не было 5 4 часовой знаете по моему она могла бы собрать куда больше зрителей хотя это видите это пластилин мира какой-то еще сверху это еще не понятно какой канал может быть на первоисточнике она еще лучше по времени 3 лекционные пары всего лишь три лиза вот эта характеристика ставится так сказать под под сомнение далее то что мы назвали некой глобальным положением глобального наблюдателя то есть субъект является привилегированным существом внутри так сказать эпистемологических процедур философии эпистемологических значит познавательных поскольку субъект понимается как такой наблюдатель который возвышается над не только какими-то частями реальности то есть будучи познающим субъектом он не только выделяется выводится за пределы каких-то определенных срезов реальности которые он будет познавать но в пределе он является той наблюдающей инстанцией которая может познавать то есть наблюдать и значит познавать мир в целом поэтому вот такая вот у него точка выведения все угодно как наблюдатель он трансцендирует мир потому что философия называют неким таким приоритетный я действительно самый большой недостаток этого видео это его размер вот в принципе вещает она очень понятно хорошо оформление прям вот радует глаз на мой взгляд преподавательница тоже вещает довольно таки бодро хорошо последовательно совершает очень мало ошибок честно скажем чтобы что-то здесь комментировать мне приходится наезжать непосредственно на самих философов так что друзья это очень хороший уровень на самом деле точкой наблюдения и наконец субъект мыслиться как нечто целостное целокупное неделимая в своей основе но это определение восходит там о чем мы говорили в одной из прошлых лекций к традиционному определению души или если угодно осовременивая осознание а именно как вы говорили душа проста она не сложна это никакой там говорили в контексте того что это неправильное предложение безмысленное да говорили они какой-то композит состоящий да из разных частей это есть нечто целостное в этом смысле неделимое так вот сознание мышление в этом смысле субъект тоже мыслится как некое целостное образование и данная идея тоже подвергается по крайней мере критическому переосмыслению в частности философ как далио сил а безусловно критические направленные отношению к классическим метафизики предлагает изменение даже терминологического словаря определение индивидуальности или индивидуัма дали эти стикл тени зperson к не происходить означает неделимость буквальном смысле то есть индивидуальна это предполагающий неделимости агkov и здесь никакой индивидуальности нет действительно сейчас человек это не индивид человек Человек это не индивидуум, человек это дивидуум. Он делится. Сейчас мы увидим, о каком делении идёт речь. Критика субъекта центризма, указывающая на то, что человек не есть нечто целостное, а есть нечто, образованное разными частями, есть нечто сложное. И в этом смысле, если оно сложное, если оно складывающееся из чего-то, то оно становится раскладывающимся на что-то. Так вот, идея предполагает, что субъект, складывающийся из каких-то частей, эти части, есть не что иное, как различного рода внешние практики, так называемые, которые могут быть самыми разными. А что такое внешние практики? Как их обнаружить? Что такое язык вне человека, вне единства человека? Что такое социальные, культурные ценности вне конкретного человека? Где они существуют вне людей? Нигде, получается, да? Они существуют в людях. Но тогда в каком смысле они существуют? Они существуют благодаря человеку. И вообще в самом человеке они существуют в единстве или они раздельны? Непонятно, интересно, очень трудно. Может быть некая культура... А, видите, это просто склеили различные куски с определенного источника. Понятно, почему видео такое большое, но окей. ...среда, которая предшествует к появлению человека. Это может быть язык, безусловно, то, что человек застает в качестве чего-то готового, обучается этому языку и потом лишь имеет возможность реализоваться. Как я отношусь к постмодернизму? Ну, с одной стороны, это критическая философия, которая направлена непосредственно на критику модерна. В этом смысле я отношусь позитивно, потому что это критика. А с другой стороны, те концепты, которые они используют для критики самого модерна, сами по себе являются сомнительными и к скептицизму, например, точно не имеют никакого отношения. И сомневаться в них, критиковать их определенно можно, но вот сейчас мы попробовали это сделать. Ну, то есть здесь непонятно, является ли человек чем-то раздельным, разделенным на все вот это. Непонятно, непонятно. Это некий социальный контекст, некий экономический контекст, в который человек приходит. Наконец, это его собственная бессознательная жизнь, бессознательные импульсы и так далее. И в действительности этих практик может быть очень много. Главная мысль критически настроенных философов, выступающих против идеи целостности и неделимости субъекта, значит, субъект центризма заключается в том, что субъект... То есть я не знаю, целостен субъект или нет вообще субъекта никакого. Что это вообще? Или не целостен он? Или он разделен? Разделен на разные части? Непонятно. Что такое субъект вообще? Не предшествует тем. Где? Пальцем на него тоже не показать. Видите, уже с таких вот аналитических позиций субъекта мы не можем никак потрогать, объяснить. Ареалом, в который он мог бы прийти уже готовым, как это предполагалось в классической философии. Сначала есть состоявшийся субъект, а потом он выступает, если угодно, пользователем, заказчиком тех внешних сред, в которые он погружается. Отнюдь нет. Речь идет о том, что среда всегда предшествует тому, что только должно стать человеком, стать благодаря самим этим практикам, которые формируют нечто, что в действительности и становится потом субъектом. Поэтому субъект, как говорят философы, эпи-феноминален. То есть он производен от самих этих практик, выступая их следствием. Вот она пошла посидеть, друзья. Она же в одной одежде. Она это все за один присест, наверное, и написала. Ну, то есть она в одной одежде, это, наверное, один-два дня записывалась. Поговорим немного о таком направлении, как структурализм. Несколько слов мы о нем скажем, касательно той темы, которая нас интересует. Ну, то есть тут она реально полный набор критики и метафизики привела. Действительно, молодец, молодец. Очень хорошо проработана тема. Слушайте, автору уважение. Структурализм вводит такое определение, как транстантализм без транстантального субъекта. Что здесь подразумевается? Следуя мыслям, которые мы затронули в предыдущем фрагменте, критика субъекта, а именно субъекта центризма, и с точки зрения первичности различного рода внешних практик, так называемых. Структурализм предлагает, если угодно, свое представление о природе этих практик. Он использует термин «структура» для обозначения этих различных практических сред. И благодаря идее первичности структур производится... С Левистросом все довольно сложно. Как структуралист он считается частью философского дискурса, по сути. Ну, вот он философ в том числе. Критика первичности субъекта, и в общем и целом структурализм подводит к идее... Шадов просто клеит тян, да смысл я ее клею? Какое уважение, если нет субъекта внесубъектное, объективное уважение? Отсутствие транстантального субъекта при наличии транстантализма. Что такое структура? Структура является любая формализованная практика, если угодно, да, или система означивания чего бы то ни было. То есть она всегда имеет дело со знаками, в этом смысле она придает смысл, в действительности она создает сам этот смысл. То есть структура это любая дискурсивная среда, которая занимается продуцированием... Он высосал все из пальца бытия, Джон Дори, высосал из пальца бытия. Вот это да. В этом смысле структурой, согласно структурализму и некоторым другим соприлежащим, так сказать, направлениям, в этом смысле структура понимается максимально широко и представляет собой любое, так сказать, семиотическое образование, любое знаковое образование. Структурой может быть определенная культурная практика, например, ритуалы, некоторые ритуалы, традиции, социальные нормы. В самом широком смысле, в более узком смысле, например, культурные коды. Определенные дискуссивные практики внутри языка присутствующие. Конечно же, это сам язык, в глобальном смысле, некий естественный язык, тот или иной национальный язык. Так и в более узком смысле... Со структурализмом у меня похуже просто, сейчас я буду немножко молчать. ...внутренние модули языка, например, язык определенной субкультуры, язык определенного нарратива, язык какой-то дисциплины. Например, философский язык или язык кинематографа, к примеру. Вот такие подобные вещи. О нем я читал в основном в учебниках, Поэтому, ну, конкретно авторов структурализма я читал очень мало, даже включая того же Левистроса, я почти не читал, к сожалению. К большому, наверное, сожалению, а может быть и нет. Нужно вводить определение структуры, почему нужно говорить о какой-то вот такой среде, о таком образовании. Потому что даже большая часть структуралистов в итоге откажутся от этой идеи, ну не то что откажутся, они ее переформулируют в постструктуралистическую идею, в то, что существует после структур, вне структур. Потому что в той мере, в которой мы считаем, что в структуре есть некая практика, которая существует... Ну, то есть такой подход себя исчерпает отчасти структурализма, и в итоге структурализм трансформируется в постструктурализм, что тоже очень интересно. Ходит, производится, самопродуцируется по своим собственным законам, как, например, естественный язык, ну пусть язык будет для нас таким ведущим примером, который существует по своим внутренним законам. Друзья, я там, в общем, рассылочку тоже небольшую делал по ВКонтакте, мне пару раз написал, Сбербанк написал, простите за то, что сообщения были. Не себе самостинцы и самодавляющие в действительности носители языка не могут регулировать, влиять как-то на язык, менять, например, его внутреннюю природу, но могут пользоваться этим языком как уже готовым. Вот по такому принципу существует любая структура, она первична и самостинна. Субъекты же, если угодно, реализуются в качестве таковых субъектов в той мере, в которой они пользуются этими. Ну, стандартная информация по структурализму. Практиками или даже, чуть более, так сказать, делая это более экстремальным, продуцируется в принципе самой практике, поскольку практике нужен некий носитель для того, чтобы... Сейчас буду смотреть, что у вас там на Ютубе творится, балуйтесь опять. Если это было так, то это и позволяет, в частности, Клоду Левистросу, французскому мыслителю, очень многое сделавшему для развития классики свободного структурализма, сказать, что вот подобного рода практики, структурные практики, они представляют собой некий аналог трансцендентального аппарата, то есть той системообразующей формы, которая позволяет, будучи пропущенной через себя, получить некоторое содержание. Только никакого трансцендентального субъекта, если, допустим, мы понимаем, что здесь идёт отсылка. Блин, ребята, а чё просмотры-то? У меня почему-то Ютуб показывает большое количество просмотров, а сейчас она смотрит четыре человек. Шатов, какие у тебя моральные принципы? Никаких. Да, она сказала самостейно, друзья. Ребят, чё вы наезжаете на Гаспарян? Гаспарян молодец, а вы злодеи, по-моему. Вы наезжаете на прекрасного человека. Не надо мне рэперов заказывать. Так, друзья, ладно, я открыл... И закрыл вроде сразу, нет, я открыл ваш чат, чтобы смотреть непосредственно, чтобы сразу внимать в суть того, что вы пишете. Такая философия, где есть трансцендентальный аппарат, есть трансцендентальный субъект. Мы помним, что внутри кантовской философии трансцендентальный субъект и есть то средоточие самого этого трансцендентального... Он есть носитель этого трансцендентального аппарата. Так вот, внутри структурализма речь идёт о том, что... Блин, что? О! Что случилось, Дэн-Дэни? Эй! Дэн-Дэни, что ты делаешь? Дэн-Дэни, что ты творишь? Зачем ты заблокировал Бгориллу? Это наш друг. Ты что? В смысле, блин? Дэн-Дэни, пожалуйста, не блокируйте никого. Что произошло? Человек заказал видео, и Дэн-Дэни его в чате заблокировать решил. Нихера себе. Кстати, Гориллу мы давайте назначим тоже модератором, ибо эта Горилла, это наш друг, как бы. Всё, метафическая Горилла тоже у нас теперь модератор. Нет, он, так сказать, рассредоточен. Вообще, шесть. Демонтирован, есть сама транстинентальная сетка, которая сама себя производит, она первична в силу своей транстинентальности. А вот некий эффект субъектов... Бля, Горилла, ну чё тебе всё не устраивает? Заблокировать, удалить модератора. Всё, удалили модерку, окей. Горилле всё не нравится. Производит в качестве своего следствия. Развивая эту мысль... Какая цацая, это Горилла? Согласно структурализму, согласно вот этой идее, да, что всякая структура, есть транстинентализм, однако при условии отсутствия самого транстинентального субъекта. Очень важно, что структуры не предполагают никакого присвоения, то есть никакая структурная практика не может быть присвоена тем или иным носителям, она не может быть волевым образом изменена. Притом, друзья, это вовремя получилось, потому что я вовремя зашёл. Трансформирована тем или иным, опять же, носителем. И в этом смысле она анонимна, она бессубъектна, в той степени, в которой она никому не принадлежит. Опять же, в качестве примера будем держаться иллюстрацией с языком, естественным языком. Язык себя ведёт в первую очередь как такая структура, структура, если угодно, если мы задумаемся. Ну, Левистрос в первую очередь, да, на язык опирается. Но, опять же, понимаете, как ни странно, философия языка, она начала активно развиваться как и у аналитических мыслителей, так и у современных философов континентальной направленности. То есть, вот тоже интересный факт такой. Мы, наверное, согласимся с тем, что, будучи агентами речи, говорящими, так сказать, существами, мы, тем не менее, не являемся субъектами языка, в том смысле, что мы не владеем языком как своей собственностью. А как мы им владеем? К Левистросу, вопрос к Левистросу, не Гаспарян. А как мы владеем языком, если не как своей собственностью? Мы можем говорить на языке как хотим, а можем пытаться, не знаю, соотносить наш язык с позициями других людей. Можем? Можем. А можем? Можем так не делать. Как угодно можем делать. Это можно обосновать и как-то можно убедиться. Мы не можем присвоить язык. Можем. Мы его и присваиваем в процессе жизни. Вот, у нас язык присвоен. Я могу делать с языком все, что захочу. Чу-чу, пищу, лю-чу. Мы его застаем уже готовым. С другой стороны, я могу договориться там с другим человеком, например, создать свой язык и общаться с ним только на этом языке, который понимаем только мы с ним. Я могу присвоить язык. Более того, я присваиваю тот язык, который находится вокруг меня. Я наделяю этот язык своими собственными образами, которые мне так или иначе кажутся или не кажутся верными. Своими собственными определениями я по-своему понимаю слова. Я вполне так себе присваиваю язык. Могу пользоваться логическими, ну, нелогическими языковыми ошибками. Могу нарушать любые правила языка. Что же это, если не присвоение? Никто из нас не придумывает язык для самого себя. Придумывает, еще как. В процессе жизни язык формируется и придумывается в том числе самим человеком. Иногда по договоренности с другими, а иногда сам по себе. Идея приватных языков является таким своего рода оксюмароном, если мы попытаемся себе представить, что каждый из нас может изобрести свой собственный интимный приватный язык. Более того, наш язык, который русский, мы там все владеем, все в чате владеют русским. Он у всех свой немного. Не то чтобы немного, он даже во многом свой. Все, что мы привязываем к этому языку, у всех у нас свое. Довольно скоро убедимся в том, что такой язык сам себя отменит, поскольку язык существует для того, чтобы говорить с другим, если же другой имеет свой собственный приватный язык. То мы просто никогда не договоримся. Поэтому язык по определению является чем-то общим. Ну, не обязательно ли язык должен быть общим. Мы можем иметь определенный шифрованный язык только для самих себя. Ну, например, мы хотим в шифре в определенном закодировать лично для себя, для воспоминаний каких-то своих, какую-то информацию. Почему никому из нас не принадлежащим? Только в этом смысле возможно, так сказать, начало некой лингвистической конвенции возможности, начало разговора. Поэтому язык не принадлежит нам, не присваиваем, не присваиваем. И он также... На мой взгляд, Левистрос, если уж и не ошибался, то его позиции можно легко подвергнуть критике. Вот так вот, я думаю. И релевантен, так сказать, нашему возможному волюнтаризму, если мы попытаемся произвести какую-нибудь революцию в языке, например, внедрить одно слово и элиминировать какое-то другое слово или выражение, например, то есть ту или иную лингвистическую реальность. Трансформировать у нас это не получится. То есть история не знает ситуации, когда некто, какой-то автор поставил бы перед собой задачу трансформировать язык и сделал бы это. Обычно это происходит спонтанно. То есть в какой-то момент, естественным образом, агенты речи застают себя в ситуации, когда язык трансформился, ну, например, определенным образом говорить перестали и стали говорить другим образом. И все мы погружены в эту живую, быстро трансформирующуюся стихию языка и видим, как это происходит. Мы его сами трансформируем, я вам больше того скажу. В какой-то момент вдруг язык выглядит по-другому, одни языковые клише устаревают, другие появляются, но мы никогда не можем найти автора этих изменений. Да, Дэн Дэнни, Тесак теперь же вроде либертарианец, поэтому он говорит целовать пипиську уже не педофилам, а детям, как бы. Вот такое. Слово как модное, теперь оно используется. Нет, обычно, возможно, источник той или иной трансформации уходит куда-то в необозримую даль и не предполагает точного установления. Где там опять Гартман уничтожает? Ну, если суммировать вот эти идеи, а именно идею критики субъекта центризма, предполагающую раскладывание субъекта на вот эти разные практики, да, вот те интеллектуальные ходы мысли, которые в этом направлении были проделаны, были, так сказать, объединены под шапкой такого концепта, удобной метафии, скорее. Школа подозрений от Рикера, да, прикольно. Называется Школа подозрений, её предложил Поль Викера, французский философ. Под этим названием он объединил философии сразу трёх мыслителей, Фредди Ханиш, Зигмунда Фрейда и Карла Маркса, потому что, по его мнению, именно эти три философа проделали, в первую очередь, инициировали, да, послужили пионерами, в смысле указания на то, что субъект размывается. Почему подозрения? Потому что мы подозреваем то, что субъект говорит не от своего собственного имени, и в этом смысле не является собственным субъектом, то есть не является той инстанцией, которая предполагалась в классике. Тот, кто ответственен сам за себя, тот, кто является вот этим самым индивидуумом. А в действительности субъекта есть некое следствие каких-то внешних для него самого заказов. Такая конспирологическая, если угодно, риторика, вот предполагающая это использование здесь термина подозрения. Вот можно посмотреть на самом слайде, к чему именно производится редукция. Эх, ну, друзья, ну, Гартман учительница, чего вы хотите от неё? И вдруг она прославилась. Максим, понимаете, в чём дело? Я не то чтобы планирую всё смотреть, я посмотрю всё, потому что заказали всё видео. С самого начала и до конца. Тут планирую, не планирую, но хочу, не хочу, я его смотрю. Но видео хорошее, мне нравится, очень помогает в том числе осмыслить историю философии. Вместе со мной, вместе с Гаспарян, по-моему, хорошо. Мы же просто не будем их перечислять, скажем, лишь что, в общем, общая идея заключается в том, что субъект размывается благодаря редукции каким-то внешним для себя средам, которые формируют его. Друзья, у нас скипы не практикуются, особенно нельзя скипнуть метафизическую гориллу, это наш друг, друг нашего канала. Как не являются его собственным, делаем его собственных рук. Да. Ну, давайте дальше. Причём мы критикуем в основном не Гаспаряна и философов, потому что, ну, Гаспарян хорошо пересказывает. С мельчайшими какими-то неточностями, вроде оговорками даже. Следующий мотив, критический, можно было бы назвать детрансцендированием. Вот-вот, чё это такое, впервые слышу. Вебер. Читал Вебера, правда, не книжку. Видимо, не эту книжку. Ницше, смерть бога, окей, Леотара не читал, Маркуза читал. Что звучит попроще. Иммунентизация, иммунентизм в философии. Критика метафизики в современной философии отличается возвеличиванием, так сказать, иммунентизма, иммунентизмских направлений философии. Сейчас мы увидим, что это такое. То есть критика, так сказать, трансцендентных версий, тех версий философствования, которые предполагают некое трансцендентное измерение, и акцентом на иммунентном внутри философии. Ну, может быть, в самом общем виде напомним, о чем идет речь в рамках этих терминов. Ну, за 10к, за 10к скипну. Ну, кто мне скинет 10к, друзья? Трансцендентное это то, что... Да нет, друзья, не хочу скипать это видео, оно хорошее. Это то видео, которого мы ждали на самом деле. Ну, нахера? Нахера я здесь еще сижу, чтобы разбирать философию, а не для того, чтобы под гичимучие как бы плясать. Ну, если кому-то не лень, давайте, да, скипнем хорошее видео, хоть и на 4 часа, ну, блин, ну, 10к, 10к давайте, конечно. Попробуйте задонать и 10к. Че, че, че такое? Если кто-то закинет 10к, пусть. Но видео очень хорошее. Это то, что выходит за пределы некоторой познавательной практики, то, что является радикально внешним, то, что не просто, к примеру, здесь сейчас внутри какого-то исследования или внутри какой-то теории является лежащим по ту сторону этой теории, или исследования, это то, что, в принципе, никогда не может быть охвачено некой исследовательской практикой, то, что никогда не сможет быть описано и объяснено внутри той или иной теории, то, что лежит за пределами, например, той реальности, которая предстает для нас присутствующей. Вот всякое, так сказать, внешнее, радикально внешнее, то есть в том смысле внешняя, которая не предполагает встречи, философия называется трансцендентным. Трансцендентным философиям может быть и есть много чего. Завершение карьеры стримера. Я не знаю, сколько я вообще за стримером смогу заработать. Например, можно сказать, что... Не, я с методической гориллой согласен, потому что видео отлично, и мне даже есть что прокомментировать. Вот здесь нечего, потому что я не разбираюсь в данной теме, но вот Нитши читал «Смерть Бога и иллюзии задних миров» окей. А вот все остальное, ну, Маркуза я тоже читал, но тоже комментировать сейчас не знаю как, пока непонятно. Ну, именно эвкантовская философия являются трансцендентными, да, то есть внешними для понимания... Друзья, пожалуйста, скиньте в чат ссылку на дискорд. Не-не, и познание. Можно сказать, что Бог внутри христианской философии являлся трансцендентным. Можно сказать, что в рамках, допустим, скепти... Друзья, все хорошо, все хорошо, 4 часа самое то. ...версий философствования, скептицизма внутри философии истина, истина или та реальность, которая, собственно, реально является трансцендентной для наблюдателя и так далее. То есть признаком трансцендентности, если угодно, да, модальность трансцендентности может быть приписана разным объектам, но суть... Но скептицизм не приписывает никому ни трансцендентности, ни эманентности. Во всех этих случаях сохраняется единообразно, и речь идет о том, что что-то является внешним до той степени, которая не предполагает встречу с ним, освоение, так сказать, этого внешнего. Если же вернуться к той критике, которая была предпринята внутри современной философии с ее антиметафизическим пафосом, то под детрансцендированием подразумевалось две ключевые идеи. Во-первых, предполагалось, что трансцендентное... Если уж трансцендентное каким-то образом тематизируется, то тематизировать его как раз-таки вообще никак нельзя. То есть если мы и предполагаем некое трансцендентное, то оно должно быть до конца трансцендентным, то есть не должно быть никаких двойных стандартов, что, с одной стороны, это что-то неприсутствующее внутри, так сказать, ну, например, определенного типа познания, но где-то существующее. Если... Ну, самое главное, что 69 рублей не хватит на заказ Бокуно Пика ни одной серии, или что там вообще, непонятно. Поэтому, ну, друзья, мне повезло, во-первых. Но фанаты Бокуно Пика и аниме говно, это, видимо, другое аниме какое-то, йойное. Вот. Вот. Поздравляю. Спасибо большое за комментарий. Спасибо. Трансцендентное таким образом упоминается, то только таким образом, чтобы о нем и говорить, и упоминать нельзя было бы. То есть трансцендентное по определению не присутствует, но если оно не присутствует... Нет, там не было написано, что это заказ, Александр, не было, поэтому, ну, вот сидим дальше. Оно и не должно подлежать никакому философскому упоминанию. Во-первых. И во-вторых... Да и зачем смотреть фрагмент, ну, в общем-то, там даже расчехлиться не успеешь, по сути. Это такая стратегия обращения с трансцендентным, которое можно было бы назвать детрансцендированием. Это растворение трансцендентного в эмонентном. То есть такая глобальная, если угодно, пан-эмонетизация всего, которая указывает на отказ от трансцендентного измерения, в принципе. То есть, если угодно, две стратегии редукции трансцендентного, отказа от трансцендентного. Указание на то, что по определению, как что-то радикально внешнее, не присутствующее, оно не будет присутствовать и не должно присутствовать. И вторая стратегия, указывающая на то, что, как возможная стратегия обращения с трансцендентным, полное растворение её в присутствующем, то есть в эмонентном. Ну, чтобы от этих абстракций какой-то конкретности перейти. Действительно, мы говорим о самих этих схемах, формах, да, трансцендентная, эмонентная, как мы уже поняли, это такие чистые структуры схематические. В содержание в них запаковываются вполне себе конкретные. К примеру, как мы упомянули, трансцендентный, может быть, Бог и Бога, можно называть трансцендентным. Трансцендентной, может быть, истины, трансцендентной философии традиционно была сущность, серия явлений приближает нас к некоторой сущности, но требуется некоторое усилие для того, чтобы от серии явлений перейти к сущности. И в действительности, как говорит философия, никакая серия явлений не переводит нас внутрь сущности, сущность сразу должна быть дана и так далее. То есть вот те философские концепты, понятия бог, сущность, истина, реальность, абсолют, которые предполагались в качестве трансцендентных, именно в отношении них производится вот эта работа детрансцендирования. Да, теонтонатология сейчас будет. Посмотрим, наверное. Понятие монетизации. То есть либо от них отказываются, либо их растворяют в монетном. То есть речь идёт о работе с конкретными понятиями. Ну, несколько слов о самом всё-таки этом механизме, в какой философской системе, в какой философской теории восходит сама эта идея детрансцендирования. Главным философом здесь является Гегель. Впервые именно он показал, что классическая философия, которая исходит из разделения на познаваемое и непознаваемое, ближайшим, конечно же, философом в этом ключе Гегелю был Кант со своей системой трансцендентализма, предполагающей разделение мира на мир феноменов и мир номенов, мир познаваемых явлений и непознаваемых сущностей. Вот такого рода разделение согласно Гегелю является неправомерным. Само это разделение, да, познаваемое и непознаваемое. Почему? Общая идея Гегеля заключается в том, что, коль скоро мы говорим, коль скоро мы пользуемся вот такой моделью, что у нас есть, к примеру, некий наблюдатель или некоторые системы, например, апеллирует к трансцендентальной философии Канта, трансцендентальный аппарат, трансцендентальная система категория, которая согласна, то есть как это и формулируется. Да, она действительно проходит по всем темам чётко. Это хорошая очень лекция, хорошие материалы, вот подобранные, последовательно выложены. Мне очень приятно смотреть. ...философия Канта, которая обращается к некой реальности, к науминальной реальности, оформляет её и получает тот мир опыта, в который и погружен субъект, наблюдатель, который он получает в качестве той, если угодно, реальности второго порядка, той не совсем реальности, не подлинной реальности, а в действительности виртуальности, но для него самого реальности, которую он получает для себя. То есть для того, чтобы получить феномен, как мы знаем, трансцендентальный субъект должен оформить науминальное, некую сущность, некую вещь в себе, которая никогда не будет дана нам в чистом виде, мы не можем обращаться, работать с вещами в себе в чистом виде, так как они существуют подлинно сами по себе. Мы оформляем их с помощью тех структур, которые сами несем, оформляем под себя и получаем ту реальность, те вещи, явления. Может ли наука познать науминальное? Смотря что считает науминальным. Понимаете, медвежская горилла, я тут на одном стриме рассуждал о том, что сам по себе ноумин, так или иначе, то, что не является феноменом, то, что считается по канту непознаваемым. Почему мы можем думать, что есть еще что-то непознаваемое, еще более непознаваемое, еще что-то, лежащее за пределами феноменов? Потому что с помощью той же самой науки, так или иначе, мы открываем, что мир состоит, допустим, из молекул. Молекулы состоят из атомов, атомы там состоят из еще более-более-более глубоких вещей, и мы, как бы, знаете, можем даже с помощью науки задаться вопросом «Оно у меня? А вдруг есть что-то, что лежит еще и за пределом этого?» и так далее, и так далее, и так далее. Ведь все-таки сама наука говорит, что за пределами самого явления вот бутылка. А эта бутылка не бутылка сама по себе-то на самом деле, это просто она нам является такой вот бутылкой, вот феномен. А она состоит из атомов определенных. Мы их не видим, мы же не видим атомов. Вот я сейчас не вижу атомов, как я глубоко не посмотрю сюда, я не увижу никаких атомов. Я увижу прекрасную Елизавету только. Но эта прекрасная Елизавета на картинке тоже состоит из атомов. Получается, что действительно у феномена, который мы видим, есть некое еще, и за ним стоит нечто номинальное, то, что мы не можем познать и увидеть. И так далее, и так далее, и так далее. То есть очевидно же, что есть что-то, что мы не можем воспринимать. Что-что отлично от феномена. Когда Бояршинов зальет беседу, не знаю, он не сказал. Видимо, когда обработает. Они вещи в себе, вещи для нас, с которыми взаимодействуем. Вот такая схема является типовой для любых философий, для большинства философий, предполагающих разделение на, если угодно, реальное и псевдореальное. На то, что на самом деле, и на то, что мы получаем в качестве наблюдателей. Тут еще другой вопрос. А зачем нам тогда ограничиваться тем, что существует? Вот против такой схемы. Опять же, ну, то есть, окей. Гегель выступает критически, указывая на то, что эта схема... Надеюсь, в общем-то, товарищ Бояршинов Борис Сергеевич не перепутает ссылки. То есть, у меня там ссылку, я ему скину, она немножко нерабочая. Мне пришлось сказать ему, чтобы он именно прошел по ссылке. То есть, ВКонтакте, если он просто будет с ВКонтакта копировать, там может косяк получиться. Ссылка ВКонтакте укорачивается таким определенным образом. И если он ее просто скопирует в том виде, в каком она есть, он не пройдет. Люди не смогут пройти на сайт. То есть, его нужно будет проконтролировать. Вообще, в первую минуту уже того времени, как только вот он выложит видео, чтобы долго не висела ссылка плохая. Хотя я ему прописал, чтобы он правильно сделал. Эх, Борис Сергеевич. Борис Сергеевич. Замечательный человек, очень хорошо побеседовали. Правда, сначала он очень много говорил. Недостаточной аккуратностью. Да, я за три месяца тысячу набрал где-то, друзья. Здрасте. Понимание статуса и роли вот этого оформляющего аппарата. Когда мы говорим о том, что, например, субъект, как воплощенный... Больше, чем у этого канала у меня уже. Я популярнее, представляю. Я популярнее кого-то. Джон Дой пишет, после маргинала человек 20 пришло вроде всего. Ну, Джон Дой, во-первых, вы смотрите не на это. После Ежи пришло сотка, сотка сразу набежала. После маргинала пришло человек 20 только на YouTube. Человек 50 пришло где-то вот... Не 50, может быть, там, не знаю, вру 40 человек пришло мне непосредственно... На Twitch пришло 50 человек, понимаете? На Twitch уже у меня народ начал появляться. Это благодаря маргиналу. Плюс ко всему на нарезках с маргинала я заработал кучу народа. То есть вы не исключайте этого. Хайлайты с маргиналом, которые я выпустил сразу же после стрима, они разошлись как горячие пирожки вообще-то, друзья. И на них я заработал тоже там сотку-две где-то. А сколько вас сейчас на Twitch смотрит? Ну, один человек вроде смотрит. Хотя, может, уже и нет. Сейчас смотрит один человек на Twitch, друзья. Бывает по 3-4-5. Вояршинов-сайентист, да, в каком-то смысле, он же ученый. Всякий ученый, ну, сайентист в определенной мере. С другой стороны, он не радикальный сайентист. То есть он не думает, что наукой можно заменить культуру, что наука им там может заменить всю философию. Мы, кстати, на правоглазость не исследовались никаким образом, как ни странно. Представляете, этого не было. ...правляющий аппарат. Или как носитель этого аппарата, вот каких-то структур, которые накладывают... На месте вопрос, что куда. То есть на реальность, как она есть, формуют её и образуют что-то для нас доступное. Вот когда мы к самому этому аппарату обращаемся, мы должны принять во внимание, что если бы этот аппарат был бы вполне, то есть полностью и абсолютно иноприроден той реальности, которую он формирует, мы никогда не могли бы приложить этот аппарат в качестве инструмента к той реальности, которую мы оформляем. Ну, к примеру, если использовать, extremely абстрактно звучит, потому что использовать какой-то иллюстративный ряд, мы никогда не могли бы воспользоваться микроскопом, привезённым с планеты Земля, не на другую планету, конечно же, потому что другая планета – это часть нашей реальности. Но представим себе, что, например, человек получает возможность переместиться в какой-то другой мир, радикально другой мир, другую реальность. Вот он не мог бы в другой реальности применять инструмент. Да, если онлайн-100 будет, ну, это будет шикарно. Например, микроскопы, да, ну, в широком смысле инструменты, любые инструменты, не только какие-то вот техники, не только научную технику, да, и микроскоп как некий пример, как некая метафора. Вот он не мог бы применять инструменты из своей реальности в другой реальности, потому что для того, чтобы применять инструмент в другой реальности, должно быть хотя бы что-то общее, всё-таки какое-то единообразие, какое-то единство материалов, если угодно, должно иметь место для того, чтобы инструмент мог быть применён к материалу. В этом состоит критическое соображение Гегеля, указывающее на то, что любые философии, которые прокладывали вот такую экстремальную, радикальную границу между миром для нас, миром для наблюдателя и миром по ту сторону наблюдателя, грешили вот этой невнимательностью к тому, что сама эта граница, образуемая применением этого аппарата, такова, что аппарат не может быть вполне чуждым. А вдруг аппарат, который, в общем-то, пытается познать реальность вокруг нас, работает не так, как мы представляем. Вдруг мы думали, что законы природы, они вот одни, они вот такие, а когда этот аппарат применяется на более глубокие слои нашей реальности, он искажает информацию и дает нам что-то неистинное. И мы никак не можем этого проверить. Вдруг это вот так вот работает. Мы никогда об этом же не думали. Нам нравится самая простая модель поведения аппаратов. Вот мы создали телескоп или микроскоп, и мы думаем, что по определенным законам оптики, которые работают на нижних уровнях бытия, на верхних уровнях бытия и на нашем уровне, таком среднем уровне, все одинаково. Ну, удобная, удобная позиция, очень упрощенная в данном случае. Да, это хорошо. Просто, а что нам делать, если они не работают с другой стороны, конечно? Потому что оформляется. В этом случае мы никогда не могли бы приложить этот аппарат вот к этому внешнему. Максим, она здесь говорит о том, что мы, наоборот, не можем приложить философские инструменты, видимо. К этому номинальному. Коль скоро мы его прикладываем и что-то при этом получаем, вероятно, этот инструмент есть часть этого номинара. Ну, за сегодня мы бы смогли все это отсмотреть, если бы я в ночь ушел, на самом деле. Но я вряд ли уйду в ночь. Где-то в 8 часов я вас покину, друзья. Мы завершим на половину, мы посмотрим сегодня. И в этом смысле, как резюмирует Гегель, вообще говорить о разделении миров, о разделении познаний некорректно. Правильнее говорить о единстве мира, объединяющем и синтезирующем в себе, как наблюдателя, так и наблюдаемое. И наблюдатель всегда... А с чего мы взяли, что единство? Уже есть часть наблюдаемого мира. Поэтому говорить, так сказать, о противолежащем, трансцендентном, которое мы можем, прорываясь к нему, накладывать на него какую-то формообразующую матрицу и получать мир для нас, некорректно. Ну и, наконец, с таким соображением... Гочи миксы по 10 часов, это кайф. Да, слава богу, ребята, не заказывают мне 10 часов Гочи миксов. В пользу для трансцендирования является указанием на то, что правильное обращение, так сказать, с этим трансцендентным, то есть условие мыслимости, адекватного мыслимости трансцендентного, таково, мы уже сказали, что мы должны здесь быть вполне последовательны. Если даже мы хотим утвердить наличие некого внешнего, ну тогда, как радикально внешнего, то тогда мы можем знать о нем только то, что мы ничего о нем знать не можем, совершенно ничего. Но большинство философских систем классической метафизики обращались к трансцендентным... Горилла спрашивает, вы как-то говорили, что континентальная философия нужна для разнообразия стилистики. Не нужна, она существует, и в ней существует разнообразная стилистика. Она не то чтобы нужна для этого, просто вот в ней есть разнообразие, это самое хорошее. Я его позитивно оцениваю. Почему я его позитивно оцениваю? Потому что из разнообразия стилистики, да, рождаются новые идеи, новые подходы, новые традиции, чем... Ну то есть, чаще всего определенные типы стилистики отрицают некоторые методы. Некоторые методы и некоторые идеи просто вот сразу отрицаются самой стилистикой. И в этом проблема. Сейчас. Стабилизируем камеру немножко. Потому что она что-то плохо показывает. Вот как-то оно работает. Или оно нужно как эстетический элемент. Не как эстетический. Ну да, это порождение новых идей. И когда мы порождаем новые идеи, мы уже можем думать, как их проверить. Или не нужно, может быть, их вообще проверять. Что с ними вообще делать. Как с этими идеями функционировать. В любом случае, появление новых идей, это хорошо. Это хорошо в том смысле, что у нас больше различных вещей появляется в интеллектуальном мире, с которыми мы можем как-то взаимодействовать. Которые мы можем разбирать и о которых мы можем думать. Таким двусмысленным образом, с одной стороны, удостоверялось существование трансферии. Ну, Джон Дой немножко правильно здесь описывает. Хотя, понимаете, в чем дело? Я здесь скорее такой выдающийся скептик. Я скептик с позитивным аспектом. С позитивным аспектом. Античники, например, античные греки, они были... Античные греки, как плохо сказал. Греки, в общем-то, греки, скептики. Греческие скептики. Были не сторонниками, не были сторонниками плюрализма. Понимаете, в чем дело? Они скорее были не за плюрализм и не за манизм. Им было как-то плевать. Плюралистами были софисты. Ну, по крайней мере, протагоры и его некоторые сторонники, скорее всего, были плюралистами. Ну, и в метод софистики заложен плюрализм определенный. Поэтому, когда я говорю о плюрализме, я чаще всего подразумеваю софистику. Прежде всего, старшую софистику, которая как раз к таким идеям и тяготела. Недоступного охватывания мыслью, познанием, которое движется из присутствующего на личного мира, мира на личного наблюдателя. С другой стороны, о нем много что утверждалось. Говорилось о том, что этот трансцендентный обладает какими-то характеристиками, какими-то качествами. Это доказывалось логически, кстати. Люди пытались доказать логически. Я сейчас, простите, сниму наушники по той причине, что эти наушники давят мне на уши наушные раковины сейчас. И я сейчас возьму наушники поменьше, которые будут давить мне не на ушные раковины, а на уже внутреннюю часть. Поглубже будут давить, но мне нужно немножко сменить давление ушное, чтобы не одна часть уха страдала. Надо наушники себе другие покупать. Но это после закрытия кредита, друзья, после закрытия кредита. А уже все почти закрыто. Вот это тоже не вполне верно, не вполне правильная, так сказать, форма промысливания трансцендентного. Промысливание трансцендентного. Во! Из идей трансцендирования можно вывести дополнительный сюжет, маловажный, тем не менее, критику субъекта объектного дуализма. Тоже весьма традиционного... Не, ну она очень вообще молодец. Могла бы попроще подойти к проблеме, это прям вообще жестко. А можете привести конкретный пример существующей идеи, которая могла родиться только в континентальной философии? Ну, то есть, она не могла бы выйти только из аналитической. Весь постмодернизм берите, где отношение к языку довольно неоднозначное. То есть, там язык не изучается как средство точного абсолютного познания. Ну вот, вот. Ну, например, постмодернизм, практически все идеи постмодернизма, они не могли бы зародиться в рамках, ну, например, той же аналитической философии. Вот так вот. Для понимания устройства классической эпистемологии. Что подразумевается под субъектом объектного дуализма? Ну, в первую очередь, эта схема лежит в основании всей метафизики классической, но в первую очередь именно эпистемологических программ. То есть, тех программ... Друзья, просто эти наушники хуже, чем те наушники, поэтому... Ну, мне пришлось громкость повысить немножко, ну, простите. ...которые оговаривали роль и диспозицию субъекта познания, позицию наблюдателя в отношении... Ну, вот скорее, да, части это так, хотя недры метафизики горелы, понимаете, стилистика может запрещать некоторые подходы. Ну, вот, например, аналитическая стилистика запрещает большую часть подходов, так или иначе, которые не относятся к языку, к логике, к доказательству. Для аналитических идей действительно свойственно обвинять некоторые философские позиции в бессмысленности и так далее, так далее, так далее. Вообще, подразумевание... Когда мы подразумеваем, что логика реальна, тоже, как бы, если мы подразумеваем, что логика реальна, и это входит в наш стиль философствования, ну, мы определенно отменяем ряд идей, которые противоречат логике. Все тоже очень просто здесь работает. ...в отношении к тому, что он будет наблюдать, в отношении к... В целом, в целом, можно попробовать поместить уже существующую теорию, возникшую, например, в континентальной философии, в аналитическую. Можно попробовать, это и делается нередко. Ну, это, во-первых, затратно довольно-таки. А, во-вторых, идея все равно возникает, как бы, в более таком разнообразном поле стилистическом. Ну, вот так вот. ...тем познавательным практикам, которые он будет продуцировать. Проблематичность классической метафизики, а именно классической эпистемологии, использующей вот этот дуализм, заключалась в том, что под, так сказать, объектом философского познания подразумевалось самое широкое универсальное понимание всего, то есть мир в целом, в той скорой философской познании. Внутри, так сказать, научного, например, мышления, которое работает с частными картинами, субъект-объектная модель работает вполне себе добротно, и с ней не возникает проблем, но внутри... Проблема заключается в том, что наука далеко не всегда работает с частными какими-то объектами и вопросами. В науке очень много общего, очень много общего, очень много обобщения, и, на мой взгляд, большая часть обобщений, которые существуют в фундаментальных науках, они... Ну, как бы это сказать, сомнительны крайне. При метафизике эта модель дает сбой. Ну, я вам уже репрезентовал с той же самой эволюцией, с естественным отбором, который, ну, где мы их видим, нигде, это просто какие-то выводы и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Потому что, когда мы говорим об объекте, как вот о реальности в целом, то тогда у субъекте, у субъекте познания, у философском субъекте философского... Я, кстати, не согласен, что аналитическая философия бессмысленна, Джон Тови. Просто стилистически она мне меньше нравится. Ну, вот так вот. И я в целом вижу, ну, вот такие сдерживающие факторы в ней в основном. Но и в ней много сдерживающих факторов, к сожалению, наверное. Опознание. Ведь философия у нее, знаете, наверное, вот так большее устремление к порождению различных идей. Даже без разницы, насколько эти идеи будут безумными, неразумными, это, по-моему, даже плевать. Просто само возникновение идей и возможности ее рассмотрения с разных сторон, это уже огромный плюс, понимаете, это колоссальный плюс. И из таких вот рассмотрений, из таких вот идей новых порождаются целые направления в будущей какой-нибудь науке. Хорошо, Джон Тови, вы доказали свою позицию. Шадов, а как пикапить философий? Зачем пикапить, Александр? Для начала смотрите мои стримы, образовывайтесь, смотрите такие вот видео вместе со мной. Будем, в общем-то, больше познавать. А потом, со временем, вы сможете пикапить философий. Вот так вот это и работает. И никогда им не говорите, что вы смотрите хентай аниме. Говорить о том, о некоем наблюдателе, который каким-то поразительным образом вынесен за пределы этой реальности. То есть его, если угодно, онтологический статус, его метафизический статус, вообще статус метафизического субъекта внутри метафизики, представляет собой, большую проблему представляет собой такой воплощенный парадокс, с которым классическая философская мысль находила возможность мириться. А вот пост-краски вот критическая философия, современная философия, которая выступает против метафизики, она указывает на то, что здесь не все гладко. Из-за идеи того, что субъект обязан быть частью реальности, то есть он должен быть вмонтирован, инкорпорирован в саму реальность. Кого кружок прогнал? Они вынесены за ее пределы. Опа! Вот это да. Она еще и гусарля здесь, да? Эта идея является плодотворной, явилась плодотворной для многих направлений философской мысли, и в частности легла в основу возрождения большого движения внутри философии. То есть, как ни странно, действительно философия отработала в 20 веке очень тенденциозно во всех смыслах. То есть критика метафизики, она проходит через многие учения 20 века, через многие, знаете, такие вот осевые учения, которые стали в итоге важными для образования. Ну, в смысле философского, академического. Философия как феноменология. Феноменология, ее возрождение связывает во многом с именем Эдмонда Гусарля, хотя другие имена и последователи, в частности предшественники Франца Брендана, например, тоже должны быть названы, но не будет большой ошибкой, если мы свяжем, по крайней мере, канонические основания феноменологии с именем Эдмонда Гусарля. Феноменология, по определению самого Гусарля, как некая наука, если угодно, дисциплина внутри... Гусарль, кстати, действительно стремился к определенной научности вот этой самой дисциплины, то есть феноменологии. Он пытался сделать тоже философию свою, феноменологию наукообразной. Добиться, чтобы феноменология имела научную строгость, но на самом деле сущность здесь заключается совершенно в ином. Он полагал, что феноменология будет еще куда более строгой, чем наука, поскольку сам Гусарль подвергал сомнению эмпирические науки, то есть эмпирические данные, эмпирические данные, неочищенные с помощью феноменологической редукции, ну, такое себе. Он критиковал эмпириков. Философия является априорной дисциплиной, априорной психологической... Относительно того, что кто-то там критиковал метафизику, ну, критиковали метафизику и критиковали, а вот то, что Гусарль критиковал эмпиризм, это уже такое, это уже более интересное, на мой взгляд. То есть тут, видите, получается, что он и метафизику, и науку критиковал, хотя его философия претендовала на такой совершенно научный статус. Наукой, говорит он, которая должна стать каноном и органоном, такой основой основ для... Блин, ну да, кружочек засрал фикрет, а потом сам нас тоже покинул. Любых, так сказать, иных дисциплин, вообще для любого типа получения знаний. То есть, в общем-то, замысел феноменологии был в достаточной степени масштабным. То есть она должна... Да, в чате Александра Шадова выживают только сильнейшие и становятся модераторами постепенно. Была бы стать неким универсальным методом. В чем главная идея феноменологии как методологии? Подчеркнем важный достаточно мотив, что феноменология как направление... Да, это преимущественно методологическое направление. Согласен абсолютно с Гаспарян. Молодец. Хорошо. Задумывалось во многом как некая чистая... Да, это методология. Которая и мог бы быть применена к различным типам знаний, так сказать. Вообще, многие философы нового времени как бы делали акцент на том, что их философия по преимуществу методологическая. А в итоге, как бы, получается, что и в 20 век передается такая же тенденция, и вот Гуссерль ее олицетворяет во многом в 20 веке. Универсализм продиктовывалось, так сказать, вот именно вот этой чистой формальностью феноменологии. То есть это есть чистый метод, и в этом смысле как метод он может быть приложен к чему угодно. В первую очередь феноменология подхватывает идею детонсцендирования, которую мы упомянули, а именно идею того, что использование такой схемы, где речь идет о разделении на мир явленного и неявленного, на мир явления и сущности, от данной схемы следует отойти в силу названных причин. И исходить из того, что все, так сказать, доступное для познания всегда уже дано в том смысле, в котором оно дано и в том смысле, в котором бессмысленно говорить о том, что не дано, то следует отсечь измерение сущностей и сосредоточиться на самих явлениях. Гусарь предлагает термин феномены, а не явления для того, чтобы подчеркнуть, как возможно, отказ от сечения мира сущностей и как возможно сосредоточение на явлениях, таким образом, чтобы сказать, что это не какая-то виртуальная иллюзорная реальность. Ну, кстати, Дэн-Дэне, в смысле, мы делаем поддержки на турничках? Нет, не делаем. Александр, вот хотел еще в мае спросить про скептицизм, опять же, кое-что, но мне в лом было с вами волнами спорить о скептицизме. Давайте, метафическая горелла, посмотрим. Да, реальность является вполне себе подлинной и единственной возможной. Это нас может удивить, потому что традиционно философия говорила о явлениях. Кстати, относительно того, что явления являются единственной возможной реальностью, ну, я не помню у Гуссерля, что вот так вот сформулировано было, сформулировано. Может быть, она не права, может, права, я не знаю. Ну, просто это очень смелое заявление. Единственная изучаемая реальность была бы хорошо сказана, а вот единственная вообще существующая... Не обладает самостоятельным существованием, всегда уже привязана к наблюдателю, в этом смысле является, так сказать, не вполне реальным. Финология будет наставить на том, что это есть первая и последняя, да, единственная реальность. В чем суть? Суть в том, что... Ну, может быть, единственная последняя воспринимаемая реальность, то есть, оговорка или безоговорки. Если так, то феноменология получается наивный реализм, пропущенный через довольно сложный... Ужасающий ничто. Вы знакомы с феноменологией? Гусарль действительно писал о том, что феноменологическая реальность единственная из возможных существующих, то есть, другой реальность никакой не существует. Или феноменологическая реальность это та единственная реальность, которую мы можем изучать. Вот здесь два разных таких вот аспекта, я здесь не могу рассудить. Мне очень интересно, просто Гаспарян изображает здесь в данном случае из Гусарля такого вот, ну что ли, чуть ли не наивного реалиста, дефис-феноменолога, который используется довольно странными, получается, методами. То есть, это очень странный наивный реалист, получается. Очень странный наивный реалист, на которого повлиял Гегель какой-нибудь, еще кто-нибудь, кто пользовался феноменологией. Кант на него, видимо, повлиял, математики повлияли, плюс методы очищения там всякие он использовал. А, еще раз, смотрите. Гаспарян утверждает, что Гусарль считал, что, что Гусарль считал, что феномены, феномены, это единственная реальность. Все, что не феномен, это уже нереально, как бы, получается. К этому мы не имеем отношения, это методологическое утверждение, методологическое, или это сущностное утверждение. Просто Гаспарян сделала сущностное утверждение. То есть, феномены реальны, и больше никакой реальности нет. Я не помню такого у Гусарля. Я не то, чтобы большой его чтец и, как бы, профессионал в этом деле. Я читал его книжки некоторые, даже названия сейчас не все вспомню, идей листал. И, как бы, я не скажу, что я их очень внимательно читал. Если она права, ну, Гусарль получается практически наивным реалистом. Скептицизм, не знаю, наверное, вы здесь немножко не так, или я не так высказался, что-то вот странное сказал. Ждем, пока, возможно, еще ничто подведет итог. Я не знаю просто, вот он, может быть, разбирается здесь. У меня здесь вопрос, просто это методологическое утверждение или нет. И сейчас я к методологической горилле вернусь. В последний раз, когда мы дискутировали на эту тему, вы сказали, что скептицизм – это теоретическое предприятие, оно не обязательно быть практическим. Но не теоретическое, оно не строит теории. Скептицизм обычно не строит теории. Вот, вот в чем фишка. И не практическое, потому что оно может не делать практики, не строить никаких практик. Может не строить, а может строить. Может строить теории, а может не строить. То есть скептицизм скорее вне дихотомии теоретического, практического. Нужно было бы это обосновать. Феноменология подталкивается от того, что, обращая наше внимание к самому термину феномен, что такое феномен? Да, действительно, феноменология действительно зацикливается на феномене. Да, согласен. Разберем. Феномен есть не сам объект, о котором традиционная философия начинала рассуждать в духе того, является ли это объектом. Хорошо, что отпадает. Не знаю, ну то есть, если я даже тогда говорил о теоретическом, я может оговорился, может быть, ну, может поторопился. Вот сейчас вам точно скажу, что ни теоретической, ни такой дихотомии действительно нет. Объект вещью в себе или номеном, то есть является ли этот объект таким, каким он является на самом деле, или этот объект является тем, что воспринимает наблюдатель. Обычно классическая философия, говоря о... Ну то есть, действительно, главный вопрос здесь, Гаспарян изобразила вот проблему Гуссерля как, не как методологическую, не как такую вот... Ну, зря, не такую вот тут объяснение не требуется, не как феноменологическую, а как онтологическую. То есть, феномены есть единственная реальность. В этом и заключается вся онтология Гуссерля, но в таком смысле Гуссерль становится чуть ли не наивным реалистом. И в моем смысле от этого его философия становится менее ценной. Ну, потому что просто наивный реализм это, простите, полная херня, как бы... ...объектах сразу попадала в русло вот этой неизбежной диспозиции. Нам бы Полину сейчас, Полина читала много Гуссерля. Для меня, да, для наблюдателя или помимо наблюдателя на самом деле. Так вот, феноменология, используя термин феномен, старается увести нас от этой непродуктивной вилки, если угодно, указывая на то, что феномен это не сам объект, а то, как дан объект. Ну, как дан объект, это не значит, что он реален или нереален. Объект дан наблюдателю. Да. Это не значит, что это есть реальность. Ну, то есть, в определенном смысле. В этом смысле это не, так сказать, то, что, это то, как и в чем это что дается. И это единственная реальность получается. И вот такое изменение оптики позволяет отвлечься от разговора о самих объектах. Да, феноменологам определенно плевать на ноумены, ну, то есть, то, что лежит за феноменами, ну, странно. Объектах, которые неизбежно уводят нас в двойственность, в сомнения о том, является ли этот объект... Вот, убрать сомнения в том, является ли этот объект феноменологи... Нет, ну, смотрите, вот она сейчас, наоборот, вроде бы начинает объяснять, что это скорее методологическое, чем сущностное. Понимаете, ужасающую ничто. То есть, она, может быть, оговорилась, может быть, что-то не туда пошла, потому что, ну, если это методологическое, то окей. То есть, уйти от дихотомии, не задаваться вопросом о ноуменах, о том, что лежит за пределами феноменов, и все будет хорошо, в принципе. Вот так вот, если это так поставить. Или вот реально, вот феномены, это все, это реальность. И дальше уйти, ну, не то чтобы нельзя, дальше просто ничего нет. Ничего нет дальше феноменов. Есть только феномены в мире. Это два разных утверждения. Мы работаем с двумя разными утверждениями. Какое из них относится к Гусарлю? Представленным таким, каким он является сам по себе, или наблюдатель, и всегда уже искажает его, и получает что-то доступное только его собственному видению. Феномен нас от этой непродуктивной диспозиции уводит. Вот указывая на то, что если мы сосредотачиваемся на том, как даны объекты, на самом акте психического схватывания объектов, на условии возможности того, что делает тот или иной объект доступным сознанию. Само, если угодно, вот сама моя мысль, которая направлена на этот объект, не сам стол, а то, как мне этот стол дается, как я воспринимаю этот стол. То, во-первых, это и называется феноменом, в отличие от традиционного словаря явления, это и есть феномен. И вот в таком феномене нельзя сомневаться. Если мы можем сослагать... Ну, по Гусселю, Гуссель, кстати, действительно сформулировал такую позицию по отношению к феноменам, что в нем усомниться сложно. Ввиду того, что нам все-таки что-то дано, понимаете? Вот другой вопрос о реальности этого чего-то, честно говоря, да тут уже, понимаете, сама Гаспарян, может быть, заговорилась. На мой взгляд, она заговорилась. Сами объекты все время сомневаюсь. Доподлинно мы их... Потому что Гуссель эпохи использовал и так далее, и так далее, и так далее. Эпохи, напоминаю, это скептический подход, метод. Ну, правда, он его выделил из скептицизма, ну, такое. Воспринимаемый с некоторым... Феномен... Проблема в том, как мы феномен объясняем, а то, что феномен нам как-то дан, но он действительно нам как-то дан. Изучение этого, этой данности, ну, является важным. Предскажением, что сомневаться в собственном акте схватывания того или иного объекта нельзя. Собственно, можно, то, что я схватываю, непонятно, кто я схватывает. Но какое-то я, наверное, тоже есть. Тоже данное нам, возможно, как некая совокупность феноменов. Феномены сами как-то схватываются. То есть, что-то перед нами происходит, протекает. Ну, то есть, в такой формулировке это чисто методическое, получается, чисто методологическое. С одной стороны, ну, то есть, что важно для нас, чисто методологическое. И при этом, да, действительно, в этом сомневаться довольно трудно. И понимаете, в чем еще дело? В таком случае это чисто методологический подход, который восходит еще к философии Кортезия. Я напоминаю вам, что Гуссель очень много читал Кортезия. И продолжая эту идею, ну, давайте скажем, что Кортезий действительно искал непосредственно очевидности, самоочевидности. И вот здесь одна из очевидностей, которую Гуссель нашел, вроде бы, нашел. Да, да. Это все-таки методологическое, я думаю, ужасающее ничто. Логично было бы предположить, что это чисто методологическое, а не сущностное в том смысле, что это реально существует. Даже если мы ошибочно, например, воспринимаем сам объект, мы не интересуемся объектом, мы интересуемся... Вот, мы не интересуемся реальностью, получается. Значит, оговорка, оговорка у Госпорян была. Актом моего схватывания. А вот самим этим схватыванием, самим сознанием, то самим моим, если угодно, сознанием, само моё сознание, сам акт схватывания, сама психическая направленность мысли никогда не может быть ошибочной. Если я воспринимаю какой-то объект каким-то образом, потом, к примеру, я обнаруживаю, что этот объект являлся не совсем тем, что я подразумевал, то в данном случае я могу сомневаться в самом объекте, но то, как я его схватил в самом начале, вот сам этот феномен был для меня абсолютно реальным. Да, верно. Бутылка. Феномен, вы ее воспринимаете, вот, она явилась перед вами. Мы можем сомневаться в том, что она реальна. Я понял, что это мемы, ну, не так ли, но тут, понимаете, тут еще ужасающий ничто пишет, я так и не понял ее. Бутылочка, 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 и шадов тоже, да, вы воспринимаете нас. Но мы можем оказаться нереальными, может быть мы не существуем в мире, может быть это все иллюзия, может быть это, не знаю, вообще все что угодно, там, не знаю, программа какая-нибудь в интернете, в мозг нам вещает изображение, на самом деле мира нет никакого, не важно, и предмета нет. Но сам факт того, что, предмета может не быть, но сам факт того, что мы что-то схватываем, есть какая-то вот форма, которую мы схватываем, захватываем, видим, трогаю, я сейчас, она холодненькая такая. Это методологическая, ну, то есть, у гусар не интересуется, судя по всему тем, ну, судя по тем словам, которые были сказаны, не интересуется тем, существует ли этот самый предмет, ему плевать, существует ли этот предмет, важно, что он воспринимается, и есть акт схватывания. И на этом базируется методология феноменологии. Ну, то есть, здесь чисто феноменологическая, я думаю, Гаспарян просто вначале оговорилась с существованием вот этой самой реальности. Может быть, она, может быть, следовало сформулировать эту фразу таким образом, вот, для гусарля наиболее существенным является вот этого существования феноменом, и феноменов и большего нам не дано. Больше этого схватывания, ну, мы не можем каким-то образом претендовать на что-то вот большее, менее объективное, более объективное, на что-то более объективное претендовать, видимо, не можем. Из этого основания мы можем уже исследовать философию дальше. Садыков спрашивает, а в чем смысл этой хуйни? Найти самоочевидность. Напоминаю, что и ученые, и кортези, и вообще философы нового времени занимались поиском чего-то самоочевидного. Как только мы получаем самоочевидную посылку, абсолютно очевидную, бесспорную, из этого мы можем уже пытаться выводить последовательные, стройные какие-то вот теории, взгляды, которые базируются на этом очевидном. Если мы базируемся на неправильной посылке, и все рассуждения будут неправильные, если посылка окажется правильной, ну, у нас есть шанс на то, что наши суждения окажутся верными. Вот так это работает. В европейской культуре, по крайней мере. На сущности и явления можно отказаться. Можно сосредоточиться только на самом сознании. Ну, то есть, видите, отказывается от сущности и явления. Окей. На том, как сознание воспринимает те или иные вещи, понимая, что работать с тем, как сознание не воспринимает, работать с тем, что, если угодно, лежит за пределами сознания, мы точно не... Александр, понимаете, в чем дело? Относительно этого самого схватывания предмета, вот вы ее видите, вы ее схватили. Уже сам акт схватывания, он является правильным. Мы не задаемся вопросом, есть бутылка, нет бутылки. Мы не задаемся о вопросе, не знаю, есть шадов, нет шадов. Мы не задаемся вообще о всех вопросах. Главная цель взять эту бутылку и схватить ее своими восприятиями. И все. Медвижский горилла спрашивает. Переначу вопрос тогда. Разве из того, что скептицизм не привязан к практике, не следует, что существует некая объективная реальность, которую скептицизм не может на практике подвергнуть сомнению? Да нет, нам плевать. Скептикам плевать просто в данном случае. А вот относительно феноменологии, именно самого этого акта схватывания, вот это вот можно взять как некое, что подвергнуть сомнению, ну вот крайне трудно. Вот феномен подвергнуть сомнению крайне трудно. Вот действительно крайне трудно. Не, Александр, мы смотрим без перерыва. Не можем. Поэтому именно в этом смысле речь идет об отсечении мира сущности и сосредоточении концентрации на самом способе восприятия. То есть, ну другая проблема заключается в том, что из этого самого способа восприятия неизвестно, что дальше следует. Ну, мы очистились от всего, вроде бы из-за каких-то положений изначальных мы получили очевидность, и из-за этой очевидности мы можем двигаться дальше. Да, ужасающий ничто, лекция заказана полностью. Мы будем смотреть ее и в следующий раз, видимо, послезавтра уже. То есть, ну лол, от того, что мы, в общем-то, узнали, что мы воспринимаем вещи, поняли, как мы ее воспринимаем, из этого нихера не следует. Видите, Гуссель-то отказывается от определения существования той или иной вещи. И что с этим дальше как бы делать? Решает ли это какие-то вопросы, в сущности, непонятно. А кто-то все еще считает, что за феноменом что-то есть и по сущности. Да, много кто считает, наверное, Андрей, много кто считает. Почему нет? Ну вот, например, допустим, если за предметом есть сущность, и этот вопрос нас очень сильно интересовал долгое время философов, феноменология не дает нам на этот вопрос никакого ответа. Понимаете, на большую часть философских вопросов, которые нас интересуют, ответа не дается. Дается вопрос, ответ на один из вопросов, вопрос самоочевидности, конечно же, очевидности чего-то вообще. Ну просто в итоге мы возвращаемся к такой средневековому высказыванию факты немы. Понимаете? Да, феномен вот он как бы, мы же это воспринимаем. И это в каком-то смысле в виде нашего феномена существует, именно вот в этом смысле. Но как факт, как феномен, он сам по себе нем, ничего нам не говорит, и с этим работать вообще нельзя. Как отличить шизофреника от философа? Вот смотрите, если там написано «осминог бесконечности», это значит философ. А если написан «заговор искусства», это значит шизофреник. Шутка. Ну и не против шизофреников. Важнейший механизм, в котором реализуется вот та программная часть, которую мы обозначили ранее, это механизм интенциональности. Угнетатель, вообще уберите к черту органы чувств, как бы. Органы чувств вообще идут пока что нафиг. Я не понял, если органы чувств получают из реальности, сколько еще реальность, вы тут написали нам реальность, информацию, факты через органы чувств, то как сознание может оперировать абстрактными сущностями и откуда они берутся? А, абстрактными сущностями, ну... Сейчас, давайте прочитаем еще важнее. Еще, еще раз обстоятельнее прочитаем. Я не понял. Я не понял. Если органы чувств получают из реальности информацию, факты, информацию, факты получают, если, да, если получают, но если получают через органы чувств, то как сознание может оперировать абстрактными сущностями и откуда они берутся? Ну, мы их придумаем, мы с ними работаем непосредственно, мы их воображаем, мы их создаем. Так же, как мы создаем игру в шахматы, например, или какие-то другие интересные моменты. Вот, вот. То есть, мы создаем разные абстрактные сущности. Эти абстрактные сущности, они присутствуют даже в той же науке. Вообще, понятие органы чувств, это тоже в определенном смысле абстракция. Ведь за этой же абстракцией что-то лежит, конечно же. Наверное, что-то за ней лежит. Она же не просто так, да, написана. Не просто так существует. Ну, органы чувств мы ими воспринимаем, и как бы все, да? Это абстракция, это абстракция, определенная абстракция. Реальность абстракция, факт сам по себе тоже абстракция и так далее, и так далее, и так далее. Как ты их придумываешь? Это уже другой вопрос. Может быть, вы их воображаете, угнетатель. Может быть, не знаю. Может быть, они уже заложены в вас. Не знаю, если по-старому. По юму абстрактные объекты это слабые копии перцепции, пишет Андрей Лемон. Ну, я здесь не согласен с юмом. Он правильно пишет, но с юмом я здесь абсолютно не согласен. Слабые копии перцепции. Ну... Может быть, перцепции это слабые копии абстрактных объектов. А? А? Как вам такой тейк? Тейк? Концепт интенциональности, если угодно, важнейший для феноменологии, который призван показать, каким образом реализуется снятие, разделение на сущности и явление, и реализуется данность и достоверность самих феноменов. Что такое интенциональность? Поясним. Интенциональность, которая буквально восходит к слову интенсио, то есть направленность, означает... Интенциональность, если как-то в переводе, да, если с латинизированный корень перевести на русский, то, наверное, нужно было бы говорить о направлении. Что такое интенциональность? Интенциональность это направленность. Таким образом, что означает направленность? Направленность чего и на что? Направленность мышления на объект. Интенциональность оговаривает важнейший... Объект мышления. В общем, в виде она формулируется как такого рода направленность, которая указывает... А вы уверены, что это рационально что-то редуцировать к биологии вообще? То, что мысль никогда не может быть пуста, она всегда есть мысль, направленная на какой-то объект, всегда уже содержательно нагруженная мысль, и в этом смысле мысль всегда есть мысль о чём-то. Немножечко ещё поясним, о чём идёт речь. Вот можно считать, что есть обычная классическая, в классической философии, использующая субъект объектный дуализм, речь шла о том, что мысль может существовать как сама по себе, некое субстанциальное образование, как мы ранее упоминали, собственно, классические положения, классической метафизики, мысль может и не нуждаться в каком-то материале, в каком-то содержании для того, чтобы состояться как некая реальность. Соответственно, если угодно, так же, как объекты не нуждаются в том, чтобы быть промысленными. Есть тот, кто... Есть вот этот сам субъект, независимый от объекта, есть объект, независимый от субъекта. Если угодно, за субъектом в классической философии закреплялась такая же независимость, как эпистемологическая, так и омпологическая, как за объектом. Интенциональность, которая говорит о том, что мысль направлена, имеет в виду для начала такой психологический нюанс, как его сразу же ухватить. Ну, у нас есть состояния, в которых мы не направлены. То есть, интенциональность не всегда, в общем-то, за нами следует. То есть, есть разные степени интенциональности, как минимум, мы можем так это выразить. С интенциональностью все неоднозначно. Ну, ладно, все равно все правильно, все правильно. Ну, попробуем представить себе о том, что мы мыслим, но мыслим, но ни о чем не мыслим. Вот попытаемся себе представить такую ситуацию, что мы можем ни о чем не мыслить. Процесс мышления есть, а никакого содержания в нем нет. Вот я не думаю ни о том, ни об этом, ни о третьем, ни о четвертом. Типичное женское мышление. Это шутка, кстати, но... Вообще ни о чем не думаю, но тем не менее, я о чем-то думаю. Нет, мы просто можем не мыслить вообще, тогда интенциональности не будет. Моя мысль пуста, но тем не менее мысль свершается. Блин, это по-буддийски. Моя мысль пуста, но мысль совершается, на самом деле, по-буддийски. Это может быть возможно даже. То есть можно Гусарля опровергнуть тем, что как раз есть определенные буддийские практики. Но не опровергнуть, а хотя бы усомниться в том, что Гусарль здесь прав. В этом смысле процесс мышления. Именно вот матхиамики, которые пытались мыслить о пустоте. Продолжается, продолжая меня как субъекта. Вот феноменолог скажет нам, что это невозможно. Акт мышления как некое нереальное событие возможно только в том случае, если мы ее всегда уже держим. То есть одна из главных целей буддиста матхиамика помыслить пустоту, пустотность дхарм, пустотность всех таковостей, то есть пустотность всех феноменов и восприятий получается. Ведь по сути дхармы это определенные части феноменологического мира, вот такого психофизического внутреннего мира буддиста матхиамика и не только матхиамика. Но при этом матхиамика ощущает, что они все пусты. То есть любое содержание, которое в них присутствует, оно в существе своей является пустым. И получается, что матхиамика с одной стороны противоречит всему раннему буддизму, а с другой стороны противоречит феноменологии Гуссерля. Интересно. Просто интересное замечание. Какой-то объект, некий полюс, на который направлено психическое внимание. Если угодно, как в анекдотической ситуации, когда говорится о том, что мы можем попробовать не думать о желтой обезьяне. И как бы мы ни старались, мы будем, не думая о желтой обезьяне, думать про желтую обезьяну. Плевать на желтую обезьяну. Как и здесь. То есть медитативный опыт, согласно феноменологии, медитативный опыт, когда речь идет о том, что, собственно, медитация вводится, мышление есть, но то, о чем мы могли бы мыслить. Некоторая предметность, слой за слоем снимается, я не думаю, как происходит вхождение в медитацию. И вот я об одном уже, я не думаю о делах, я не думаю о себе, я не думаю о каком-то окружении. И об этом одно за одним угасание происходит, выключение различных содержаний моего мышления, но медитация преследует попадание в ту точку, когда от всех содержаний мы отказались и остались наедине с одной только чистой мыслью, мыслящей саму себя, если угодно. Не что-то внешнее, а саму себя. Так вот, интенсиональность... А мысли, которые не мыслят ничего, как вам такой тейк? Оговаривает невозможность такой процедуры. А вдруг возможно? Указывая на то, что мышление есть только тогда, мысль есть только тогда, когда она удерживается вот этим вот пришито, привязано, пришпилено. Ну, у буддистов, получается, есть отшпиливание, так скажем, практики, которые приводят к отшпиливанию. Не знаю, насколько это достоверно, но вроде бы говорят, что они есть. Объекты, на которые направлены. Вот что имеется в виду под направленностью на. Сознание принципиально направлено на объект. Почему это важно? И почему в данном случае речь идет о вкладе принципа интенциональности в критику субъекта объектного дуализма, а в действительности в расшатывании догмы субъекта присутствующего? Дочь Бояршинова говорит, что Хайдеггер почти все у Гессерля, ну у Гессерля, понятно, подрезал. Насколько это правда? Относительно феноменологии Хайдеггера у него с феноменологией он, так скажем, не то чтобы на вы, но в его тексте, ну, например, связанном с бытием и временем, там не очень много по феноменологии. Как ни странно. Там буквально несколько раз он используется методом феноменологии и, знаете ли, как бы, это не то чтобы похоже на подрезание. Во-вторых, что такое подрезал, если вы правильно ее мысль как бы изображаете, Хайдеггер был учеником, Гессерля-то, в смысле, подрезал. Гессерль некоторое время считал, что Хайдеггер, вот, есть только два феноменолога настоящих, это Хайдеггер и Гессерль, как бы, они вдвоем, понимаете, есть две феноменологии, вот, вот они. Они вместе, как Чип и Дейл, как бы, идут по пути философии замечательному. В смысле, подрезалось, один был учеником другого. Вопрос в том, насколько Хайдеггер далеко ушел от своего учителя, получается, здесь, а Хайдеггер ушел далеко. Притом, не знаю, то ли в сторону экзистенциализма, потому что он начал разбирать не столько феномены, сколько само бытие, существование, то есть даже бытие, присутствие, ну, есть определенные переклички с экзистенциализмом, как ни странно. Хоть и абстрактно, хоть и Хайдеггер себя не называл экзистенциализмом, но есть, есть, есть. То есть, Хайдеггер реально очень далеко ушел, очень далеко ушел от Гуссерля. Общие позиции есть. Да, та же его феноменология, не феноменология, а хайдеггерское восприятие, тема воображения. Ее он у Канта подрезал, вообще-то, подрезал ее у Канта. Это философия воображения Хайдеггера подрезана у Канта. У Гуссерля есть какие-то, знаете, интуиции, что ли, которые так или иначе созвучны с этими идеями, но интуиции, которые так или иначе созвучны с этими идеями, это не значит подрезал, понимаете, в прямом смысле. Доработал, разработал, переработал. Поэтому, ну, очень смелое утверждение, если вы правильно переводите ее слова, очень смелое. Она просто говорила, что Хайдеггер переоценен, Гуссель лучше, я тоже так считаю, на самом деле, как ни странно, но Гуссель просто основатель очень важной философской тенденции в философии 20 века. Хайдеггер тоже хороший, силен, но он вторичен. Вторичен по многим параметрам и показателям, ну, просто вторичен. Его философия бытия, ну, простите, нет, не то, чтобы она отдает прям невероятной какой-то новизной. Да и Хайдеггер сам себя, знаете, называет таким вторичным мыслителем, который отсылает нас к древним грекам, к десократикам, которые на самом деле, по мнению Хайдеггера, как раз оперировали правильным пониманием бытия. И Хайдеггер, понимаете, он даже для самого себя выступает таким философом, который возвращает нас к древности, возвращает нас к грекам, то есть, ну, ну, то есть, понимаете, тут даже Хайдеггер сам бы согласился. Так. Я пытаюсь дать определение жизни, у меня не получается этого сделать так, как это понимают люди. У меня либо все пространство и все есть жизнь, либо жизни нет. Вы просто забейте на жизнь, и все. Жизнь это абстракция, во-первых. Глажно понимать, что жизнь это абстрактное понятие. Что есть жизнь, а что есть не жизнь, а... Тем более, давайте посмотрим на какие-нибудь вирусы. Вирусы это определенного рода маленькие-маленькие-маленькие такие вот штуковины, которые могут двигаться, и двигаться вроде бы, знаете, целенаправленно. То есть, они выполняют определенную функцию, делают что-то определенное. И... и... вот так вот получается. А я не возвращаю вас к древности, Джон Дой. Я никого к древности не возвращаю. Я не тот скептик, о которых мы обычно привыкли говорить. Я не античный скептик. Я давно перерос античный скептицизм. Вообще, когда я начинал свое философствование, я не пользовался термином скептицизм. Я критиковал скептиков с самого начала. Ортодексология началась не то, чтобы со скептицизма. Скептицизм для меня удобный ярлык. Один из самых удобных. Ну, потому что мы сразу попадаем в определенное поле концепций таких вот отрицательных... даже не отрицательных, не отрицающих, довольно интересных. ...в классической метафизике. Ну, как мы уже сказали, вот нетрудно догадаться, что если интенциональность оговаривает принципиальную направленность мышления, а значит и мыслящего, на что-то внешнее этому мышлению, внешне мыслящему, то в обратную сторону, если угодно, инверсивно, если это утверждение прочитать и осознать, у нас будет получаться, что субъекта, то есть самого мышления, мысли, нет до того, пока не появится сам объект. То есть вот это классическое представление о том, что мышление самостоятельно, субстанциально не нуждается в объекте, а мышление есть фактически сам субъект. Да, зачем удалили, что там было-то? И вступай в МММ, всем платят. В чем проблема-то? Блин, как восстановить сообщение? Никак. Ладно, ладно. Модераторы, пожалуйста, не торопитесь удалять сообщение, там только запретными словами удаляйте, пожалуйста. Субъект в том смысле субъектен, в котором есть воплощенное реализованное мышление. Речь идет о том, что такое мышление не начнется, если только оно не оттолкнется от объекта. В этом смысле происходит критика классического субъекта, который оговаривал независимость субъекта от каких-то внешностей, которые он мог бы познавать. То есть классическое определение мышления, мысли, сознания, которое использовало ключевой термин рефлексия, то есть направленность, если угодно... Да, кстати, с рефлексией у меня тоже все очень сложно, потому что не люблю этот термин. Направленность, но сознание, самое себя, то есть мысль соотносилась сама собой. Сознание есть тогда, когда мысль удостоверяет свое собственное присутствие, независимо от того, независимо от чего-то внешнего этому сознанию. То феноменология в рамках механизма интенциональности говорит о том, что до, призывая нас отказаться от терминов, кагитальность, рефлексия классических... Ну, кстати, я не представляю себе, как рефлексия может направить себя на сознание, ну, то есть само на себя. То есть не может направить мышление само на себя, не представляю, как это вообще происходит. Мне кажется, что мышление, когда пытается направиться на себя, оно создает модель мышления. Когда оно создает модель мышления, ну, это не есть само мышление. То есть, чтобы мышление было направлено само на себя, ему приходится создавать теорию мышления. И когда оно создает теорию мышления, ну, окей, это то же самое, что какие-то объекты внешнего мира создавать. Термина. Ну, изучать, ну, то же самое. Какая-то рефлексия тогда, никакая ненаправленность. Саму возможность рефлексии еще требуется доказать, перед тем, как именно философская рефлексия, перед тем, как утверждать, что она существует. Физики, которые указывали именно на то, что мысль соотносится с самой собой. Сознание это есть мысль о мысли. Интенциональность указывает на то, что до направленности, до этого выхода за пределы самого себя мышления нет. Что важно, что интенциональность не является признаком субъекта, но является свой. Так, Медвический Горелый продолжает задавать вопросы. Ну ладно, тогда как? Вы можете мыслительно на уровне внутренних ваших состояний теоретически подвергнуть сомнению то, что вы не сможете прожить без еды и воды 3 года. Но на практике вы этого не сделаете. Да, нормальное дело. Ну то есть это обычное дело. Я допускаю, что может быть, возможно какие-то мистические, необычные, странные состояния, которые позволяют нам существовать без еды и воды бесконечное количество времени. Неизвестно, непонятно. Некоторые учения повествуют, что такое возможно. Понимаете, в чем дело Медвическая Горелла? Но я все-таки догадываюсь, что как-то из этого могут возникнуть какие-то трудности. Какие-то трудности. Разве это не указывает на то, что есть некая реальность, которая не поддается сомнению? Нет, Медвическая Горелла, это не указывает вообще ни на что. Практика ни на что не указывает. Понимаете, практика вообще ни на что не указывает. Никогда не указывает и не может ни на что указать, на что-то истинное. То, что существует какая-то реальность или какая-то реальность. Вообще не важно. Это просто практика. Я взял бутылку, я открутил у бутылки вот эту штуку, крышечку, и выпил воду. Смотрите. Это практика. Никакого отношения к реальности она не имеет. И то, что я с помощью каких-то своих предрассудков иногда пью воду, ну такое себе, такое. Лучше, понимаете, вы сводите все к практике. На самом деле, ничто к практике не сводится, именно теоретически, именно познавательно. Никакая реальность не сводится, в общем-то, к практике. Ну, практикуйте вы и практикуйте. Может быть, какое-нибудь там, знаете, племя будет думать, что, в общем-то, надо сидеть на стропоне всю свою жизнь. Они сидят и думают, блин, я как только встану со стропона, все, все, я умру сразу же. Я просто сразу же умру и будут сидеть всю жизнь. И потом какая-нибудь метафрическая горилла будет задавать вопросы такие. Ну вот вы, не знаю, какой-нибудь убер-маргинал, убер-маргиналович. Вы типа скептик, да? Ну, может быть, вы попробуете встать со стропона? Может быть, стоит встать с него? Ну, а то вы сидите на нем всю жизнь. Может быть, вы выживете, если встанете с него? А? 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 А он такой, не, я не встану. В этом и заключается мой скептицизм. Все. Ну, друзья, все здесь просто. Здесь практика ни на что не указывает. Да, практика указывает на практику. Это верно. Практика указывает на то, что мы можем сделать что-то, что мы считаем полезным. Притом, ну, разные люди считают полезными разные вещи. Тут даже с водой, не с водой, с чаем, с соком. Мы можем пить вообще разные вещи. Есть люди, которые просто не пьют воду, а не пьют другие вещи. Я не знаю, есть люди, которые не едят одну еду, но едят другую. Есть вегетарианцы, есть мясоеды. Есть люди, которые сыроедением занимаются и так далее, и так далее, и так далее. Все очень разное. Вы, опять же, апеллируете разными абстракциями. А теория, от чего берется, откуда? Разве теория не берется из практики? Нет. Теория далеко не всегда берется из практики. Берем математику тоже. Математика, в определении, долгое количество времени, несколько тысячелетий, почти с чем-то, вообще никакого отношения к практике не имела. Понимаете, тут просто плевать. Но на математике были построены многочисленные теории. Ну, например, платонизм. Платонизм, пифагоризм и многие-многие-многие другие. Окей, окей, хорошо. Разве теория не берется из практики? Из практики. Из практики. Теория часто объясняет практику. Это да, но это не значит, что она из нее берется. Вот тоже тут важно понимать. Такие разграничения. То есть, характеристика из субъекта. Что вот есть субъект, и еще ему присуща такая способность, как направляться на объект. Нет, субъект... Да, Андрей, правильно пишет, и матиша была вообще мистической, религиозной темой. Да, верно. Я, кстати, на стриме с Бояршиновым это сказал, и он такой немножко проглотил слюну, потому что как бы он пытался... Ну, неважно, узнаете, узнаете, там очень интересно было. Просто, понимаете, Бояршинов довольно осведомленный человек в области истории, как минимум, такой вот философии и науки. И когда он пытался защитить такие противоположные моим концепциям, я говорил вещи, которые мы оба, в принципе, хорошо знали. Понимаете, и как бы тут появлялись такие неловкие моменты. Стрим с Бояршиновым очень хороший. Если вы вначале переждете, вот он там немножко подушит, подушит сначала, там порассуждает про теории физические, как он любит. Ну, то есть, мне даже было интересно слушать, но на гостевом стриме он, конечно, немножко задушил там, ну, неважно. Потом начнется самое то, самая мякотка, друзья. И он меня, кстати, приглашал еще на следующие какие-нибудь стримы, встречи. Я с ним обязательно встречусь, наверное, еще раз, может быть, через месяц, через два. Ну, будет зависеть от того, как это все у нас там будет работать. Надо в сезоны сгонять с ним вместе, вот это будет топ. С камнем, с тем самым камнем посидеть рядом, который держал в руках Храбров. Это происходит как бы одномоментно, это единый акт, одноактное событие. Удостоверение объекта и возвратное удостоверение субъекта. То есть, я, мышление есть тогда, когда оно встречается с вещью. До встречи с вещью его нет, но и нельзя говорить о том, что это какое-то свойство самого этого я. Я появляется как результат, как следствие самой встречи. В этом смысле, согласно феноменологии, интенциональность является не этим первичным феноменом, первичным событием, которое в качестве своего следствия формирует появление двух сущностей. Объекта и субъекта. Вот именно такие. Ну, дочкой с дочкой можно попробовать Бояршину. Одна у меня есть в списке потенциальных, в общем-то, людей, с которыми я хотел бы застремить. То есть, вполне. Просто понимаете, в чем проблема? Я не знаю, какая у нее специальность пока что. Феноменология, что ли, получается? Если она феноменолог, то будет очень интересно мне, но не очень интересно вам. Это как-то так работает, понимаете? С феноменологией. Да. Таким образом. Ну, резюмируя, здесь вот можно обратиться к описанию того, как происходит восприятие чего бы то ни было с помощью активно развертывающейся интенциональности. Фрагмент взят из работы самого Гуссерля. Собственно, в этом фрагменте оговаривается... Медвежская горилла, понимаете, в чем дело? Гуссерль как бы проводил свой проект как раз под лозунгом строгой науки. Эта самая феноменология должна была стать еще более строгой наукой, чем вообще вся эмпирическая наука вместе взятая. Вот. Это как-то так работает у нашего замечательного Эггмунда Гуссерля. И поэтому как бы вот все отлично, все отлично. То есть она могла бы стать еще более строгой наукой. И стать базисом для всех наук. Гуссерль как раз мечтал о том, чтобы его феноменология стала фундаментом для всего научного знания. Ибо эмпиризм, он нечистый. Он нечистый на руку, он нечистый на глаз. Он постулирует всевозможные идеальные сущности. То есть любой эмпирический опыт, любой эмпирический факт включает в себя теоретические описания, идеалистические описания. То есть, ну, вокруг этой бутылки очень много мифов, легенд, каких-то всяких вещей, которые не принадлежат к самому феномену этой бутылки. То есть эту бутылку описывает огромное количество всего вообще. Ну, или какое-нибудь животное, например. О, естественный отбор, там у него эволюция, инстинкты какие-то. То, что мы не видим, то, что мы не воспринимаем, и наука вот этим вот пользуется и говорит. Ну, это факт, это факт, и с этим никак нельзя поспорить. Хотя вот Гусарль мог бы с этим поспорить. Мог бы. И наука, если бы она последовала по пути Гусарля, она была бы совершенно иная. Она бы вообще была о другом. Идея того, что восприятие того или иного объекта, любого, всегда происходит как некое достраивание. Действительно, если мы вдумаемся, если внимательно присмотримся к тому, как мы воспринимаем вещи, то обнаружим, что странным образом то, что мы считаем объектом, например, куб, или, например, дом. Мы смотрим на что-то и говорим, это дом. В действительности, если мы аккуратно, так сказать, более внимательно обратимся к тому, что происходит, с чем мы имеем дело, то мы увидим, что то, что мы назвали домом, это что мы наглядно увидели. Мы увидели, ну, например, какой-то квадратик и какие-то досочки. Мы никогда не видим дом целиком. Мы не можем охватить то, что мы наглядно видим глазами здесь и сейчас, мы видим, например, фасад. Но почему-то мы считаем, что мы мыслью быстро обегаем дом кругом или обегаем куб кругом, и называем этот объект домом, а не называем точечно тем, да, ну, каким-то средоточным пикселем, точек, картинок, которые непосредственно даны. То есть мышление обладает вот этой способностью. Да, видите, мышление обладает способностью домысливать, да. К достраиванию. Да, достраивать именно, да. Ее нужно снять. Наша направленность на объект. И когда мы воспринимаем какие-то факты в рамках науки, наивные ученые, именно вот потому, что Гуссерлих называет как раз наивными, эти эмпирики, они все очень наивные, они прямо воспринимают свои вот эти вот способности к достраиванию как непосредственно факты. То есть в научных фактах уже представлено много всего личного. Вот это вот содержание мыслительного сознания, идеалы различные, идеализм, в общем-то. То есть внутри эмпирического познания в рамках науки есть определенная степень идеализма, как ни странно. Который постулируется, но вот просто так, потому что это проще всего сделать. Потому что для того, чтобы воспринимать предмет более чистым путем, то есть феноменологически, нужно затратить колоссальное количество усилий, что ни один ученый не делает. Вот все. Она достраивает сам объект, но что важно, что в действительности вот в подобного рода актах схватывания, а все акты восприятия устроены именно таким образом, для того, чтобы они стали возможными, для того, чтобы нечто было воспринято. Не знаю, относительно того, что все устроены так, можно попробовать как-нибудь поспорить, но окей, окей. Должна происходить вот эта акция. Это уже с Гуссерлем, это не с Гаспарян. Мы будем спорить здесь не с Гаспарян. Гаспарян молодец. Активная работа по... Гаспарянам больше, чем Гуссер, не знаю. ...достраиванию до некой целостности. Так вот, это достраивание достраивает не только сам объект, оно достраивает и самого воспринимающего, если угодно, да, то есть само я, самого субъекта до вот этой некой мыслительной полноты. То есть фактически... Умнитатель, о чем вы? Не дом, а здание, дом, субъект? Что? Куда? Зачем? Будучи направленным на некий объект, вот процедура достраивания, которая делает возможным схватывание определенных смыслов, не того только, что дано непосредственно, а того, с чем в действительности работает наша мысль, с домами, с кубами, со столами, именно с этим... Кубами, кубами, поцелуй меня своими кубами. Мы работаем. Вот это достраивание работает и в обратную сторону. Мы складываемся как субъекты восприятия. Внутри самой этой процедуры интенциональности, а никогда не предшествуем ей. Блин, если бы не вот эти... То было бы веселее. Здание включает понятие дом, но на самом деле обеих этих штук не существует. Ребарков, ну что за фигня? Зачем вы оскорбляете Гаспарян? Она, по-моему, наоборот, очень красивая женщина. В чем проблема-то? Да, понятие здания включает понятие дом. Действительно, правильно. Только это все понятие. Ну, то есть, Влад Барков, Андрей об этом и написал. Здание может быть не домом, потому что здание включает понятие дом. То есть, понятие здания более срокое понятие, чем понятие дом. Да, да. Дом не... Кстати, Джон Дуэ, дом не обязательно является зданием. Напоминаю вам великую цитату Хайдеггера. Язык дом бытия. Как вам такой тейк, да? Язык дом бытия. Получается, что действительно не всякий дом является зданием. Это смешно, кстати. Кайф. Ну, Андрей, понимаете, я не очень люблю универсалистов в целом. То есть, я люблю потроллить универсалистов с помощью номинализма радикального. Это прикольно всегда. Хотя и в номинализм не особо верю. Александр, можете вкратце пояснить за неоплутонизм? А что там поясняется, метафрическая горилла? Что вам там непонятно? Неоплутонизм очень большой, очень разный. Включает в себя колоссальное количество школ от римской до александрийской. И это только малая часть. Огромное количество школ. У каждой школы есть свой основатель. Каждый основатель из этих школ и некоторые выдающиеся их представители предлагали довольно различающиеся учения, у которых были некоторые общие черты. Например, разбиение на определенные триады. Возьмем Плотина. Например, у Плотина, хотя он и не основатель неоплатонизма, там у него еще учитель был, но тут неважно. Плотин один из самых известных неоплатоников. Неоплатоников. Так вот, у Плотина имеется три сущности. Единое, начало, самое главное, начало, точка какая-нибудь. Возьмем как точку, вот эту вот штучку черную. Единое. Из единого у нас эманирует некий разум. Логос, логос, логос. Из логоса эманирует мировая душа. То есть у нас последовательно вот так что-то переходит в что-то. Раз, два, три. Раз, два, три. Из третьего, из мировой души у нас эманирует космос. У нас появляется космос, предметы, материя. То есть у нас такие ступени эмманации. Раз, два, три. Такие триады и такие переходы свойственны. Свойственны непосредственно неоплатоникам. Но учений там очень много разных. Очень много разных учений. Ну, например, что существует три солнца. Одно солнце первичное и другого. Они так вот проходят друг через друга. Причем большинство этих солнц невидимые. Мы видим только другое солнце. Там вот это вот обычное материальное. Есть теория, где там все на цифры делится у Ямблиха. Там все, куча цифр. Куча цифр. Там он ближе к пифкорийцам, в общем-то, нас отсылает. Много-много-много всего разного. Много сложного. Много непонятного. Много мистического. При этом познание этих эманаций, этого единого и возвращение к единому для неоплатоников является чем-то довольно вот таким вот специфическим, важным для них. То есть, по сути, они медитировали. По сути, они занимались чем-то, чем занимаются вообще медитаторы всякие, вроде там буддистов каких-нибудь, йогов. И пытались подняться поближе-поближе к единому. Чем ближе они к единому, тем лучше получается. Это и мистика одновременно определенного рода, и философия, возносящаяся к философии Платона. У Платона это в Тиме и что-то подобное они находят. Они очень любили Тиме и Платона трактовать по-разному. Ну, вот так вот. Вот если кратко, неоплатонизм об этом. Об этом, об этом. Митый философ 20 века Мартин Хайдегер, который... Да, Хайдегер критиковал субъект, действительно. Не субъект, но дозайн. Дозайн, да? Да, да, да. Под влиянием идеи феминологии, хотя его наследие нельзя. Я переоценен. Я переоценен. Шутка, конечно. Продолжая идею переосмысления природы субъекта, из-за того, что можно было бы назвать размыванием, или лучше сказать, размыканием субъекта. Так, чем дальше от единого, тем меньше бытия у этих объектов. Скорее всего, получается так, потому что единое так или иначе соотносится с единым парменидом. Да, да, да. Единое парменида есть чистейшее бытие, нераздельное, неподвижное, охеренное, просто вот невероятно крутое. Здравствуйте, в чем разница между феноменами и эмпирическим опытом? Феномен? Феномен. Сам по себе, вы видите эту штуку, вы просто ее видите. Эмпирический опыт. Вот у меня предмет, я его вижу. Он падает. На него подействовало сила притяжения, смотрите, здесь мы чертим вектор, 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 цифры просчитываем. Ох, смотрите, сколько здесь сантиметров-то. О, какая громадная бутылка. Измеряй измеримое и делай неизмеримое измеримым. А теперь я могу засунуть ее вот в эту дырку. Опачки, получился механизм. Крутим, крутим, крутим. Ах, какой эмпирический опыт. Вот, эмпирический опыт и феномен. Феномен это просто вот эта штука. А эмпирический опыт это все, что сверху еще накручено с этой штукой. Включая ее, кстати, ну и все возможные объяснительные концепции так или иначе связаны. Эмпирический опыт включает в себя теории, которые это все объясняют. Падение как таковое соотносится не с самим феноменом падения, а еще с определенной какой-то силой, которая это тоже как-то пытается объяснить. То есть феномен проще, чем эмпирический опыт. Эмпирический опыт подразумевает под собой, ну, очень много каких-то наслоений, и дополнений, и он куда больше. Он куда больше, и в этом смысле он куда более предрасположен критике. Его легче критиковать. Вот так. Предполагаю размыкание к миру, да? Осознанно предлагает отказываться, отказаться от использования самого эмпирического. Ну, эмпирический горилла, если хотите, нарежьте на хайлайты и скиньте мне ВКонтакте, потому что я это искать уже вряд ли буду. Субъект именно в силу вот той концептуальной, смысловой нагруженности этого термина, багажом классических метафизических представлений о субъекте, согласно которым в субъекте есть что-то самостоятельное, субстанциальное, выделенное, и с миром, по большому счету, никакими родственными узами не связано. Вот, и предлагаю отказаться от самого термина. Андрей, вы херню написали, простите, конечно, но лол. В том числе предлагает свой знаменитый концепт дозайн, он очень сложный, он многоаспектный, есть даже споры о том, как правильно его переводить. Но мы от этого всего отвлечемся, сосредоточимся только вот на том мотиве, который для нас важен, перейти к субъективности. Правильно. Дозайн фактически означает, в смысле одного из своих значений, это соприсутствие мыслей вещам. Именно поэтому мы не будем говорить субъект, скорее внутри философии Хайдегера можно было бы говорить о человеке, это было бы более... Да, мы одновременно со всем вместе существуем. ...соразмерно его мысли, опять же, потому что субъект классической философии это... Нет, угнетатель, само падение, падение как слово, конечно, абстракция, но когда бутылочка спускается вниз, это феномен. Мы видим, мы видим, как бутылочка перемещается. Вот то, что у нас перед глазами что-то мелькает, это феномен все еще. А когда мы начинаем уже что-то описывать, там, не знаю, сила притяжения тянет его вниз, там, под какой-то там силой, какие-то еще цифры мы можем это исчезать, то есть это уже эмпирический опыт начинается, и как бы он куда более насыщен смыслами различными. Очень определенный, так сказать, да, концепт. Да, правильно, метрическая горилла пишет феномены, но они более очевидны, чем эмпирика, более, более, как бы, да, феномен, более простые, с одной стороны, более простые и более очевидные, и более понятные нам даже. Мы отказываемся от него. Но с другой стороны, мы автоматически насыщаем эти феномены различными смыслами, содержаниями, и получаются всякие, всякие там эмпирические опыты, просто опыты, мистические опыты и прочее, прочее, прочее. Будем использовать другие слова, более, так сказать, человечные, более естественные, отвлеченные от словаря классической метафизики. Поэтому, правильно сказать, наверное, человек есть дозайн, чем субъект есть дозайн. Вот человек есть дозайн, что здесь подразумевается? Андрей, напоминаю вам, кстати, что животные не имеют дозайна. Хайдегер это, в общем-то, вполне явственно выделил в своих работах, то есть у животных нет дозайна, но их нет, во-первых, бытия к смерти, они не могут бытовать, они просто сущие. У них нет бытия, они просто сущие. Ну, то есть у них нет бытия, как у человека. Человек бытует, потому что он в том числе осознает бытие к смерти. Он заброшен в эту самую систему, и он осознает эту самую заброшенность. Поэтому человек может стать вот этим дозайн, то есть он может стать сопричастным бытию. Животные и некоторые люди не могут стать сопричастными бытию вообще-то, даже люди не все могут стать сопричастными этому бытию, кстати. Как-то это так немножко работает, ну да ладно. Просто, видимо, следуя за Кортезием, опять же, ну, он решил Хайдегер немножко урезать животных в правах. Буквально означающая здесь бытие, призвано указать на то, что человеческая метрическая горилла, понимаете, с эмпирикой здесь немножко тоже посложнее, потому что эмпирика это в том числе и сам предмет, это сам феномен, в том числе, в том числе и сам феномен. Это не только связи, но причинно-следственные связи и теории, объясняющие этот предмет, они тоже как бы входят в его эмпирический опыт. Мы получаем эмпирический опыт, имея какое-то понимание об этом объекте в соответствии с определенными теориями, взглядами, математическими вычислениями. То есть эмпирический опыт, он довольно сложен. Он включает в себя восприятие, он включает в себя феномен, но он довольно сложен. И в Хайдегер, может быть, я предпочел бы сказать не мышление, а скорее резистирование, пребывание в определенном состоянии, поскольку термин мышление тоже отсылает нас к классическому словарю, метафизике. Так что, если угодно, пребывание, бытие в качестве человека возможно только в связи с непосредственным пребыванием по отношению, по направлению к самим вещам. В той мере, в которой заинтересованность направляется к вещам, в этом смысле, ретроактивно, если угодно, в этот момент образуется человеческое состояние. И поэтому это состояние было бы неправильно развивать субъектом. Опять же, поскольку субъектность предполагает самостоятельность и независимость от вещей. Если угодно, если обратиться к самой цитате, здесь опять упоминается термин «отенциональность». Хайдеберг говорит о том, что сама по себе она не субъектна и не объектна. Как раз-таки это имеет касательство к тому, что мы сказали, что было бы неправильно считать интенциональность свойством, характеристикой субъекта. Скорее, это некий такой протофеномен, первичный феномен, образующий с помощью, в качестве своих полюсов человека и предмет, человека и мир. И его замечание заключается в том, что если этот механизм действительно промыслить в качестве некой первичности, то тогда вот это традиционное использование субъекта и объекта, в смысле субъекта и объекта, дуализма, становится не вполне состоятельно. У Хайдегера действительно очень интересный аспект с этой критикой субъекта, тоже интересно. Поэтому дозайн – это есть некое бытие при вещах, так вот человек – это и есть некоторое бытие при вещах. Присутствие, пространственное и временно обусловленное. Присутствие при мире, внутри мира, с помощью самого мира. Да, внутри мира, мирность мира. Об этом очень можно было бы долго говорить. Здесь, конечно же, все эти мотивы требуют самого кропотливого прояснения, но чтобы непосредственно написать несение с нашей главной мыслью, главная идея… Субъект и объект, происходит субъект-объектная дихотомия. Поскольку происходит субъект-объектная дихотомия, то есть мы разделяем субъект и объект. Субъект, объект, субъект, объект. Как бы получается раздельно. Я вот как бы изучаю субъект и объект, и он со мной не связан, я там с ним что угодно делаю, провожу эксперименты, не знаю, на кукан там его натягиваю, тепло там получаю женское, и все такое, и все как субъект это делаю. И с миром я как будто бы сам не связан. А у Хайдегера это немножко по-другому рассматривается, то, что мы все в связи, в связке находимся, в такой определенной, все вместе тусуем с субъектом и объектом. На самом деле мы настолько так тесно связаны, что нет смысла создавать субъект-объектную дихотомию даже. Которая здесь служит еще таким мостом, связывающим мысль Хайдегера и мысль Гегеля. Вспомним идею детрансцендирования, которую мы упоминали. Все является так или иначе имманентным. И когда мы говорили о том, что нет вот этого внешнего трансцендентного субъекта, внешнего мира, и теперь уже не субъект, а человек, является имманентным миром, частью самого мира, так вот несколько гегелевских столкований Хайдегера должно было бы нас и подтолкнуть к тому, чтобы сказать, что человек есть способ бытия самого мира. Представление о человеке, который теперь мыслится как нечто принципиально имманентное, соприсущее вещам, сопринадлежащее вещам, значит, миру, как раз таки является в Хайдегерской версии, если угодно, идеей детрансцендирования. Так, тут вопрос, слышали про киотскую школу? Нет. В традиционном, картезианском смысле выносить за пределы мира. И если даже мы говорим о том, что человек каким-то образом трансцендирует миру, это приходится говорить, потому что, конечно же, нет человека без понимания того, что человек это всегда некое я, которое противопоставляет себя. Ну, угнетатель, видите, дихотомии, да, постепенно разрушаются. Ну, понимает. Можете радоваться, ликовать. Знает свое несовпадение, но вот этот трансцендирует... Вы знаете, что еще думаю, угнетатель, что нет никакой дихотомии между вашими деньгами и моими деньгами, поэтому я думаю, вы могли бы мне задонатить, как бы, чтобы у нас не было никакой дихотомии, как думаете? Это же логично, да, вытекает из нашей философии? ...способность человека быть человеком у Хайдегера... Этот видос никогда не кончится. Ну, друзья, за сегодня я его просмотреть точно не успею. Тем не менее, понимается не в традиционном классическом смысле, как ситуация, когда... Да, я помню, да, Маргинал, да, мне заказывали это замечательное видео, где Маргинал пытался странно обосновать борьбу со страхом смерти при помощи Хайдегера, при том, что у Хайдегера... Да, не то, чтобы там страх смерти, у него ужас, ужас смерти, ужас перед ничто. Это вот одно из таких важных факторов, которое пробуждает в нас вот эту вот жажду этого бытия. Поскольку мы осознаем свою смерть, поскольку мы осознаем свою смерть и осознаем ничто, через это мы, как бы, продолжаем определять бытие, в том числе из-за этого, в том числе это нам помогает. Именно поэтому свою, в общем-то, лекцию «Что такое метафизика?» Хайдегер посвящает полностью вопросу «А ничто?», как Нистрада, что тоже интересно, кстати. Человек — субъект непрояснённых... И смерть, он действительно ужас, ужас, мы испытываем ужас перед этим ничто. ...онкологических основаниях находятся за пределами мира вообще, а в условиях интерпорированности человека в мир, то есть некая внутренняя трансцендирующая, самая отстраняющаяся способность, которая, тем не менее, сохраняет его внутри мира. Ну, как это, возможно, можно было бы понять, всё-таки читая и размышляя над Хайдегером более подробно, но ключевой мотив, изложенный, может быть, в самом деле довольно показательстве. Ну, я с японской философией очень плохо знаком, особенно с современной. Ну, с китайской современной я тоже почти не знаком, с индийской современной тоже. Киотская школа, близкая к экзистенциализму, направлению японской философии, основоположником которого является Нисида Китаро. Да, нифига себе вы даёте, там сообщения накидали. Своё название школа получила от университета Киота. Очень, очень много узнали мы. А, знакомство с западной философией вызвало интерес с местной духовной религией, традиционной традицией, выраженной в форме дзен-буддизма. Да, ученик Китаро Кейдзи углубляет идеи небытия и самосознание из него человека. В идеи небытия соединяются ничто Хайдегера и пустота буддизма. Кстати, интересно, интересно. Сам Хайдегер ещё замечал, что вот даосы и буддисты к его мировоззрению, ну, очень близки. То есть, когда он познакомился с японскими или с китайскими, с посылителями уже не помню, с японскими вроде, он испытал определённый экстаз, что вот эти вот, в общем-то, люди, замечательные во многом, опередили его по некоторым вопросам. А в этой лекции будет про четыре тетради Хайдегера? Чёрные-чёрные, их не четыре же, а не чёрные тетради. Нет, нет, вряд ли. Я не думаю, что ужас у Хайдегера что-то психологическое, что-то онтологическое. Он выводит ужас на уровень онтологии. Я думаю, поэтому сейчас очень много всякой тёмной философии и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, тем не менее, позволяет нам сказать, что Хайдегер является ещё одним философом 20 века, критически настроенным. Здравствуйте, лучших надеждах. Словарию классической метафизики, в частности, указывающим на то, что работать с субъектом-объектным дуализмом было бы не совсем правильно. Господи, народ появляется. Приветствую вас. Давно, ещё что-то вы поздно, припозднились, друзья. Последним в этом ряду сюжетом и мыслителем, на котором мы остановим наше внимание, конечно же, тем набором персонали, который мы упомянули, не ограничивается спектр философ. То есть она уже почти всех перечислила, кого хотела, и дальше уже, дальше, дальше начнётся самое важное. Вот это я понимаю. Это был вклад в критику метафизики, но на наиболее показательных мы остановились. И упомянем ещё... Друзья, нахера вы работаете? А, да, работайте, работайте дальше, иначе донатить-то кто будет. Как кто будет донатить? Это идея философа Мишеля Фуко, французского мыслителя, который тоже проделал значительную работу по переосмыслению классического багажа философской мысли и западноевропейской рациональности, в первую очередь. Фуко предложил известный достаточно такой концептный метафору смерть субъекта. Не только ему принадлежит это обозначение, таким он стал немножко общим местом в середине 20-го столетия, ну, о чём в данном случае идёт речь. Ну, как мы уже поняли, критические стратегии, переосмысляющие классического метафизического субъекта, направлены на то, чтобы лишить присущего ему... Ну, Цунадо, понимаете, я на данный момент не могу стримить ближе к вечеру по ряду причин, ну, потому что я сейчас работаю, и мне надо будет ложиться спать уже там в 22 часа, и поэтому, ну, вы понимаете, мне ещё надо поесть, успокоиться перед сном. Ну, когда я уволюсь с работы, я буду стримить вечером, ну, то есть... А я уволюсь я, когда буду стабильно получать приличные деньжата. Хотя сейчас уже даже приличные. Приписывай ему в... Ну, друзья, я 10 часов подряд как-то стримил, один стрим провёл на 10 часов с разбором двух книг, даже не двух, четырёх книг, потому что всю сферологию Слоттердайка разобрали, и Лосева разбирали на стриме, ещё много ещё делали. Классики, да, привилегированного статуса. В данном случае привилегий он, согласно мысли... Кредит, друзья, закрыл, да, потрясающе. Ну, как закрыл? Пока деньги на закрытие кредита у меня сегодня уже появились, и я очень счастлив, кстати, по этому поводу. Фуко, в данном случае, привилегий он лишается тремя способами, да, трёх своих, если угодно, важнейших привилегий он должен лишиться. Ну, поскольку я свободен теперь от кредита, кстати, это один из факторов, который может мне позволить уволиться с работы, да, уже. Это хорошо. В первую очередь речь идёт о том, что, когда мы говорим о субъекте как о неком авторе, как о неком, если угодно, вот, заказчике своих состояний, авторе в широком смысле, как авторе теории или авторе какой-то идеи, равно как и в узком... Друзья, если что, я не пью вообще, в принципе, так что... Все деньги пойдут на самые важные нужды, нужды голодных детей Африки. В том смысле, да, если мы, например, мыслим о каждом конкретном человеке, или, например, о себе, как хозяине собственных каких-то идей, соображений, эмоций и переживаний, в том числе, то даже здесь вот некая подозрительность была бы уместна по той причине, которую, отчасти, мы уже и ранее упоминали. Но если... Ну, друзья, если мне будут донатить больше 40 тысяч, конечно, хватит. Вот так вот... С Фукоя, кстати, плохо знаком, поэтому комментарии от меня будут здесь излишни, на мой взгляд. Мы исходим из того, что субъект появляется в мире уже готовым. А что значит готовый мир? Это мир готовых смыслов. Опять же, в широком смысле смыслов, которые оговаривают определенные интеллектуальные реакции, эмоциональные реакции. То есть это среда социальная или культурная, тут мир знаков, всех возможных знаков, знаков языка, знаков культуры, знаков, так сказать, определяющих способ бытия человеком. Вот человек, приходящий в мир готовых смыслов, должен, как минимум, с подозрением относиться к себе, как к автору-создателю, генератору, к производителю этих смыслов. А кто тогда создавал эти смыслы? Где они? Где создатели смыслов находятся? Это другие люди. Общество-то тоже, в принципе, не существует. Общество не существует. Ну, то есть его потрогать нельзя физически, значит, идеи какие-то производят какие-то другие люди. А как? Они группами их производят? Они как бы в группе собираются, у них мозг соединяется, нейроны там вместе сплетаются, да? И они вместе сочиняют идеи? Нет, это вроде не так работает. Вроде все работает куда более сложными способами. Даже когда мы воспринимаем те или иные символы, мы их можем воспринимать по-своему. Но, когда мы обрабатываем символы, мы тоже их воспринимаем, видимо, по-своему. И некоторые люди, судя по всему, некоторые люди, судя по всему, могут, могут создавать смыслы. Потому что непонятно в таком случае, откуда эти смыслы могли появиться. Вот кто-то может создавать, вот кто-то может создавать, ну, либо реально Бог, что ли, Андрей? Ну, может быть, Бог создал смыслы? Может быть, Бог. И зачем он их постоянно новые создает на протяжении истории? Почему философия изменяется-то тогда? Ведь она же изменяется, а философия изменяется, да. Если она изменяется, значит, новые смыслы создаются. А кто их создает? Кто? Люди или мир, или сама философия? А что такое сама философия? Где общество? Я людей знаю, я людей видел. Может быть, люди создают, да? Люди создают, вероятно. Возможно, люди. Но тогда Фуко как бы немножко тут не туда, а куда-то заходит. Или Гаспарян неправильно пересказывает. Нужно иметь мужество сказать, не является. Поэтому, как лицо, наделенное некой автономией, да, человек, вот эта идея автономизации, самостоятельности, если угодно, да. Фуко готов сказать, перефразируя Канта, его знаменитое кантовское высказывание «Имей мужества». Ну, понимаете, Лучик, в чем дело? Вот такая концепция, может быть, и правда Господь вселяет в головы избранных новые идеи, она куда более метафизичная, чем представление о том, что человек сам может создавать новые идеи. Понимаете, в чем дело? Когда мы постулируем, что какие-то сущности, общество, язык, логика, сама философия порождают, вселенная порождают новые смыслы за нас, мы тут скорее больше стоим на стороне метафизики, чем против нее. Вот как ни странно, понимаете? Уже существующие символические системы, а кто эти системы-то сочиняет? Кто их обрабатывает? Кто их обдумывает? Кто с ними работает вообще? Кто? Человек или не человек? А что такое человек, тоже понятно, да? Странно, кто такой человек, непонятно. Ну ладно. Ну ладно, тоже тяжелый вопрос, именно поэтому я скептик, я не могу разрешать вопросы. Я могу задавать вопросы. Всегда пользоваться своим собственным умом, высказывание, которым Кант обозначал ценности просвещения, идеалы просвещения. Вот Фуко готов сказать, что современный человек должен сказать себе, я имею мужество признаться себе в том, что я никогда не пользуюсь своим собственным умом. Ну, с этим я согласен, большинство людей никогда не пользуются собственным умом, в любом смысле, вообще в любом смысле, не никогда. Вот о чем идет речь в первом, так сказать, способе решения привилегий. Мы не самостоятельны, как говорящие, как культурные, как социальные существа. Второй аспект, некое умоление, самосознание, саморефлексия, здесь в явной степени подразумевается, так сказать, вклад в психоанализа. Да, может быть, смыслы нам даны изначально, мы просто рождаемся со смыслами и самих не изобретаем. А вы знаете лучших надежды? Бритва Окума изначально, просто как принцип, сформулированный с самого начала, она вообще работала не на эмпиризм, как бы, напоминаю, да. Просто в итоге наука как бы перевернула координаты немного и начала использовать это по-другому. То есть направление психологии, которое указывает на то, в какой степени рациональная часть субъекта является эпифеноменальной, обслуживающей, вторичной по отношению к неким нерациональным, иррациональным, да, и в этом смысле и рефлексивным импульсом, состоянием человека. И, наконец, третий момент, тоже очень важный и, наверное, самый главный для самого Фуко, для, так сказать, того, что он непосредственно пытался предложить, попытавшись быть все-таки автором своих собственных идей. Можно сказать, что сам, в скобочках, ум приобретаем из социума, учимся языку, мышление, ну, а что такое социум, понимаете, в чем дело? Социум сам по себе не есть существующий объект, на который можно указать пальцем, он существует вот у нас вот здесь. Мы говорим, что он здесь существует, как бы. Нет, мы думаем, что он существует-то вообще, социум, но на самом деле он где-то вот здесь у нас существует. Мы же не постулируем, что у него есть какая-то материальная структура? Нет, явно нет. А что такое социум, если мы так номинально подойдем к проблеме? Это совокупность людей, значит, существуют люди. Существуют люди, а символы каким образом они обрабатывают? Они прям как компьютеры считывают информацию, а как информацию считывают? Да вроде бы нет, то есть повреждение информации, передающейся с помощью языка, ну, крайне вероятно, это изменение информации. Поэтому непонятно, как это все работает, очень сложно, очень сложно и очень неоднозначно. Продолжаем. Идея историчности субъекта, классическая философия по определению, если следовать ее мысли, исходит из того, что независимо от исторических эпох, культур. Наука, кстати, так тоже любит думать, ууу, наука все познает, да, мы постепенно развиваемся, но именно наука, мы независимо от истории, не важно, что мы там развивались и что до этого как бы было, сейчас-то мы все хорошо знаем. И не важно, знаете, даже то, что наука из христианства во многом возникла, ну, тоже это не важно, это все глупости. Глупости, глупости, главное то, что у науки сейчас есть успехи, не важно какое-нибудь историческое развитие, кстати, да, такое вот часто бывает. И вот тока времени человек, как субъект является единообразным существом своей, так сказать, главной природе, как носителем мышления. Это мышление, структура, мышление природы, мышление, это как раз есть то общее, что связывает человека античности с человеком постиндустриальной культуры, например, там. Вот здесь Фуковов... Окам, средневековый мыслитель 12 века, если не ошибаюсь, средневековый мыслитель 12 века, да, который сформулировал, основатель вообще акамизма, акамизм тоже очень большое движение в поздней схоластике, сформулировал такое утверждение известное, не умножай сущности сверх необходимого, вот кто такой Окам. И вот это его бритва. То есть, не придумывая лишнего, если что-то можно объяснить простым образом. Не нужно придумывать того, что находится сверх мира. Когда вы, впрочем, умножаете сущности для объяснения, это противоречит бритве Окам. Весьма критичен, будучи не только философом, он не пожелал бы называться, поэтому, будучи еще историком, по именованию в качестве историка он более благосклонно бы отнесся, но, по крайней мере, будучи историком, Фуко проделывает большую работу, призванную показать, что сам концепт субъекта появляется во вполне определенной культурной среде. Это, безусловно, порождение западноевропейской... Да, безусловно, так и есть, да. ...культуры и западноевропейской рациональности. Это порождение западного логоса внутри Восточной... Джон Дойя пишет, а я постулирую, что социум материальный, все согласны, Гоббс согласен. Как минимум, Томас Гоббс с этим согласен, определенно. Да, Томас Гоббс так и считал, что, в общем-то, государство есть тело. Тело, он описывал государственность через тело, определенную телесность. Он эту бритву придумал, чтобы опровернуть аргументы в пользу существования Бога. Провернуть аргументы в пользу существования... Да, там сложно, метрическая горилла. Да, но скорее к этому. Нет, это не инициатива Шадова, это, в общем, метрическая горилла подогнал. Понимаете, если мы про Погобсу говорим, то тут материальный в том смысле, что телесный. То есть тело, прям тело. ...состочной культуры о субъекте совсем... Че там наоборот? Да, там наоборот было. Лучик правильно говорит, там наоборот было. То есть он наоборот Бога хотел подтвердить. Правда, тут, понимаете, здесь есть тонкость лучик. Может быть, с аргументами, аргументы подтверждения существования Бога, может быть, считал оком излишними. Но тут я не знаю. Поехали дальше. Спасибо, Иотос, да, мы закрылись, наконец-то, с кредитом, это замечательно. Теперь мы живем, теперь мы живем по-настоящему. ...некоторые истории, существо историческое, появившиеся внутри западной культуры в определенный момент, именно в основном в новоевропейский период. Да, все верно, все верно, все абсолютно правильно. Так, это происходит согласно как раз-таки тем механизмам, о котором мы говорили в рамках этой лекции. Вспомним, что мы говорили о первичности различных практик, которые в качестве своего следствия, в качестве своего некого побочного эффекта продуцируют субъекта, как некий вторичный эффект. Вот именно, пользуясь этой идеей, Фуко пытается произвести археологическую, как он говорит, работу по раскапыванию первичных формирующих субъекта практик, и указывает на две основные практики, на практику появления судопроизводства, судебных практик, в той форме, в которой во многом мы знаем их сейчас, они были не всегда судебные... Ну вот Лучик правильно пишет, что для них, ну то есть для схоластов, особенно поздних, проще было поверить в существование Бога, чем в самостоятельные физические законы. Вообще спор между верой и разумом в итоге, ну... Не было на самом деле вполне спором, как бы, все хорошо. По-моему, тетя отклоняется от темы. Нет, она о критике метафизики все еще говорит, включая концепции Фуко. Она упоминает всех критиков метафизики. Правовые практики в той форме, в которой ее знает современный мир и современный человек. И все метафизические концепты, так или иначе, включая субъектность. Ну субъект тоже метафизический, он же не физический же, правильно? В определенной промежутке. Правильно. И второе тип практик, это практики, если угодно, клинические. То есть практики, имеющие отношение к способам говорить о человеке, как о носителе нормальной и ненормальной психики. Вот как ни странно, две эти практики порождают субъекта в качестве некоторого следствия. Таким образом, для юридической практики, для того, чтобы этой практике в качестве некой первичной реальности сбыться и транслироваться, нужен субъект права. Нужен оно отлично, чему можно было бы вменить в ответственность и равного обязанности некие действия. Вот если угодно, субъект появляется сразу же как субъект права. И в этом смысле есть человек, если говорить о чем-то первичном, вот есть некий первичный человек, но человек тогда принудительно, и в этом смысле репрессивно, потому что искусственно становится субъектом, когда ему выменяется некая необходимость быть частью правовой реальности. И тогда его принудительно делают субъектом, объявляя ему, например, то, что теперь он ответственен и несет, так сказать, ответственность за все свои действия. То есть, то определение «я», которое вдруг появляется, это определение «я» порождается правовым дискурсом и предицируется человеку. То же самое происходит внутри, если угодно врачебной практике, когда вдруг происходит заражение. Надеюсь, сейчас Фуко она закончит, потому что я что-то это... Я по Фуко слабо, напоминаю. Фуко я очень мало читал, я прям вот что-то вот не смог. Меня он не заинтересовал. Рождается дискурсия, такая дискурсивная... Как мужчина. ...практика, когда начинают говорить о некой норме, о некоторой нормальности пребывания в психическом статусе, и некой ненормальности. Вот в рамках этого разговора тоже принудительный образ... Да нет, Фуко, знаете, он один из таких ходовых мыслителей, ему обычно в классическом таком философском образовании выделяют очень много времени. Вот, 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 вот. Ну, то есть, на Фуко очень много времени выделяется, слова и вещи, археология его знаменитая, и многие другие тексты, ну, то есть, это часто изучается. Дорида... Дилёс уже был, нахера нам Дорида здесь, Андрей, зачем нам здесь Дорида? Она уже прошла по постмодерну, такому вот, именно вот, ярко выраженному. И здесь вернулась к Фуко, получается, как к структуралисту, по структуралисту, плюс-минус, ну, посмотрим. Это появляется некая искусственная, такая формальная рамка, я формальная рамка... То есть, понимаете, Фуко настолько популярен, что она его даже выделила среди прочих мыслителей, которые обычно относились к той или иной, в общем-то, традиции. Субъекта, которому вменяется определенное количество характеристик, он целостен, он саморефлексивен, он тоже ответственен, да, в какой-то мере, там, дождественен сам себе и так далее. Нужно, назовным образом, перечислить эти характеристики, но вот ансамбль этих характеристик приписывается человеку, будучи стигматизирован, как некая норма. И именно в этот момент, в момент разделения на нормальность и ненормальность появляется искусственность... Я думаю, Фуко последний, друзья. А Бодрияр с его смертью автора будет или не в рамках темы? Барт. Ролан Барт с смертью автора. Ну, не только Ролан Барт, у него предшественники были, но Ролан Барт в данном случае. У Бодрияра преимущественная концепция, которая часто вот цитируется, это симулякры. Они в рамках темы, но они якобы упоминались уже в контексте постмодерна, я думаю. Хотя не было постмодерна, был структурализм, постструктурализм. Не знаю, будут ли постмодернисты снова, вроде бы что-то про них уже было. Ну да ладно. Фуко писал про связь власти и науки. Науки, ну как именно вот университетского образования, в том числе и философии получается. Да, власть связана с познанием, с интеллектом. Да, действительно так и есть, он об этом писал. У него целых три книжицы, вроде бы, поэтому посвящены три тома. Власти и науки из-за того, что наука юзалась, чтобы оправдать гомофобию. Не только поэтому, нет. Он скорее здесь немножко заимствует волю к власти Ницше и проецирует ее, в общем-то, на конкретные практики образовательно-научные. Ну то есть, да. Да, как-то так. Хотя я не читал. Хотя, я честно признаюсь, я не читал. Я об этом знаю исключительно из различных книжек о философии таких вот учебников, учебных пособий. В частности, можно встретить еще одного философа. Метрическая горилла. Вообще-то, гомосексуализм так и начинается. Вы думаете, о, нормальный мужик, я бы ему дал, а потом идете в разнос. Как вы потом идете в разнос. К тому же, в первую очередь, психоаналитика и во вторую очередь философа, ну, по крайней мере, принявшего некий вклад философии, Жака Лакана, который указывает на то, что для появления структуры я, опять же, он указывает на то, что структура я, то есть некая вот эта субъектность, является вторичным, производным неким следствием. Для того, чтобы он появился, нужно некое другое, некий другой, это такой важный достаточно концерт для понимания критики метафизики, другой, другого нужно понимать даже... То, что субъект появляется с Декартом, это так, а как человек понимается в античности тогда? Я думаю, следует попробовать взяться за труд душа, о душе Аристотеля, во-первых. Насколько помню, там определенная, опять же, дихотомия души и тела присутствует. Есть душа, есть тело, и они... у меня немножко стрим просел сейчас вроде, да, и внезапно взлетел, ну да ладно. Определенная... дихотомия, с одной стороны, души и тела, но при этом душа и тело, они как бы едины. Без души погибает тело, без тела погибает душа, как бы. То есть души не вечные становятся, как ни странно. То есть они едины с телом и проявляются в этих самых телах. Насколько помню, это так. Но у греков все, думаю, было очень по-разному в этом смысле. Поскольку у них одна из самых плюралистичных таких систем, у них не было никаких, в общем-то, таких вот образовательных фундаментов, вроде нашей большой гигантской академии, которая бы объединяла все философские школы. То есть всякие мыслители, на что гораздо, то и мог, в общем-то, как-то вот все подходить к изучению. Человека, человечности и так далее, и так далее, и так далее. Думаю, не было большого такого ограничения. А в новое время, да, субъект стал одной из доминирующих концепций описания человека, притом преимущественно в методологическом разрезе. Поскольку Кортези и его последователи, ну, были методологами, прежде всего методологами. Методология здесь куда более важный, важный аспект методологии, нам здесь куда более важен аспект методологии, чем метафизики, наверное, когда мы субъект разбираем. Не знаю, почему она на субъект, кстати, напала. Да, это, конечно же, отсылает нас к метафизикам, потому что метафизики действительно пользовались словом «субъект». Ну, как бы здесь такое, здесь такое, здесь можно обойтись без метафизики, когда мы о субъекте говорим. На очень сильно много о субъекте говорит, я думаю, кстати, сейчас. Вот что важно. Это не только какой-то другой человек, это, опять же, различные практики, символические практики, языковые, культурные, социальные и так далее. Их предсуществование формирует некоторым, да, то есть, социальная среда, социально-языковая или какая-то другая среда, в широком смысле некая система ожиданий, предшествующее, так сказать, появлению «я», ну, поджидая появление некого существа, который должен еще вочеловечиться. Не буду отвечать же, но я. Это вочеловечивание, которое всегда происходит по определенным структурным канонам, во многом репрессивным и дисциплинарным, в той мере, в которой они формуют эту субъектность внутри человека. Вот это вочеловечивание, оно всегда происходит как некая такая нормализация, стереотипизация, стандартизация. Иначе говоря, механизм вот оформления и создания «я» субъекта с помощью вот этого другого, другого, напоминаю, в широком смысле, да, языка, социума, среды, культуры и так далее, любых, так сказать, практик, вот это оформление происходит, так сказать, по определенным правилам и фактически и порождает, ну, некое образование, которое в конечном итоге можно быть названо субъектом. И что здесь проблемного, если угодно, можно спросить, что, ну, а чем? Ну, Джон Дой, ученые, на самом деле, метафизики не по этой самой причине. Ученые метафизики по той причине, что в разных, в общем-то, теориях присутствуют, так скажем, модели, слова, теории, предположения о сущностях, которые являются не то чтобы сильно проверяемыми, ощущаемыми, эмпирическими. То есть, по сути, эти сущности объясняют движение, объясняют мир, объясняют частицы, но они находятся вне этих частиц, являются, в принципе, обоснованными только с помощью логики, с помощью рассуждений, с помощью предположений. Ну, это такое себе, друзья, такое. Это чревато для самопустим. Пусть мы понимаем, что это есть некое искусственное образование, сделанное по определенным правилам. Но в чем, так сказать, проблема? Здесь вклад уже непосредственно самого Лакана, который психоаналитик и работает с человеческим в человеке, зачастую как с болезненным, в частности, невротическим. Лакан указывает на то, что фактически фундаментальной структурой субъекта является некая невротизация, потому что в самом сердце, в самой основе, ядерном, так сказать, субъекту является не вот это иллюзорное я, в которое так верила классическая метафизика, а является вот это внешнее другое. То есть обращаясь вглубь самого себя, почему так трудно нащупить свое собственное я, обращаясь вглубь самого себя, человек никогда не встречается с неким интимным в самом себе, потому что этого интимного там просто нет. Я сделана, и в этом смысле я не совсем я, потому что не обещали мою собственную идентичность, не обещали, что я буду этим самым я, но в действительности я здесь... Вот видите, она очень последовательно расписала нам огромный пласт истории и философии. Интересно, что дальше? Она реально все четыре часа будет рассказывать про мыслителей, которые критиковали метафизику? Деланным чем-то внешним, и в этом смысле, если угодно, я всегда есть что-то внешнее. Именно это Лакан предпочитает называть не интимным, а экстимным, говоря, что я не интимно, а экстимно, а внешненно. Я внешненно принципиально. Тум-тум-тум. Невротизация. Ну, совсем кратко подытоживая все вышесказанное, наверное, можно остановиться на двух ключевых моментах. В общем и целом, если говорить о критическом замысле... Да, мы отсмотрели половину, и послезавтра отсмотрим видео до конца в любом случае. Сегодня мы не закончим, простите уж. В самом лучшем случае мы даже до часа не дойдем, мы даже до трех часов не дойдем, я думаю. Нет, она будет разбирать дальше мыслителей, это жестко. На пересмотр основ классической метафизики, то даже самые, может быть, вертикальные направления критической мысли не имели в виду полную аннигиляцию философии как жанра, как способа говорить и мыслить. Наверное, можно выделить два таких уточняющих момента, уточняющих саму эту критику, то есть уточняющих, на какой степени критика должна была бы развиться, какую цель окончательно она преследовала. Первый момент заключается в том, что критика может, как мы понимаем, вестись с двух оснований. Одно основание предполагает критику чего бы то ни было вплоть до полного отказа от этого, от какой-то сущности, от какого-то явления, в данном случае от философии. Второй аспект критики предполагает критику, предполагающую некую внутреннюю метаморфоз, некоторую трансформацию в сторону большего совершенствования, улучшения. Наверное, было бы некоторым преувеличением говорить, что только второе представление о критике предполагалось внутри, то есть в современной философии, которая выступала против классической метафизики, по крайней мере, против каких-то её положений. Потому что радикальная критика вплоть до полного отказа от метафизики тоже, конечно же, имела место, в частности, ранний позитивизм, который мы упомянули в самом начале, предполагал некоторые самые исчерпания метафизики, полный переход её в науку. Просто проблема заключалась ещё в том, что почему-то позитивисты не очень хотели замечать в науке наличие метафизических утверждений. Вообще странно, понимаете? Вообще странно. У нас на протяжении многих веков наука развивалась, и понятно, что наука выросла из философии, понятно, что наука выросла в том числе из идеалистической философии, Кортезия там какого-нибудь и прочих-прочих забавных людей-идеалистов. Так вот, очень странно предполагать, что в науке нет никаких метафизических утверждений. И не было никогда. Очень странно. Тем более они там были. Это легко подтвердить, это легко отметить, заметить. И почему тогда, знаете, вот эти вот ребята, которые критикуют метафизику, критикуют философию за метафизику, ну, например, позитивисты, почему они так же последовательно не критикуют метафизику в науке? А если бы они критиковали метафизику в науке, если бы они её критиковали, то не получилось бы так, что внезапно наука бы разрушилась. У нас бы не осталось никаких больших фундаментальных целостных теорий. Просто на самом деле методология вот этой самой аналитической философии, по крайней мере, начала 20 века, первой половины 20 века, она очень мощная. Она очень мощная и очень хорошо работает с разрушением различных неязыковых концептов. И мы все это можем направить на науку, как ни странно. То есть отказ от метафизики совсем. Но все-таки в большей степени, или по крайней мере наряду с таким, может быть, экстремистским отношением к философии, который предполагал, что метафизику нужно пересмотреть отказаться, но если угодно для того, чтобы усовершенствовать сам философский способ, от которого в достаточной степени трудно отказаться. А отказаться не собственной мысли, устранить метафизический запрос как философский запрос, наверное, было бы невозможно. Причем кто-то из философов относится к этому пессимистически, констатирую это скорее с точки зрения некоторой, не приветствуя данной ситуации, встречая ее не комплиментарно, а скорее сетуя на то, что, к сожалению, метафизический словарь человеческой мысли, было бы желательно от него отказаться совсем, но это невозможно. Но как бы то ни было, собственно, и те, и другие, те, которые, может быть, настроены на устранение метафизики, те, которые предполагали бы некоторую трансформацию философии, понимают, что, понимали, что отказ, по крайней мере, от метафизики является в достаточной степени затруднительным действием. Одни философы понимали, что это связано с тем, что само, сама рациональность, сам вот этот логос западноевропейский... Методология — это способ. Способ познания. Проще говоря. Сам язык, если угодно. Эй, Шадов, напиши книгу о метафизике музыки. Зачем это? Уже было написано, во-первых, не мной. Мне эта тема неинтересна, я в музыке очень плохо разбираюсь. У меня слуха даже музыкального нет. Я вообще ничего не понимаю в музыке. Многое из того, чем пользуется человеческое мышление, устроено таким образом, что метафизика будет в любом случае там появляться. Одним словом, указание на то, что отказ от метафизики является таким очень трудоемким. Именно, Шопенгауэр написал, правильно, Джон Довен. Нахера я буду повторять Шопенгауэр. Занятием, наверное, объединяет и те... Ну и у Ницше, можно сказать, есть некоторые элементы метафизики музыки. Правда, отдельного текста нет. Отдельного текста нет, но о метафизике музыки у него уже написано. Тех, кто предполагал полный отказ от метафизики, и тех, кто предполагал некоторое усовершенствование философии в направлении отказа от догматического багажа, от каких-то некритически примятых установок и прочее. И те, и другие, наверное, сходились в том, что отказ от метафизического запроса человеческой мысли не дается легко. Есть какое-то природное влечение человеческой мысли к... Метафизика, ММА, мама. Метафизика, мама. Есть какой-то метафизический интерес, который глубоко укоренен, собственно, в человеческую природу. Ну и... Понимаете, Андрей, я вряд ли буду сильнее Шопенгауэра в этой теме, потому что я в ней вообще не разбираюсь. У Шопенгауэра в какой работе, лучик, угадайте с трех раз, в какой работе у Шопенгауэра это могло быть написано? Последнее, что здесь мы скажем, это то, что вот, по-видимому, для тех... Мир как воле представления. Кто? Намекаю, 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 в какой работе могло быть написано. ... указывал на возможность трансформации философии с точки зрения ее некоторого усовершенствования. Ну тут, понимаете, в каком смысле мы слово метафизика воспринимаем. Просто слово диалектика и метафизика. Диалектика, она метафизична в некотором значении, потому что она неподтверждаема. Смотря в каком значении мы употребляем слово метафизика, я это уже в начале нашего разбора большого разбирал, знаете ли. А знаете, почему я разбирал? Потому что метафизику определяют еще и диалектики. Диалектики определяют метафизику таким образом, что это учение о неподвижности. Учение о неподвижности фундаментальных оснований нашего мира. Поэтому всякие марксисты, диалектики обычно не считают, что у них есть метафизика. Опа, Андрюха Лемон нам сейчас задвинул про музыку и математику. Сейчас Джон Дой ворвется в чат и порвет его. У нас был целый стрим по этой теме. Спрашивает стример, куда лучше на Бака поступать? На философский СПБГУ или на философию Вышки? Я вроде бы ответил на этот вопрос уже в Аске. У себя в Аске этот был такой вопрос. Ну, давайте отвечу еще раз. Честно говоря, в Вышке я никогда не учился. Никогда не учился, даже не представляю, насколько там хорошо или плохо. Если вы собираетесь в Вышку поступать в Питере, ну, наверное, похуже будет, чем в Москве. Вот Московская Вышка, по-моему, здесь отличная преподавательница, есть Гаспарян. Там вообще много хороших преподавателей, насколько я знаю. Вообще, из питерских университетов я рекомендую брать РХГА, особенно если вы христианин, верующий человек. Но даже если нет, там хорошая философская база. Герцена уже на втором месте. Герцена это очень сильный теперь вуз. Туда отправилось большое количество самых лучших преподавателей из СПБГУ, которых я вообще знал. То есть, на протяжении всего времени, что я учился в СПБГУ, многие преподаватели переходили в Герцена, как ни странно. И это были топовые преподаватели. И вот-вот. Поэтому Герцены сейчас превалируют. Институт философии человека у них это называется. Институт философии человека, да. И СПБГУ, конечно, СПБГУ, знаете, по какой причине? СПБГУ по той причине, что там дается вам самый широкий профиль. То есть, там полноценная философская, философский факультет, полноценный большой философский факультет с большим выбором специальностей. Но если вы хотите в антропологию, например, копнуть, если хотите в антропологию, то есть философию человека в данном случае, то рекомендую не идти в СПБГУ, а в Герцена отправиться, например. В Герцена просто хороший факультет антропологии. Им заправляет Алексей Алексеевич Грекалов, потрясающий культовый человек для питерской академической философии. И вот поэтому я рекомендую вам туда идти, если вы хотите разбираться с антропологией. Если хотите разбираться в античной философии лучше, чем в других философиях, то опять же я рекомендую пойти в Герцена. Знаете почему? Потому что в Герцена работает Роман Викторович Светлов, один из самых интересных, умных, один из самых деятельных исследователей Греции, античности. Включая в первую очередь Платона, он исследователь Платона. То есть один из самых главных сейчас у нас в Петербурге действующих, работающих. И он в Герцена. Он сейчас в Герцена, был в СПБГУ, а стал в Герцена. То есть тут, понимаете, зависит от ситуации. Что вам нравится, что вам не нравится, какая специальность вам больше импонирует. Ну вот если вы религиозный мыслитель, если вы хотите в религиозную философию, конечно, Архега. В Герцена по некоторым отраслям сейчас будет сильнее СПБГУ. Ну на мой взгляд, по крайней мере. В СПБГУ просто очень широкий профиль. Если вы не разбираетесь, если вы не знаете куда идти, ну идите в СПБГУ. А что там с вышкой, я, честно говоря, не знаю. Никогда там не был. Если угодно импульс, если мы спросим, что по большому счету мотивировало философов для пересмотра многих и многих философских положений классической метафизики, нужно принимать внимание, что это не только теоретическое наследие самой философии, это еще и... Так, мне чисто постмодернисты на грани с психоанализом нравятся. И этот интеллектуальный раздел, который мне наиболее понятен и интуитивный, в котором я бы хотел разбираться. Относительно психоанализа в СПБГУ на кафедре антологии и теории познания, есть несколько преподавателей, которые разбираются вот в таком вот материале. Постмодернизм, если вам очень нравится, но это прежде всего... Это, да, тоже кафедра антологии и теории познания, заведующий кафедрой антологии и теории познания. Блин, я забыл фамилию этого замечательного человека. Вот я забыл. Ну, то есть, вот там вот есть преподаватель, который разбирается в структурализме, постструктурализме и постмодернизме. Вообще во французской философии. Блин, блин, я забыл его фамилию, правда. Ну, ладно. Также есть некоторые мыслители, ну так, исследователи психоанализа у нас тоже на кафедре антологии. Ну, то есть, да, в СПБГУ, наверное, вам в данном случае будет лучше пойти. Именно вот по таким интересам. Если поступите в бакалавриат, то да, конечно, если вы настолько хороши, если у вас столько баллов, будет колоссальное количество баллов, если вы поступите в СПБГУ, я вас, конечно, поздравляю, если вы так в себе уверены. Ну, окей, хорошо. Если поступите, я желаю вам удачи, надеюсь, поступите, надеюсь, сдадите все экзамены, ЕГЭ, и все будет супер. То есть, в СПБГУ, самое сложное в СПБГУ, это поступить, друзья. Лучше поступить. В Герцена поступить, кстати, будет значительно лучше. Советую вам, кстати, подать документы во все. То социально-историческое и культурное окружение, которое характеризует 20-е столетие, а именно опыт больших потрясений, опыт трех мировых войн, возникновения человекоубийственных режимов. Блин, да как я мог и забыть фамилию, в общем-то, этого человека сейчас? СПБГУ. Антология и теория познания. Простите, я загуглю. Антология и теория познания. Ну, просто чтобы это имя прозвучало. Познание. А, ну, в таком случае, уважаемые, тогда рекомендую в данном случае в СПБГУ, потому что там сейчас я вас познакомлю со специалистом, который вам больше всего понравится, который вам нужен будет больше всего. Антология. Дьяков. Дьяков. Заведующий кафедрой доктор философских наук А.В. Дьяков. Вот этот вот дяденька вас интересует больше всего. По вашим интересам он вам больше всего подойдет. Он как раз ведет лекции. Он является одним из топовых российских, в общем-то, специалистов в области структурализма, постструктурализма. Написал значительное количество монографий. Монографий. К тому времени, как я, в общем-то, поступил в аспирантуру, у него их уже было 17. 17 больших монографий по вот этим вот темам. По французской философии, постмодернизма, постструктурализма. И так далее, и так далее, и так далее. В общем-то, вот, замечательнейший человек, интереснейший. Но, правда, вряд ли я его смогу вытянуть на стриме. Я не думаю, что ему это интересно. Кстати, ну, он довольно молодой. В том смысле, что всего-то 72-й год. Профессоров других очень много. То есть, друзья, вот хороший. Проблема субъекта философии, постструктурализма, онтологический аспект. Он, кстати, по лакану читает лекции. И в том числе по лакану. Вот этот человек, это то, что вам нужно будет в данном случае. Если вы интересуетесь данными темами, вот он, он полностью ваш. Это человек, который вот может вам помочь. Лучше остальных. Ну, это из того, что я знаю. Не знаю, как там у них в вышке все это устроено. Но в СПБГУ есть на кафедре онтологии и теории познания хотя бы один человек. И прочих, так сказать, социальных катаклизмов, которые спровоцировали обращение западноевропейской рефлексии и рациональности на саму и себя. Смотивировав, так сказать, пристальное внимание к тому, что возможно, то, что долгое время принималось в качестве совершенно несомненных аксиом и ценностей, лежащих в основании западноевропейской рациональности. А как Хайдеггер разрушил дихотомию субъекта-объект? Нет никакой дихотомии. Субъект и объект вместе. Если проще говоря. Наше бытие присутствие, мы встроены в это бытие, мы в него заброшены, мы целостны со всем миром вокруг нас, со всеми объектами. Нет никакого отдельно субъекта и какого-то отдельно объекта. Мы не вот так вот, не я и не вот он. Вот я и вот он, и я как бы абсолютно никак на него не взаимодействую с ним, никак не имею никакого влияния на него и он на меня. Мы как-то вот, мы не раздельны, понимаете. Считалось, что мы раздельны, а нет, мы бытуем как бы вместе. Этики как следствие операциональности требуют переосмысления. Пожалуй, из этих двух таких главных мотивирующих составляющих складывалась та критика, которая была направлена в адрес классической метафизики, но в которой не исчерпывается критика. И в следующей лекции мы посмотрим, какие еще направления критической мысли были в современной философии реализованы. Ну, все. Эх, каждый день победы у Александра Шадова. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы продолжаем с вами тему критики ключевых достижений классической метафизики, которые были предприняты в современности. И сегодня мы с вами поговорим по большей части о критике идеализма, о критике идеалистической философии, идеалистического подхода, который был... Ну, менеджер говорит, что согласился. Так распространен, так явственно, ясно. Я же здесь сидел, друзья. Ну, о чем идет речь, когда речь идет о критике идеализма? Служно припомнить, в наших первых лекциях мы этому уделили достаточное внимание, припомнить главный тезис классической метафизики, который заключался в том, что представлять существующим какой-то объект или какой-то процесс, или вообще какой-то часть реальности, не предполагая, чтобы у этого существующего объекта... Игру я пока не сделаю, но игру сделаю. Ну, я буду у него гостем, ему нахера у меня быть гостем, что здесь будет? Ему предшествовало, или хотя бы просто неким синхронным образом существовало бы понятие этой вещи, этого процесса, или этой части реальности. О, смотрите. Идеализм в классической философии означал, что в мире нет ничего, что нельзя было бы выразить в понятиях. Представляете себе? Хм, интересно. Невозможно. Есть некое логическое противоречие, некоторая логическая невозможность в том, чтобы сказать, что вещи есть, а понятия... Ну, то есть, смотрите, реально прикольно, потому что вот аналитическая философия исходит из того, что, ну, очень многое можно выразить в понятиях. Как ни странно. Этой вещи нет. Потому что без понятий невозможна логика. Объект существует, а идея этого объекта... Ну, то есть, логика без понятий становится бессмысленной. Это нет. Обратным образом может получаться. Мы помним с вами, что в качестве одного из важного шага антологического доказательства Ансельма Кентерберийского было то, чтобы показать, что Бог есть не просто понятие, но ему также соответствует некий реальный объект, поскольку, безусловно, могут существовать сами понятия без того, чтобы им в реальном мире сопутствовало существование еще и реальных объектов, соответствующих этим понятиям. Но вот в обратную сторону ситуация действительно кажется практически невероятной. Вещь есть, а идеи нет. На этом важнейшем тезисе выстраивалась базовая интуиция классической философии, которая заключалась в том, что идеи, понятия в обязательном порядке существуют, если только существуют те вещи, которые этим идеям соответствуют. Ну и второй довод, приводящий классического философа к необходимости считать, что идеи обязательно должны быть, если только существуют вещи, соответствующие этим идеям, это представление о том, что вначале должен, перед тем, как вещи или процесс сбудутся в реальном мире, перед этим вначале должен существовать некий план, замысел, модель, алгоритм, если угодно. Принцип некоторой вещи, принцип некоторого процесса, принцип всего существующего, как идеальный принцип, некий закон, некая законосообразная модель того, как это будет существовать, что, чем это будет, в обязательном порядке должна как минимум быть, а еще и предшествовать самой этой вещи. Вот вторая, так сказать, интуиция, которая являлась доводом в пользу того, что идеи, а, существуют, б, предшествуют вещам. Ну, конечно, припоминается платонизм, платон, который, наверное, впервые эту философию. Да. Эксоциализм, критика идеально. Изрек. О, Таллера. Между тем, как ни странно, критика подобного подхода, подобного понимания начинается уже в рамках самой классической философии, хотя вот этот период, это имя, которое мы сейчас назовем, это имя Муила Канта, зачастую связывают с началом критики метафизики. Блин, а? Какой же Кант был гений, представляете? Сто Таллеров в уме, сто Таллеров в кармане, оказывается, не одно и то же. Вот это идея. И, наверное, в других лекциях мои коллеги упоминали вам то, что Муила Канта действительно знаменовал собой критический марш против классической метафизики. По крайней мере, попытался пересмотреть какие-то ее ключевые опорные установки. В чем заключался его тезис, который впервые показал, что здесь классическую идею идеализма нужно немного пересмотреть. В своем знаменитом примере, пример этот был призван покритиковать ампологическое доказательство Ансельма, в своем знаменитом примере о сто Таллеров, в котором он говорит о том, что сто Таллеров, существующих в кармане, кого бы то ни было, или самого Канта и сто Таллеров, воображаемых им же или кем-то еще, не являются одним и тем же объектом. Сто Таллеров в голове, в уме, в сознании мыслящего, и сто Таллеров в кармане суть разные объекты. Но если мы вдумаемся, что в них разного, то мы увидим, что разность это не является так называемым эссенциальным отличием. Что значит, что эссенциальное различие не является новым качеством, каким-то качеством. Речь не идет о том, что у 100 Таллеров в кармане есть какое-то качество, которого нет у 100 Таллеров в голове. С точки зрения качеств, то есть каких-то предикатов, которые объединяются и в сумме своей составляют объект понятия стоталеров, и там, и там, в случае обоих этих объектов, содержание как суммы качеств идентичны. Но, тем не менее, все мы прекрасно понимаем, что это разные объекты, есть некоторые отличия. Тогда каково это отличие? Если это не какое-то содержательное предметное качество, эссенция, а не некоторое сущностное качество, тогда это, собственно, экзистенциальное отличие. Этот объект есть, говорим мы, а другого есть в реальности какой-то, а другого объекта стоталеров в моем сознании в реальности нет. Качество, отличие не предметное, а какое-то другое. Философы говорят о нем как экзистенциальное, то есть, собственно, сущностное отличие. Прошлая лекция была более предназначена для комментирования, сейчас я пока молчу. Существований, а не в существовании. В принципе, такое. Вот эта идея, которую, в общем-то, можно встретить уже у Канта. Не одобряем национал-социализм. Она кладется в основании очень многих изменений, так сказать, в способе философствования, которые будут предложены в современности в рамках философии XX века. В первую очередь, они лягут в основании такого масштабного философского направления, как экзистенциализм, уже из названия которого мы видим, следует некое смещение акцента, некая ставка на понятие экзистенции, на понятие существования. Так как мы в последующем увидим... Добрый вечер, Влад Святых. Корректно. Экзистенциализм начинает с того, чтобы обратить наше внимание на то, что вера, так сказать, в классической философии, предполагающей, что идеи сопутствуют всему существующему, и в этом смысле нет ничего, что существовало бы помимо своего идеального двойника. Ха-ха-ха, Хайдегера поместили в экзистенции, в рамку экзистенциалистов, вот это лол. Хайдегер-лох, типа, давайте, лох, он не называл себя экзистенциалистом, но вот его поместили. Бывает, бывает, да. ...того, чтобы еще иметь некоторым вот вторым дублем идею. Классика считала, что так быть не может. Экзистенциализм обращает внимание на то, что вот эта вера идеализма должна быть подвергнута сомнению. Вот можно обратиться к известному фрагменту из одной из лекций Хайдегера, Мартин Хайдегера, где он поясняет эту мысль, он говорит о том, что возьмем любой объект, например, этот мел, и попробуем его рассмотреть как объект, представляющий собой сумму качеств. Вот мы мысленно начинаем, так сказать, раздевать, как одежку за одежку, снимать с этого объекта те качества, которые составляют, собственно, этот объект. А что плохого в том, чтобы быть экзистенциалистом? Ну, Хайдегер себя так просто не называл. Можем выделить эту лодер-белизму. И даже сопротивлялся такому названию. Ну, хрупкость, какую-то форму, плотность, массу и так далее. Все эти свойства являются определенными предметностями, качествами. Но в конечном итоге мы спрашиваем себя, что же делает этот кусочек мела существующим, а наоборот, не несуществующим. То, что его делает плотным, понятно. То, что его делает белым, понятно. Но можно ли указать пальцем в такое качество, которое делает его существованием? Является ли существование, собственно, качеством? Да или нет? Таким образом, если мы задумываемся вслед за тем, как предлагает нам сделать Хайдегер, мы увидим, что, размышляя о любом объекте, задумываясь над тем, каким же качеством является существование, мы увидим, что мы существование не схватываем, как некоторые качества вообще. Да, не схватываем. Тогда получается, что существование не является качеством некоторым. То есть, оно не является качеством, а именно качеством соответствует понятие. А почему Хайдегер не хотел, чтобы его причисляли к экзистенциализму? Считал экзистенциализм примитивным? Нет, он видел отличия между собой и экзистенциалистами. Но прежде всего оно заключается... Да я даже уже не помню, в чем оно заключается на самом деле. То есть, у Хайдегера есть определенные феноменологические резоны, хотя феноменологи и экзистенциалисты не очень редко пересекались. То есть, у них были точки пересечения, одни и те же вопросы. Нередко экзистенциалисты оказывались феноменологами, а феноменологи экзистенциалистами. Ну, то есть, там все немножко вот слито. Почему он отказывался? Я помню, что я в этом читал, но очень давно. Очень давно. Он тоже рассуждает как бы о существовании, но только в другом аспекте. В другом аспекте разбирает существование. Для него вот это вот различие было очень важным. Тогда получается, что существование не является понятием. То есть, он не то, что считал экзистенциализм примитивным, но у него переписка с Ясперсом есть и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вполне так себе нормальным, просто он не причислял себя к ним. Не соответствует ничего из мира понятий. Не соответствует ни одной из понятий, никакое понятие. Не соответствует существование. Таким образом, понятие, само понятийное мышление, если угодно, экзистенцию, то есть, само это существование не схватывает. Нельзя на языке, а язык структурирован понятийно, в этом случае сказать, что нельзя на языке понятия, это, некоторым образом, фортологическое высказывание, язык всегда понятий, ну, пусть так мы скажем. Нельзя на языке понятий, на любом языке, нельзя сформулировать, высказать и формализовать само существование. Поле так, то получается, что существование переходит в какой-то такой разряд несколько мистических категорий. Говорить о нём крайне сложно. Апеллировать к классическому словарю метафизики традиционной точно не получается, поскольку, как мы уже поняли из прошлой лекции, основной пафос, если угодно, классической метафизики заключался в том, что всё может быть высказано понятийно и рационально, а вот здесь мы видим, что этот словарь окажется несколько релевантным и непригодным. И это как раз-таки позволит Хайдегеру провести своё знаменитое антипиантологическое разделение и сказать нам о том, что вся классическая философия, которая фундировала, собственно, классический идеализм, исходила каждый раз, когда она говорила бытие, сущее, и предполагала, что бытие и сущее являются центральной категорией философии, с этого, если угодно, начинается философствование, с констатацией, припомним Парменида, бытие есть, не бытие, а нет. Вот каждый раз, когда она это делала, она мыслила бытие понятийно, предметно. Что это значит? Она мыслила бытие, строго говоря, как совокупность всех существующих вещей. Вот как некий мешок, куда свалены все вещи, которым соответствуют некоторые понятия. То есть бытие сущее представляло собой не вот это загадочное нечто, что добавляясь, делает нечто существующим, выделяя его из несуществующего, а просто, так сказать, неким таким суммативным, арифметическим образом объединяет себя в качестве некого множества все существующие. Так, тут вопрос пришел. Александр, у вас есть свои мистические практики, но они не мистические. Ну вы говорили, что у вас есть какие-то духовные практики, они типа духовные, опять же, условно. Ну потому что они не духовные, там душа, в принципе, не постулируется как существующие. Ну просто практики, получается, присутствуют. Да, не мистические, не духовные, но вот они практики. Практики для достижения тех или иных философских состояний, скептицизма, герменевтики, понимания и так далее, и так далее, и так далее. То есть работа с этим не только логически, но и практически, с помощью изменения самого себя. Да, есть такое. Поэтому Хайдеггер предлагает проводить вот это развлечение, говорить о том, что есть сама сущность, антическая сама сущность, это только качественное, предметное. Это, если угодно, 100 талеров, как понятие, как объект, который мы можем мыслить. Это сам мел, в котором есть белизна, хрупкость, определенная плотность и форма. Сама эта вещь и та загадочная субстанция, нечто, что добавляется к вещи, некая прозрачность, которая добавляется к вещи и делает ее собственно существующей. Ну, Хайдеггер... Блин, только Хайдеггер, серьезно? Ну, блин, Хайдеггер бы охерел с таких вот заяв, как бы. Ну, да ладно. Только Хайдеггер. Только Хайдеггер с идеей эксенциалистов был, ну, бедный. Не повезло, не повезло. В прошлой лекции мы уже касались Дозайн в отношении философии Хайдеггера, и здесь внесем еще несколько уточнений. Ну, Дозайн сложно достаточно характеризовать однозначно, но не будет ошибка, если мы скажем, что Дозайн это, в первую очередь, бытие человеком. Человеческое бытие или способ бытия человеком. Для прояснения того, что здесь подразумевается, Хайдеггер предлагает нам несколько... Ну, вы вводите себя в какие-то внутренние состояния. Скорее, выводим себя из всех состояний. Стремитесь добиться определенных переживаний, экспириенсов. Ну, тут да, вроде того. Это не феноменология скептицизма, это, скорее всего, ну... Это йога скептицизма, получается. Феноменология еще не есть йога. Феноменология не меняет человека, не ее цель менять человека. Феноменология это метод, который позволяет нам взаимодействовать с феноменами, то есть явлениями. У скептицизма у моего есть феноменология дополнительная еще к этому, но она не сводится к практикам духовным. Ну, то есть, вот так вот. Ключевых характеристик, которые помогли бы проводить вот это отвлечение, собственно, бытия человеком от бытия какой бы то ни было вещью или предметом. Поскольку Хайдеггер предполагает, что бытие человеком в определенном смысле специфично. В первую очередь нужно понимать, что, когда мы говорим о бытии человеком, мы... А если Хайдеггер не считал себя экзистенциалистом, разве из этого следует, что он не экзистенциалист? Ну, неприятно было бы Хайдеггеру. Бытие в данном случае не является абстрактным понятием. Это не та абстракция, о которой говорит античная философия, как раз сейчас у СССР, у него в своей аксиомии бытия есть. Это всегда некая там приятная бытия. Ну, господин, ну ты бежишь прямо сейчас по головам парменидовским. Ну, я согласен, что парменид, видимо, не считал, что бытие как таковое есть нечто вот такое частное, конкретное. Но по Хайдеггеру она права. Но проблема заключается в том, что Хайдеггер открыл свое понятие бытия, прочитывая досократиков, и он считал, что у досократиков, видимо, в том числе у парменида, ну, было что-то вот такое. Я думал, что феноменология включает в себя переживания разного рода, типа религиозного экспириенса. Ну, в каком-то смысле, если религиозный экспириенс можно разбирать как совокупность некоторых ощущений, да, наверное, но такое. Но это явление, это прежде всего явление, то, что нам является. Временящееся бытие, то есть это то бытие, которое всегда уже предполагает структурирование временностью, некоторое темпоральное, как вы могли бы сказать, философы, бытие. И оно конкретно через свою временность, это всегда здесь и сейчас бытие, конкретизированное моментом настоящего, моментом сейчас. Зачастую именно эта характеристика позволяет переводить дозайн буквально, в общем, как Хайдеггер делает внутри немецкого языка, соединяя понятие здесь и бытие. То есть дозайн это здесь бытие, здесь как раз-таки речь идёт о том, что человеческое бытие это всегда присутствующее в настоящем. Настоящее при этом является в достаточной степени загадочным и неуловимым, поскольку мы не можем дать непротиворечивое и формализованное описание настоящего. Но ощущение себя бытующим для человека всегда означает ощущение себя в настоящем. Вторая отличительная характеристика, о ней скажем вкратце, мы касались этого момента в прошлый раз, это то, что в дозайн сакцентирован именно момент антропологичности, то есть человека, не как метафизического субъекта. Это не тот классический гоносиологический лепестный. Ну, знаете в чём дело, переживаниями занимается чаще всего экзистенциализм как раз. Состояниями, ну, я не знаю, наверное, ни один раздел европейской философии не занимается, это йога скорее здесь работает, мистика какая-то. Экспиренсами, ну, блин, это опыт что ли, это опыт получается. Опытом занимается, ну, получается, эмпиризм, ну, что такое. Этимологический субъект познания, который обладает каким-то привилегированным статусом вынесения за пределы мира и возможности познавать мир, весь мир, философский мир, да, как некий объект. Он является частью бытия, некоторым образом продолжает это бытие, всегда уже инкорпорирован, вмонтирован в него. И в этом смысле экзистенцию правильнее было бы понимать как понимающие себя бытие. Это некий, если мы хотим сказать привилегированный, то, наверное, это не привилегированный участок самого бытия, привилегированность которого заключается в том, что в этом пространстве бытие узнаёт о самом себе. Здесь звучат гигеревские мотивы, и можно Хайдегера понимать таким образом, но самое важное здесь то, что экзистенция не предполагает вот ту классическую метафизическую вынесенность за пределы бытия. Третья характеристика, дозайн указывает на то, что дозайн нельзя было бы редуцировать к одному только процессу мышления. Это не сугубо интеллигибельный процесс, и это ещё один мотив, который позволяет нам размежеваться. Спасибо, плага. Классическая метафизика, которая говорит о классическом субъекте, как фактически о мышлении. Ну, медвежская горилла, понимаете, слово «опыт» может быть использовано вообще в нескольких значениях. Эпирический опыт радикально отличен от мистического и религиозного, а мистический и религиозный тоже отроют друг друга, могут отличаться. Блин. Стрим упал на несколько секунд, да, друзья? Ну, снова встал. Физический субъект – это воплощённое мышление. Оно может быть, так сказать, инсталировано на некий носитель, а может и не быть, но чистое сознание, фактически чистое сознание, чистое мышление, как сам процесс, есть субъект. Вот Дозайна говаривает, что Дозайн и человек, и первичное в человеке – это не сознание, это то, что, если угодно, предшествует сознанию, некое протофеноменальное. Если использовать терминологию феноменологии, Хайдеггер является уникальным мыслителем, поскольку объединяет свои философии и мотивы, экзистенциализма и мотивы феноменологии. Оба этих направления являются частью… Мерло Панти так делал, Сартеро так делал… Той современной философии, о которой мы говорим. Многие так делали просто. И частью той критической философии, которая приписывает нам пересмотреть традиционную метафизику. Поэтому здесь уместно использование словаря феноменологии. И говоря о том, что Дозайн не есть сознание, но есть, если угодно, то, что является условием возможности сознания, то, что предваряет и предшествует началу сознания, в этом смысле мы говорим о том, что это есть некий протофеномен, можно было бы назвать неким настроением, из которого совершается некий акт мышления, но это не сам акт мышления. Наконец, Дозайн является субстанциальным, здесь слышится тоже мотив феноменологии, он не является независимым, самостийным, сущностным, в том плане, в котором классическая метафизика предлагала субъект-объектный дуализм. Есть субъект, независимый, как некая субстанция, независимый по своим антологическим основаниям от объекта, от вещей и вещи, независимый от субъекта. Мы помним, что феноменология пересмотрела эту независимость, навсегда связав субъект с объектом и, произведя эту революцию в виде некоторой связки, предложила отбросить сам словарь за риском быть спутанным, опять, классическими коннотациями, предложив говорить об интенсиональности как некой первичности его феноменах. Хайтгер следует этой мысли и говорит о том, что Дозайн также не является классическим метафизическим субъектом, потому что он никогда не начинает сам себя. Мысль не соотносится с самой мыслью, и субъект в этом смысле не есть самосоотносящиеся мышления. Его актуализация возможна только как некое вторичное, так сказать, ретроактивное отражение от вещей. Дозайн актуализируется и самореализуется, и самосовершается, и в этом смысле самосознается в момент встречи с вещами. Наверное, я попытаюсь соединить оба видео в отдельный хайлайт. Это о том, что Дозайн всегда при вещах. Многочасовой хайлайт Гаспарян. Существует неким таким отраженным светом. Ну и, наконец, еще один момент важный. Проясняя природу Дозайна, нужно сказать, что несмотря на то, что мы сказали, что Дозайн не является классическим субъектом познания, который бы возвышался над миром, тем не менее, Хайдгер оговаривает, что в природе Дозайн присущая способность к трансцендированию, но только это трансцендированность иного рода, не классического, которая предлагала такую несколько грубую схему, а субъект, который трансцендирует мир вообще. Трансцендирует с точки зрения своих эпистемологических претензий, своих эпистемологических возможностей. Он является внешним исследователем мира в этом смысле он трансцендентен. Хайдгер говорит о том, что своеобразие Дозайн заключается в том, что это только человек может. Слушайте, на плюс 5 часов вы, Джон Дой, что-то тут не догибаете. У меня прошлый стрим 5 часов занял ее разбор. И мы сейчас еще будем бороться с ней. Поставить где? Ну, в смысле, по-дружески бороться. Я под вопрос, только человек может сослагать. Дружеская борьба. Что означает сослагать? Во-первых, пребывание в человеческом способе, это в первую очередь возможность отделения, отличения себя от всего остального. То, что можно было бы связать с классическим разделением на я и не я, но использование классического словаря должно быть очень ограниченным и осторожным. Но, по крайней мере, эта интуиция нам понятна. Человеческая, то есть все-таки некоторое я, начинается в тот момент, когда оно некоторым образом самообособляется и понимает, что оно не сливается с вещами. Но вместе с тем, именно это подразумевается под... Именно это означает термин трансцендирования. Вот это да! Хайлайты на 10 часов. Это уровень. Это настоящий уровень. Того, что означает сослагательность, доступная человеку, это то, что Хайдеггер говорит, возможность поставить бытие под вопрос. Это возможность, доступная человеку во всем сущем, всегда уже видеть некоторые возможности. То есть наличная данность не воспринимается как единственное. Предполагается, что то, что сбывается, сбывается как некий результат из какого-то спектра возможностей. То есть человеческое бытие всегда уже существует и так же и в некой параллельном... Развертывается наше понимание, если угодно, так же всегда уже развертывается в неком параллельном... Ну, она очень интересно вещает. Никаких проблем не вижу. С Хайдеггером здесь даже спорить не буду. В мнении, где мы осмысляем мир с помощью актов и возможностей, а не только... Одних только актуализаций. И вообще само это разделение, возможно, и актуальное для человеческого мышления, возможно, именно потому, что мы знаем о том, что есть вот этот вот регистр возможностей, эта модальность возможностей. И в той мере, в которой мы могли бы пофантазировать о неком нечеловеческом сознании, это, конечно, всегда очень такая провокативная модель, но в той мере, в которой мы могли бы так сугубо дидактически об этом пофантазировать, мы могли бы сказать, что нечеловеческое некоторое сознание могло бы принимать всё сущее в качестве единственного возможного, в качестве единого акта. И вот такой способ бытия в мире, это не вполне способ дозайн. Дознание всегда развертывается между тем, как могло бы быть, и тем, что есть. Эта характеристика является ещё одной интерпретацией той временности, в которую погружен человек, поскольку умышление сознания и переживания человека всегда уже развертываются во времени, а значит, в неком растяжении между прошлым и будущим, между некоторыми состояниями нашей индивидуальной памяти и теми экспектациями, ожиданиями, предвосхищениями, которым... А какие есть критики у Хайдегера? Честно говоря, я не знаю, я не считал критиков. Да, это Андрей Лемон представил. Структурировано наше восприятие самого настоящего в этом растяжении между прошлым и будущим, и реализуется вот эта вот возможность сослагать мир изнутри некоторых возможностей. Такова, в общем и целом, версия Хайдегера, с помощью которой он поясняет... Ну, Загдауман, ну лол, ну это было в хайлайтах уже по... Супермаргиналам было в хайлайтах, что Хайдегер говорит про воображение. Это было в хайлайтах... Это не было даже в хайлайтах, это было в лекции моей по воображению. Загдауман, ну посмотрите, пожалуйста, лекции по воображению, например. В чем состоит своеобразие бытия человеком? А в последующем мы продолжим линию философии и экзистенциализма и посмотрим, какие еще предлагались интерпретации, собственно, человеческого существования. Я не знаю, наверное, потому что я устал, я сегодня весь день что-то на ногах, и, как бы, может быть, поэтому я сегодня по-особому выгляжу. Ну, давайте все, от Хайдегера подальше отойдем. Хайдегер уже, как бы, это, надоел. Набил оскомину, товарищ Хайдегер. Мы, кстати, скоро уже до трех часов дойдем, вау. Но я хочу найти то, что я смогу прокомментировать. Я люблю комментировать просто на самом деле, а сейчас что-то вот не попадается. Гаспарян, пока все хорошо. Диана Эдиковна. Еще один философ, которого побольше... Жан-Пульс Артер. Большей частью все-таки считают именно главным, наверное, представителем экзистенциализма. Ну, очень смелое утверждение, что Жан-Пульс Артера – главный представитель экзистенциализма. Я не знаю, кто считает. Потому что, ну, он не чистый экзистенциалист, например. У него содержатся и элементы феноменологии в его философии в целом. Он опирается на Хайдегера, во-вторых. То есть, он далеко не первый. И до этого есть еще Киркегор, как минимум. Почему Жан-Пульс Артер внезапно главный? Я даже не знаю. Жан-Пульс Артер в французском. Ну, хз, такое мнение везде встречается на английских ресурсах. Ну, блин, неприятное, неприятное мнение, честно говоря. Просто в экзистенциализме... Ясперс еще есть, тоже величина, знаете, такая громадная. И тут Жан-Пульс Артер. Мыслитель. Я не то, чтобы, знаете, большой критик Жан-Пульс Артера, но то, что он самый большой мыслитель экзистенциализма, ну, что-то меня это напрягает. Предложил очень известную и, может быть, более... Не, Артер силен, как бы, методическая горилла. Он силен, он хорош для... Ну, для своих он хорош, он силен, но я не понимаю, какого черта... Ну, вот даже если его с Хайдегером сравнивать. Ну, вот Гаспарян назвала Хайдегера экзистенциалистом. Если сравнивать Хайдегера же и Сартера, ну, типа, чего получается? Понятно. Ясно. Версию разделения на сущности существования важны с точки зрения определения специфики самого человека. Сартер указывает нам на то, что в отношении всех вещей, того, что мы используем классический словарь, могли бы назвать объектов, да, в отношении всех вещей... В смысле, шериф, не стримлю, я стримлю на Твиче, нас там смотрит один человек сейчас. Как бы... Рассуждать так, как предполагал клатанизм. Да, действительно, немыслимо говорить о такой вещи, как стол, или такой вещи, как дерево, или планета, не предполагая, что онтологическая реализация этой вещи, тому момент, когда вещь пошла быть, если угодно, да, реализовалась в качестве существующей, не предшествовала какой-то идеи, понятия значения модели, алгоритма, замысла. Ну, тупо, типа, Сартер самый знаковый, самый яркий представитель экзистенциализма, ну, такое. Безусловно, мы рассуждаем так, что вначале должен быть некий принцип, регулирующий существование некоторой вещи, а потом уже сама эта вещь. Должна быть некоторая определённость, которая удерживает эту вещь в качестве объекта, но эта определённость, это есть нечто идеальное. Это фундаментальная интуиция, которую высказывает клатанизм, которой следует вся классическая философия, в этом смысле весь идеализм классической философии. Сартер говорит нам о том, что если мы вдумаемся, то мы увидим, что в отношении... Ну, просто, по-моему, очень странно, по-моему, очень странно. ...вещей подобного рода рассуждения вполне себе правомерно, но как только мы пытаемся приложить его к человеческому существованию, причём к человеческому существованию не вообще, в качестве, опять же, некоторой абстракции, а в качестве своего собственного существования, моего «я». Так, друзья, простите, я буду сейчас включить на такое что. Каждый из нас попытается применить к своему собственному существованию, к своему «я», и обнаружит, что такой способ рассуждения не вполне адекватен. Нельзя говорить о том, что существованию Сартера как личности, и, говоря, например, я, говоря сейчас о себе, не могу сказать, что моему собственному существованию, в качестве определённого индивида, определённой личности, предшествует некоторая модель, чёткая, есть некий замысел, некое предписание, которое бы определяло сущность личности таким же образом, как это происходит в случае с объектами, в случае с вещами. Сартер говорит нам о том, что, собственно, у отдельно взятого человека, отдельно взятой личности, нет никакой сущности, которая бы позволила нам говорить о самом себе, как вот в таком частном случае этой сущности. Ведь, фактически, мы с вами припоминаем, что когда мы говорили в рамках платонизма и в рамках классической философии, когда говорится о понятиях и вещах, вещи являются частными случаями, такими вот иземплилификациями общих понятий. Но говорить о каждой конкретной... позволяющей с ней сверяться, её транслировать или последовательно развертывать, как генетический код. Сократ существует не потому, что есть идея Сократа, он просто существует без всяких на то оснований. индивидуальности как частном случае некого общего понятия, нельзя это противоречить самому понятию индивидуального. Тогда получается, что особенность человеческого существования, вот, собственно, своеобразие бытия человеком, теперь уже в рамках философии Сартра, а значит, своеобразие, собственно, человеческой экзистенции, как говорит он, заключается в том, что человек в качестве отдельно взятой индивидуальности сначала приходит в этот мир, сначала встречается в мире, сначала существует, а потом уже пытается... Потом уже умирает. Имеет идеальный код, в соответствии с которым он мог бы продолжать сбываться дальше, с которым он мог бы сверяться, на который он мог бы ориентироваться, но совершенно определенно, что... Опа! Цитата Гаспарян. У человека нет архетипического праотца. Так, у человека нет архетип... То у него нет жизненного плана, который был бы ему дарован свыше, нет ни смыслов, ни ценностей, которым он мог бы автоматически следовать. Все, что человек пожелает выработать в качестве своих ориентиров, будет результатом его собственной воли и выбора. Это значит, что у человека есть нечто незавершенное, а его целостная реализация... Ответ на вопрос «Кто я?» Всегда в будущем, а не в настоящем. В настоящем же человеку всегда не достает самого себя, так как он скорее является чистой возможностью себя. Он вынужден каждый раз отсрочивать свою целостность. Это похоже на философию Сартра. Окей, метафизическая горилла скинул нам, в общем, типа сообщение из Семферской энциклопедии. Ну, тем более, понимаете, с Морисом Мерло Панти, Симоной де Бувуар, ну, то есть Альбертом Камю, ну, там как-то все вот слито идет. Притом я не считаю этот период развития эксистенциализма самым таким важным, знаковым и сильным. Вот просто потому что. Вот просто потому что до этого было как бы мощно тоже. Ну, вот такое. Своё собственное индивидуальное саморазвертывание ни в коей мере не ощущается нами и не переживается как реализация какой-то модели. Мы не считаем себя частными случаями общих принципов. Но можем искать в мире и для самих себя, пытаться искать и вырабатывать какие-то общие принципы, на которые бы мы могли сориентироваться. Но своеобразие этого поиска, как вновь подчеркивает Саша, заключается в том, что этот поиск всегда будет производиться на совершенно свободных и произвольных основаниях. Сам поиск общего для... У меня вопрос. Она исследовала теорию философии сознания Мираба Мамардашвили, либо вообще сознание конкретно Мираба Мамардашвили. Мираба Мамардашвили, да. Ну, интересно, интересно. Король экзистенциализма Сартера. Ну, окей, окей, окей. Меня, как отдельно взятой личности, не будет сам, в свою очередь, согласовываться с каким-то общим принципом. В своем поиске каких-то точек отсчета, за которые я мог бы, так сказать, зацепиться и на которые я мог бы сориентироваться в качестве некоторого идеального, некоторой идеи, которая бы меня собирала, из которой бы я потом ответственным образом сверялся бы. Тем не менее, сам этот поиск тоже производил... Боже мой, ну серьезно, Гаспаряна в национализм ушла? Она решила продвигать Мираба Мамардашвили внезапно? Эх. Не люблю национальных исследователей, которые каких-то своих национальных героев вперед продвигают. Это, по-моему, немножко не очень круто. Ну да ладно, ну да ладно. В некоторой пустоте идейной, в некоторой ситуации радикальной свободы. Этот мотив, как раз-таки радикальной свободы, которую мы уже упомянули, позволяет... Блин, цитата из ее книги «Видение в неклассическую философию». Указать на второй очень важный момент в его философии и понимании человека, а именно в радикальную... Нет, Гаспарян, безусловно, специалист, здесь вообще никаких вопросов у меня не вызывает, все хорошо. Говори, да, радикальную способность человека быть свободным. И о чем здесь идет речь. Ну, эта тема приводит нас в очень важную... Приводит нас в точку важного дискуссионного поля для всей философии. Является ли человек свободным или не является? Это отдельная проблема философии. Наделена ли свобода воли некоторой свободной? Наделены ли мы свободой воли или вовсе ее не имеем? Позиция Сартера здесь вполне определенно. Значительную часть аргументаций он посвящает тому, чтобы указать на то, что человек безусловно свободен, даже если бы он пожелал от этой свободы, отказаться у него это не получится. И довод его заключается в том, что фактически, если мы присмотримся к тому, каким образом действуем, каким образом принимаем решения... Александр, читали ли вы все четыре тома Лебница? Честно признаюсь, не читал. ...действовать или не действовать? Лебниц хоть мне интересен, как мыслитель, но это не значит, что я читал всего Лебница. Я читал его письма, направленные Гопсу, в основном это отвратительные стилистические вообще работы, но если бы мне Лебниц прислал такие письма, я бы просто не стал их читать. Там на целую страницу, в общем-то, там просто подсосы начинаются. Какой там Гопс крутой, какой он замечательный, какой он красивый, крутой, умный, умный, гениальный. И это все страницу продолжается. Я просто такое читать не стал, если бы мне такое написали. Ну, бывает, да? Читал монодологию, безусловно, читал монодологию, один из интереснейших текстов вообще. Террицею читал, но вот полностью изучить Лебница мне как-то вот не было времени, так скажем. Воображение по Хайдегеру это способность созерцать без присутствия с одним предметов и корнем воображения является чувственность и рассудок. В целом, да, ну, кратко так. Он это взял у Канта, но в целом, да. Он также сближает концепцию воображения с дозайном и пытается трактовать воображение онтологически. То есть воображение оказывается онтологической способностью у Мартина Хайдегера, которая позволяет нам присутствовать в этом мире. Решение оценивающего характера, что считать по тому или иному поводу, как оценивать. Любая наша активность проникнута неизбежностью того, что принимаемое решение происходит в ситуации, когда никакие мотивирующие механизмы не принуждают нас к любому шагу. То есть, если мы обратимся к самим себе и скажем, что, к примеру, некий ареал обстоятельств побуждал нас к тому или иному действию, некоторая предыстория, какие-то события в моей жизни, некий набор ситуаций, которые, собственно, воспитали меня тем или иным образом. Одним словом, весь громадный спектр внешних человеку событий и обстоятельств складываются таким образом, что действие человека становится несвободным. Мое решение поступать одним образом или другим становится жестко детермируемым. Стартер говорит, что как только мы обратимся вглубь сами в себя и подвергнем такой способ размышления более тщательному и честному, что важно, анализу, мы увидим, что какие бы обстоятельства ни складывались, окончательный выбор в пользу одного действия или другого происходит в некой пустоте, в пустоте, в которой причинно-средственный ряд просто отсутствует. Спонтанность, автономно все это происходит. Причинно-средственный ряд обрывается в той ситуации, это еще у Хайдеггера присутствует аспект спонтанности, когда современные исследователи Хайдеггера начинают продолжать философию Хайдеггера, обычно речь идет о какой-то спонтанности постоянно. спонтанность присутствует в философии Хайдеггера. Васил ставит Лебница выше Канта, потому что Лебница реалист метафизический. Ну, окей, окей. принимает решение и поступает так или иначе. Его поступок может быть в значительной степени в пользу, так сказать, того или иного решения может складываться или не складываться. Лебница очень интересен, в том числе, потому что он математик, его философия математики интересна, комбинаторику он разработал, все это можно использовать до сих пор, модальности, с модальностями работал. Ну, то есть, Лебница большой мыслитель своего времени, тут вообще бесспорно. Я на самом деле Канта тоже не очень высоко ставлю. то есть, кто выше Лебница или Кант, мне оба как-то мало интересны, особенно в контексте того, что это философия нового времени. Вся философия такая вот уже нового времени, для меня, знаете, она немножко затирается христианством, потому что мыслители нового времени так или иначе обязаны решать вопросы, поставленные христианами. Это тенденция уже довольно суженная, поэтому я не очень люблю такое. Складывается огромное количество Я больше по-древним, друзья. Древние, у древней шизы самое лучшее, что может быть. Побуждающих факторов, например, кто-то судящий о моем решении со стороны и пытаясь предсказать мое решение, скажет, что с высочайшей степенью вероятности я поступлю так, а не по-другому, потому что, ну как, ну все складывается, если я действую рационально, если во мне говорит какая-то психология, если сказываются определенные свойства моего темперамента, которые, да, безусловно, определяют в значительной степени то или иное мое решение и можно с высочайшей степенью вероятности предсказать мое решение. Свобода – это как раз ничто, которое содержится в сердце человека. Но Сартер говорит, что несмотря на сколь угодно высокий, так сказать, сколь угодно высокую... Из книги «Бытие ничто», кстати. Александр, вот вы говорили, что догматизм строит миры, а скептицизм может строить миры? Может ли скептицизм что-либо построить? Ну вы мои романы почитайте, узнаете. Ну то есть, не дмитрийская горилла. Я могу много всего строить. Я просто, в отличие от догматиков, не ограничен. Я могу как бы как угодно, без каких-либо ограничений делать то, что захочу. Тимур Кант пишет, Фреги – величайший философ после Канта. Это мнение большинства аналитических философов. Знаете, почему, Тимур? Потому что оттуда и пошла от Фреги аналитическая философия. по сути. Ну, это один из первых авторов, который как бы перечисляется среди прочих. Вероятность возможного предвосхищения действия, предпринимаемого каждым из нас, каждым человеком, это вероятность никогда не является стопроцентной. И в этом смысле, даже если есть всего один шанс, что мы поступим таким образом, как... Таким образом, как... То есть догматика может быть проявлением и инструментом скептицизма. Да, метафические горилла, все верно, все верно. Ну, то есть, почему осьминог? Почему осьминогу восемь щупалец, получается? Потому что каждая щупальца олицетворяет то или иное мнение, которыми он может управлять и которым он может мимикировать, под которым он вообще может. в том числе по этому осьминог бесконечности, кстати. Предпримем такое действие, которое никоим образом, никем и ничем не может быть предсказано и спрогнозировано. Это указывает на то, что мы абсолютно свободны. Фактически, Сартер, расширяя свое представление о собственной человеческой свободе, скажет нам, что именно благодаря тому, что человек существует в мире, является частью этого мира, вмонтирован в этот мир, то благодаря этому весь мир, если угодно, мир, в котором есть человек, не мир вещей, а мир вещей и людей, то есть мир в целом является, в общем-то, инодетерминистичным. Те действия, то есть активность, которые... Инодетерминистичным, то есть недетерминистичным, то есть, да, все верно. Она просто не очень понятно проговорила, окей. ...и проистекает от человека, от человеческого существа, она трансформирует весь мир, то есть, если угодно, каждое мгновение вписывает... Да, горилла, скептик может делать все, что хочет. Это и хорошо. ...все мироздание... Или нехорошо. Какая разница? ...свой собственный момент, в качестве нового и свободного. Человек привносит в мир новое событие, в этом смысле меняет весь мир. В той мере, в которой человек, человек, все-таки, является частью мироздания и несет с собой радикальную свободу, то и весь мир становится радикально свободным, поскольку те действия, которые предпринимает каждый человек, и человечество в целом, стигматизировано, принципиально маркировано как свободное, и в этом смысле весь мир... Ну, я прошу заметить, медвистская горилла, что на самом деле большинство скептиков ну, ничего практически не делали. То есть, античные скептики это были чисто такие негативисты, у них чисто отрицательная философия, практически никаких позитивных достижений, в основном только критика, критика и тропы, которые предназначены для критики, и критика, и критика, и критика, и все. Ну, и все, как бы. А утверждений мы не делаем, и все. Я здесь выдающийся скептик вводом. Становится индоторминистичным, свободным. Интересно, что этот мотив, согласно Тору Мусарту говорит нам, что существование человека в мире делает весь мир свободным, этот мотив отличается от классической философии, классической античной философии, в частности, от позиции Аристотеля, по которой мы говорили в одной из лекций, которая фактически толкала к тому, чтобы считать, что мир дотерминистичен, все-таки, и в нем господствует некая судьба, Никифата. Мы говорили о том, что для греческого сознания, для греческой культуры, для греческого философа представление о том, что в мире невозможны новые события, и в этом смысле мир, скорее всего, дотерминистичен. Нет, скорее не сможете. Потому что будет догма. Ультра-хардкорный мусульманин тоже подразумевает догматизм. Являлась такой вот, ну, фактически обоснованной идеей, обоснованным тезисом. А вот Сартер как раз указывает нам на то, что благодаря человеку, который свободен и свободно в этом мире самоопределяется, делает весь мир способным к появлению в этом мире нового события, если угодно привносит в этот мир фундаментальную неопределенность. Согласен. Окей. Еще один сюжет, связанный с критикой идеализма, связан с критикой идеализма как рационализма. Такой, скорее, не антологический. Ну, кстати, да, идеализм рационалистичен. То есть, категорию разума в целом вносят в философию Платона, и там уже начинаются свои приключения. Медвижская горила, вы не можете сомневаться в скептицизме. То есть, в чистом скептицизме сомниться невозможно, потому что там у вас просто нет никаких убеждений уже. ... критический, а эпистемологический. В этом направлении большую работу проделывали философы, которых принято объединять в некоторую такую группу. И это направление, которому они дали рождение, называть философией жизни. Несколько условное название, но не будет большой ошибкой, если мы под этой шапкой объединим как минимум двух философов, на которых и остановимся. Федерих Ницча и Андрей Ферксон. Ключевые идеи самого этого направления философии жизни... Вы можете сомневаться в скептицизме, который не является скептицизмом. Если вы доходите до конца, ну, вам просто вот уже без разницы. Скептицизм и скептицизм. Ну, то есть, вы можете в бесконечную редукцию уходить, сомневаться в сомнении и так далее, так далее, так далее до бесконечности, но толка в этом тоже особо не будет. Заключается в общем виде в том, что мир, как некая целостность, является миром длящимся, это мир временящийся, это мир, который развертывает себя в структурах времени. И в этом смысле он является миром континуальным. Если он длящийся, мы знаем, припоминая одну из лекций, в которых мы говорили. У меня нет никакого абсолютного знания. Метовическая горилла, хватит придубывать. Чистый скептицизм, он просто не поддается сомнению. Просто очищенность от убеждений, и всё. В чём проблема-то? Или об античной философии, о школе илиатов. Мы помним, что уже илиаты обнаруживали то, что описание реального мира, как длящегося, побуждает нас к тому, чтобы говорить о непрерывной длительности. Длительность – это всегда непрерывный процесс. То, что принято обозначать термином континуальность. Так вот, мир, целостный мир, как длящийся мир, мир временящийся – это мир континуальный. Есть большая проблема, которая заключается в том, что любые способы описания этого мира, а какие способы описания нам известны, это описание с помощью языка, это описание с помощью математического исчисления, с помощью логицистских каких-то систем, с помощью определенного логического языка, с помощью понятий, с помощью законов логики или с помощью каких-то других искусственных языков описания. Все они так или иначе являют собой дискретизированный словарь, такой дискретизированный словарь, который предполагает некоторое разделение на отдельные взятые части и последующее суммирование. И большая проблема заключается в том, что никакой дискретизированный способ описания не в состоянии воспроизвести реальности континуального, непрерывного. Есть фундаментальный конфликт между... Ну, вы просто, метафические гориллы, можете дойти до чистого скептицизма и понять, что, ну, просто плевать становится. Сомневаться, не сомневаться там в нём или нет. Описанием с помощью... Не, ну, просто у нас впереди ещё громадная лекция, во-первых. Во-вторых, я немножко подустал, но надо как-то, в общем, это, да... ...искретного языка... Сейчас тяжеловато. ...континуальной реальности. Вот на это обращают внимание. У нас сегодня цель закончить вот это вот видео, как минимум. Потому что оно большое, оно тяжёлое. С Бергсоном я, кстати, философии Берсона плохо знаком, поэтому... ...философия. Комментировать у меня пока не получается вот это вот всё, потому что я не совсем здесь знаком. Направление как философии? Да, друзья, если я потом отдохну и потом посмотрю, я деньги перестаю зарабатывать, друзья. Понимаете, вы же деньги не закидывает сейчас никто мне, понимаете? Пока видео не посмотрено, мне никто не закидывает деньги. По двойной очереди никто ничего не заказывает. Сидим, смотрим. ...смотрим жизни, да, почему здесь появляется термин «жизнь», непосредственно. Поскольку жизнь как раз-таки указывает на тот мир, который правильно понимать, не как вот этот абстрактный мир, о котором говорит классическая философия и классический идеализм, а именно конкретный мир, длящийся... ...существующий во времени, этот мир, тот мир, который действительно нас окружает, не абстрактный, а реальный, этот мир фактически есть жизнь. Не, ну про Бергсон я бы всё равно ничего не сказал, даже отдохнувший как бы. Я всё равно каждый первый стрим после работы, я всё равно уставший, друзья, всегда как бы. Ну, то есть автоматически я не высыпаюсь каждый раз. И вот один из ярких философов, мыслящий в этом направлении, Анри Бергсон, говорящий нам о том, что вот этот мир, эта реальность, это есть жизнь, ну, указывает в первую очередь на то, что отказываться от традиционного метафизического понятия мира, ещё и имеет смысл, потому что тот термин «мир»... Да, я читал Бергсона, читал, да, творческую эволюцию, я помню, помню этот термин, но я чё-то вот плохо читал. Собой сложное противоречивое разделение на две субстанции, дух и материю, из прошлых лекций, коллегами прочитанных, мы знаем, что классический дуализм, разделивший весь мир на, если припомнить, допустим, декартовскую версию, на res extensio, материю, мир протяжённый, и res cogitans, дух, сознание, субстанцию мыслящую. Это разделение кажется наглядным, но большая философская проблема заключается в том, каким образом потом соединить эти две субстанции, каким образом объяснить, как одно влияет на другое и так далее. Из этого разделения, в действительности, философия получает гораздо больше проблем, чем решений. Поэтому Бергсон говорит нам о том, что жизнь является как раз-таки тем смысловым образованием, реальным, не абстрактным, не то, которое мы искусственно придумываем, чтобы устранить какие-то философские проблемы, а, собственно, та доподлинная наличность. Что такое жизнь, Диана? Существует, как её вообще обнаружить? Что живо, что не живо? А мы точно живы или не живы? Может, весь мир живой или, наоборот, весь мир не живой? Может, механизмы, роботы технические? Ну, то есть, Бергсон, что такое жизнь? Реальность, которую мы её должны иметь делать, эта жизнь позволяет устранить это разделение непродуктивное и проблемное. Сама жизнь? Продуктивное понятие вообще? А, поскольку жизнь, если понимать её как... Ну, она продуктивная или нет, но я не понимаю. Чего-то органического, сам, если угодно, организм отдельно взятый, есть то, что соединяет в себе материальное и сознательное. Происходит это потому, что всякие организмы для того, чтобы жизнедеятельствовать, при том, что мыслим о него как часть природного мира. Гость уже был, Олег Августовский был, хороший гость, хороший. Но тебе бы вряд ли понравился так, как Бояршинов, но был. Для структурации этого организма... Мы там по философии в основном беседовали, поэтому я не думаю, что тебе бы сильно зашло. Жизнеспособного, оно всегда уже содержит в себе некоторую, оно всегда уже реализует некоторую интеллектуальную жизнь, как минимум в режиме адаптации к внешней окружающей среде. Александр, чем бы вы занимались, если бы не пришлось зарабатывать деньги? Я писал романы всё это время как бы. То есть, я и на работе пишу романы. И нормально всё идёт. Романы, философские произведения, не знаю, стихи. Создаю свой большой-большой-большой проект. Да и вообще, почему вы начали стримить? Ну, в том числе для того, чтобы развивать свои ресурсы, чтобы люди узнавали, что я что-то вообще делаю, что я что-то вообще произвожу. Что у меня есть какой-то контент, что я что-то вот творю как бы. Ну и сейчас получается, что в том числе ради того, чтобы заработать какие-то деньги, потому что это даёт какие-то деньги всё-таки, друзья. Это приятно. Приятно, что можно зарабатывать на чём-то более-менее, ну, непротивном, неотвратительном. Особенно вот сейчас очень даже хорошо. Ну, люблю такие видео содержательные, которые можно обсудить, которые можно рассмотреть. Вот такие видео смотреть и зарабатывать за это деньги, ну, это просто вот мечта, наверное. Ему нужна некоторая, так сказать, минимальная... Такая работа ещё может быть лучше. Я не представляю. ...электричная жизнь для того, чтобы состояться в качестве организма. Второй момент, на который обращает внимание Бергсон, говоря о жизни. Жизнь есть именно вот эта континуальность, то есть чистая процессуальность, в отличие от, опять же, понятия мира, который выглядит как некоторая абстракция. И неясно, должны ли мы говорить о мире, как о вечном мире, мире каких-то вечных вневременных истин. Жизнь – это есть нечто конкретное, реальное, во времени присутствующее, но тогда это есть нечто процессуальное. И тогда становится очевидным, что чистую процессуальность жизни воспринимать с помощью... Мы сказали, что с помощью дискретного описания нельзя, а что несёт с собой дискретное описание? Интеллект, мышление. И поэтому Бергсон указывает на то, что восприятие реальной, актуальной, длящейся жизни с помощью одного... Лишь аппарата интеллекта невозможно. Ну, а если невозможно, что мы с ним делать-то будем, как мы зафиксируем жизнь? Жизнь есть чистый процесс и непрерывная длительность, развертывающая себя усилия к продолжению. А если у человека нет развертывающего себя усилия к продолжению жизни вообще, что это значит? Что с ним будет? Если он самоубийство хочет совершить вообще, что делать дальше? Чистый процесс, непрерывная длительность. В смысле непрерывная длительность? Если мы когда спим, например, мы можем прям вообще вырубиться из сознания и ничего не ощущать, не думать, что что есть жизнь. Он просто... Это не организм получается в данном контексте, в контексте философии Бергсона. Чистый процесс, чистый процесс. А чем он чистый? В каком смысле он чистый? Что в нем чистого? Наше восприятие пространства, времени в зависимости от наших состояний абсолютно меняются. От состояния наших органов чувств, органов чувств, все может меняться просто радикально. Это же прям, ну вот, лол, что в нем такого чистого в этом процессе? Почему он непрерывный? Он же прерывается. Интеллект устроен таким образом, что он всегда уже структурирован логическим восприятием. Он дифференцирует свое восприятие, дробит его, а потом пытается синтезировать. И вот сама методология восприятия сущего конфликтует, противоречит, она оказывается ирелевантной самому этому сущему, если только мы делаем ставку на интеллект, логицированный в своей основе. Это позволяет, такое положение, дело позволяет Бергсону сказать на то, что интеллект, не будучи недостаточным, не даже ни в коей мере приложимым к восприятию актуальной жизни, ему как минимум он должен быть дополнен чем-то другим, или даже вовсе от него следует отказаться. Но так или иначе... А, ну вот это прикольная идея, что мы можем познавать с помощью эмоций и интуиции. Это прикольная идея. Ну, это прикольная идея, но я не скажу, что насильная, но она прикольная, да. С описанием жизни как-то чего-то дрящегося. Ну, то есть нахер наш интеллект, есть эмоции, интуиция. Ну, то есть это хорошо, это оригинально как минимум, есть в этом что-то новое. Но хотя во времена Анри Бергсона это не такая уж и новая идея, наверное. Интуитивисты были и до этого. Справляется эмоция или интуиция, которая по природе своей, или переживания, можно использовать этот термин, которые по природе своей не дискретны, а не целостных, холистичны, как он говорит. И поэтому они позволяют нам разом воспринимать сущее, без, так сказать, вот той работы разделения, к которой обычно обращается интеллект. В этом же русле рассуждает Ницше, еще один мыслитель, тоже его считают представителем направления. Я не понимаю, ты выступаешь больше с позиции эксперта или познающего субъекта. Сейчас, в данном случае, в контексте этой лекции, я выступаю как человек, который задает философские вопросы, а не как бы экспертные. Потому что Гаспарян хорошо пересказывает большую часть того, что было. Ну, да, можно по Хайдегеру немножко там покритиковать, потому что она Хайдегера к экзистенциалистам причислила. С Артром я не согласен, что он самый главный экзистенциалист, но, кажется, это как-то вот оценочное осуждение. Я не знаю, даже, ну, тот, кто ставит Сартра выше всех остальных экзистенциалистов, ну, вот, простите, мне кажется, этот человек делает оценочное осуждение, которое неуместно для эксперта. Ну, как мы узнали, это делает не только Гаспарян. Ну, и так далее, так далее, так далее. А вообще, да, я здесь больше к этим лекциям подхожу, как человек, который задает философские вопросы, прежде всего, скептические. Ну, можно ли усомниться, нельзя. В философии жизни он использует понятие переживания. Ну, то есть, у меня своя философская школа, как бы, есть еще, чего вы ходите от меня. Я не историк философии в целом. Я себя позиционирую не как специалист, как историк философии, хоть у меня есть кандидатская степень. Неправильно говорить понятие переживания, поскольку нужно же как раз-таки указывать на то, что следует разделять переживания и понятие, вот этот интуитивный эмоциональный язык восприятия от понятийного. Само понятие же при этом подпадает под подозрение вот в связи с чем. Когда мы говорим о понятии как об идее, то есть, это, собственно, о том понятии, которое используют и к которому обращается логика, вслед за ней философия, то замечаем такую вещь, что всякое понятие по определению, как нечто общее. Александр Бессмертный спрашивает, Марго тупой или очень тупой? Ну, Марго не тупой, он просто ограничен рамками аналитической философии и вот все. Как бы, ну, это специалист вполне такой неплохой себе в аналитической философии, не только в аналитической, но и в лингвистике, в философии языка. Да, он не глупый человек, все, что я могу сказать. Огромное количество людей есть, которые глупее Анатолия Убермаргинала. Вот, огромное количество людей. Но вместе с тем я не считаю его оригинальным философом. Какими рамками я ограничен? Я никакими. Я ограничен рамками вот этого вот экрана, который мы смотрим вот сейчас. Должно было бы, сохраняя свою общность, описывать разные частные события, вещи, случаи и так далее. То есть каждый раз, когда мы прибегаем к общему понятию кошка или к общему понятию планеты, мы исходим из того, что да, это общее понятие, сохраняя свою абстрактность, позволяет нам... Я ограничен рамками Елизаветы. ...единичные вещи, представленные в опыте, не утрачивая их своеобразие, не утрачивая их единичности. Но, как указывает нам на это Ницше, эта наша вера является верой наивной, несправедливой, поскольку общее понятие совершенно безжалостно по отношению к единичным вещам. Оно только симулирует... Согласен. Ну, то есть не согласен, тут можно по-разному подходить, но в критика универсализма мне всегда нравилось. ...которую, так сказать, адекватность схватывания, в действительности же, используя общее в этом смысле... Просто проклятые вот эти вот логики все, аналитические философы, с их аргументами вот этими вот замечательными, с логикой, которая единственная во всем мире, только одна, и никто там больше ничего не придумал, и только одна логика работает, понимаете? Вот все эти люди, они базируются на этих гребаных понятиях, которые на самом деле, ну, ничего не значат. Эти кошки, магазины, ж магазины, это просто то, что работает в рамках языка. То есть современные софисты, на самом деле, это не те люди, которые нарушают логические законы, это те люди, которые им следуют и требуют от других абсолютного следования этим логическим законам, а потом выдвигать там всякие предложения в духе, я иду в магазин, это типа что-то значит, без всякого разбора. Просто вот опачки и все. Я вам даю вот такие вот трюки прекрасные. Такие кульбиты будем мы делать. Вот это и есть настоящая софистика, когда вы пытаетесь правильные формулировки языка выдать за правильные положения о мире. Лишенное всего спектра индивидуальных, частных своеобразий, это общее понятие никогда не позволит нам схватить и сохранить единичное в качестве единичного. Язык, язык понятий, на котором мы говорим, прикладываясь к той реальности, которую мы воспринимаем. Да, ни хера ее не воспроизводят. Скорее всего, это так и есть просто. Скорее всего, это просто так и есть. Представить, что это как-то наоборот устроено, ну, для этого нужно быть либо там идеалистом, универсалистом, каким-нибудь там колдуном, магом, волшебником, христианином, мусульманином. Ну, тут вот где могут еще какие-то абстрактные такие сущности существовать, которые так или иначе объемляют весь мир вот в таких вот идеалистических странных системах. Ну, вот да, действительно. А если мы исходим из номинализма, а не универсализма, то вот возникает вопрос, а как это работает, а с чего мы вообще должны доверять логике? Отошел поесть, пишет Джон Дойя. А уже от Хайдегера перешли к Ницше как так. Она просто на философию жизни переключилась. Непонятно, почему такой порядок, но вот так вот получилось, да. Чувственным образом. Реальность мы воспринимаем чувственно, но будучи, так сказать, существами говорящими и пользующимися теоретизациями, минимальными теоретизациями, которые в себе несет язык и логика, мы каждый раз вынуждены... Напоминаю, да, у нас недавний вот наш гость говорил, что у Ницше нет аргументов. Вот он оправдывает свою позицию здесь вполне, более чем достаточно. Чтобы отказаться от аргументации в дальнейшем, он вполне так себе оправдывает свою позицию. Можно дальше не оправдывать, можно дальше не пользоваться аргументами. Аргументы sucks, digs, как говорится. Есть один термин, понятие sucks, а есть понятие dick. И понятие suck, dick, everyday как бы. То своеобразие, которое поступает к нам. Немножко американской философии нам сегодня в чат. Самообладающим чувственностью. И пользоваться языком понятий, которые... Возможно ли философия без языка? Да, вполне. Мы не только языком формулируем те или иные идеи, но в том числе с помощью воображения. Он тебе ответит, что ты ограничен рамками языка. Не, мне плевать на язык, как бы. В действительности, язык не позволяет сохранить единичность чувства. Поэтому Ницше указывает на то, что следовало бы разделять переживания, как чувственное состояние и интеллектуальное... Наши роли, если угодно, как чувствующих существ и как существ интеллектуальных. Блин. Просто у Ницше, помимо очень крутых оригинальных мыслей с его очень глубокой критикой... Вот. С очень глубокой критикой. У Ницше еще есть и такая херня, типа новый тип философа-пророка. Ууу, я пророк! Ууу, в белом пальто бегу такой... Дры-дыры-дыры-дыры-дыры-дырым такой, блин. То есть у Ницше как зашквар есть такой кринжовый, так и очень крутые мысли. Джон Дой пишет. Маргинал, наоборот, говорит, что Ницше часто свою позицию аргументировал. Кстати, это так и есть. Просто. Просто у Ницше фрагментарная аргументация. У него бывают просто вот такие вот афоризмы на несколько страниц, и там, в принципе, ну все разъясняется. Два таких двух персонажей гипотетических, как человек понятия, человек интуиции. И указывает на то, что желаем сохранить богатство и многообразие подлинного мира, который напрямую соприкасается с нашим чувством, то есть мы должны делать ставку на переживания, а не на понятия и в этом случае. Да, у Нише нужно аргументацию вычислить из художки, во-первых, а во-вторых, нужно как-то это... смотреть на то, где он приводит примеры, с чем он работает и так далее, и так далее, и так далее. Медицинская горилла спрашивает. Кто среди философов наиболее всего близко к званию пророка подошел, хрен знает. Шадов, запятая. Марго утверждал, что от глубины посадки глаз зависит размер мозга. А как его деморализировал школьник под ником Двирус, и он ярче всех доказал, что Марго начнет рассуждать, то он сольет себя. Эх, ну это просто проблема большинства интеллектуалов на самом деле. А, да, сумерки идут круто. В смысле делать так? Ну, мне еще больше всего нравится воля к властям. Так-то. ...на интуицию, а не на язык. На тот язык, который всегда уже формализован, всегда уже выхолощен, и в действительности обслуживает свое внутреннее содержимое, так сказать, обещая нам ознавать... А вот, смотрите, сейчас Гаспарян нам рассказывает концепцию... Как это херня называется сейчас? Бодрияра. Как это шляпа называется? Симулякры. Да, про симулякры, только еще слово симулякры не используется. Это просто к тому, что постмодернизм во многом восходит к нитше. ...значить внешний мир и означать ту или иную вещь, или то или иное переживание, в действительности понятия всегда означают... Понятия языка всегда уже означают только то, что внутри самого языка содержится. Поэтому существует принципиальная, так сказать, релевантность языка и реального мира. Да-да-да. Какой, действительно? Или нет? Не знаю. Ну, то есть, я как скептик не придерживаюсь однозначных утверждений по данному вопросу. Ну, то есть, может быть, существует, может быть, не существует. Но никто не доказал пока, что она существует, или то, что ее не существует, и в этом проблема. Если вдруг оказывается, что не существует, ну, мы как бы нахер отправляем всю науку, потому что, ну, наука на языке базируется, она печатает громадное количество текстов, пользуется логикой и так далее, и так далее, и так далее, выводит из одних положений другие. Если вдруг внезапный язык нерелевантен миру, мы такие, чё, мы херней страдали все это время, мы там уже 500 лет тут науку строим, а это все херня пустая. Бывает. Да, может быть такое. Похожая идея, которую мы только что проговорили в связи с философией Ницше встречается у еще одного мыслителя, Жака Лакана, которого можно охарактеризовать его творчество как и философское, и психологическое, был и психоаналитиком, и философствовал вместе с тем. Лакан указывает нам на то, что наша способность говорить, и, собственно, способность быть существом языка, говорящими агентами, и вовсе является одной из причин нашей фундаментальной невротизации. Происходит это потому, что тот конфликт, который вы увидели уже в связи с философией Ницше, конфликт между ощущениями, восприятиями, чувствованиями и способностью выражать их на языке понятий, этот конфликт, будучи глубоко укорененным в... Не, всирот может быть и есть, а может быть и нет, я согласен. В чем проблема Джон Дойя? В природе. Вообще никаких вопросов к всироту. Это всирот, порождающий все, это арха с греческого. Обозначило, понимаете? Проблема Рыбникова, скорее всего, не в том, что он повествует о том, чего нет. Скорее всего, он повествует о том, что уже давно как бы было. У человека работает этим образом, что говоря, высказывая, пользуясь языком, мы никогда не в состоянии выговорить свои собственные переживания. Никакой, сколь угодно выверенный, никакой, сколь угодно богатый язык, никакие выборы внутри языка. Часто некоторые мыслители указывали на то, что следует отказываться от языка понять и делать ставку на поэтический язык, который наделен большими, более богатыми и сложными выразительными средствами. И, возможно, поэтический язык даст возможность отобразить то переживание, которое мы испытываем, те переживания, которые мы испытываем. Но богатый здесь в достаточной степени скептичен и указывает на то, что тот изначальный конфликт, некое несовпадение языка и переживания вообще не позволяет ни на каком дискурсивном. А Рыбников всё ещё жив, друзья? Я просто не знаю. Средств проговорить наше собственное состояние. Именно невозможность выразить то, что мы испытываем, является корнем человеческой невротизации. Поэтому основой и главной причиной невротизации человека является его выбор в пользу языка. Однажды, когда мы решили всё-таки говорить, мы невротизировались самим этим выбором. В этом смысле, согласно Лакану, человек говорящий даже детственен человеку невротизации. Какие вообще есть проблемы у дзен-буддизма? Достигнуть просветления, видимо. И почему его путь позволяет проникнуть в природу ума? На что это учение вообще опирается? Там в скобочках ещё написано. В том числе и отказ от использования слов в какое-то чистое созерцание. Вообще в буддизме концепция чистого созерцания присутствует... Концепция чистого созерцания присутствует ещё со времён Матхямаки. То есть ещё Нагарджуна непосредственно описывает чистое созерцание о том, что вот есть реальный мир, есть относительный мир, мы живём в относительном мире, мы его это... Здесь, в общем-то, всё, так скажем, отчасти ложно, неправильное восприятие, а с помощью чистого созерцания мы можем видеть так, как реально движутся дхармы, и всё нормально. Но вот дхармы тоже пусты на самом деле, но не суть. Это уже немножко о другом. Дзен-буддизм, в отличие от большинства учений Матхямаки, проповедует учение мгновенного просветления. Есть теории более древние, которые повествуют о том, что вот на протяжении многих-многих-многих жизней надо практиковать буддизм, перерождаться и снова практиковать, и снова перерождаться, и в конце концов ты обретёшь просветление. Есть концепция мгновенного просветления, которая базируется на истории о том, как Будда поднял цветок такой вот и посмотрел на одного из своих учеников, и ученик просветлился, и после этого вот так вот по цепочке от Будды вот так вот передавалось просветление, вот таким мгновенным образом. Всё, сознание прочищается, и ты понимаешь, что всё, что там было раньше значимо, больше ничего не значит, и так далее, и так далее, и так далее. В дзен-буддизме используют всевозможные, да, отказы от языков, от слов, иногда какие-то странные формулировки, хлопок одной ладонью, например, типа это невозможно, а как узнать там истину? А ты хлопни одной ладонью, тебе дают какие-то, в общем-то, невозможные задания, и когда ты поймёшь, что на самом-то деле пох на них, на самом деле на них наплевать, на эти задания. Да, они не имеют смысла, и это нормально. Если ты не будешь там пытаться их логически разложить, понять, обдумать, вот тогда ты уже достигнешь непосредственно просветления. Чистое созерцание можно сравнить как раз с феноменологией в данном случае. Когда мы очищаемся от разных концептов, когда мы очищаемся от разных объяснений и так далее, и так далее, и так далее. Да, открой рот и скажи букву P, например, surname, name, surname написал, да, да, похоже на то. То есть дают невозможные задания, и когда ты проникнешься в эту самую невозможность, тогда будет проблема решена. Почему его путь позволяет проникнуть в природу ума? Ну тут природа ума, просто перевод, слово ум, как бы. Не факт, что это адекватный перевод. Вы сравниваете слово ум, скорее всего, с европейским словом ум. На что это учение вообще опирается? Есть ряд трактатов, на которые оно упирается. Ну, вот про цветок вот этот я историю рассказал, там небольшой трактат про это есть, вот на него в том числе опирается. Шадов, ты читал Солярис, Станислава Лема? Нет, 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 нет. Если да, то как тебе сюжет в целом? А сюжет в целом, ну, поистование, конечно, скучновато, но идея про живое море космическое, это прикольно. Это очень интересно. Ведь он не только о научной фантастике, но еще пронизан тончайшими нитями философии. Да, задумка очень, на мой взгляд, интересная, но вот прочитать его мне так вот все-таки не удалось. Не пробовал. Я не очень часто читаю, в общем-то, художественные произведения, но Солярис, я, наверное, с уважением отношусь к задумке, к воплощению даже отчасти. Я пробовал, пробовал вроде бы прочитать, но показалось с самого начала скучновато. Ну, это не значит, что это плохое произведение, понимаете? Я всегда делаю на эту ссылку. Эротическому. Даже в детстве не на невротику. Эротическому я просто подумал. Ну, продолжая эту идею, многие философы 20 века так или иначе ее развивают. Слово как монета истирается от частого хождения? По-своему уточняют. Вот, в частности, два философа, Ролан Бартин, Бартин, Философы, которых мы, наверное, в первую очередь должны были бы назвать семиотиками, представителями структурализма, и только во вторую очередь как-то назвать философами, по-своему продолжают, развивают эту мысль, указывая на то, что язык представлены какими-то единицами, словами, понятиями. Друзья, я о многих книгах знаю, потому что я читал аннотации, знакомился, не знаю, с фабулой, что-то там еще делал, в Википедии что-то о них читал, ну, блин. Но это не значит, что я готов прочесть какой-нибудь там кирпич. Есть кирпичи, которые меня радуют. Ну, например, не знаю, Гегель, вот я недавно доставал Гегеля, кирпич Гегеля меня радует, а некоторые кирпичи меня, ну, не то чтобы очень сильно так воодушевляют. Таким образом, что вот благодаря той общности, даже если ты хороший кирпич, которая содержится в каждом, которая содержится в языке совершенно неизбежно, мы не только не можем передать, так сказать, свое собственное внутреннее переживание, мы еще и оказываемся в ситуации, когда мы, будучи индивидами, если угодно, вынуждены пользоваться общественным словарем. То есть язык устроен таким образом, помимо того, что вот он слишком общ для того, чтобы передать все многообразие по определению единичного и индивидуального, он еще и слишком... Господь, ну надоел, читай Гегеля, сколько можно? Общественным. То есть одно и то же слово используется разными людьми... Ну, Тарковский все по-своему интерпретировал. По Достоевскому как-то. Как-то по Достоевскому. ...в как бы в одних и тех же ситуациях, в действительности в ситуациях разных. То есть, к примеру, желая выразить какое-то свое переживание, связанное с влюбленностью или со страхами какими-то, мы пользуемся словарями, мы говорим, что я боюсь, мы говорим, что я влюблен. Какие духовные скрепы? Духовные скрепы это в русской философии. Тысячи людей вокруг говорят, что они влюблены или что они боятся, но никакая возможность произвести сверку того состояния, которое я поименовываю как состояние страха, состоянием другого человека, которое он тоже поименовывает как состояние страха, не представляется возможным. Но в действительности мы все всегда уже осуществляем некоторое насилие над своим собственным ощущением, некоторую репрессию над самими собой, когда вынуждены высказаться, будучи вынужденными высказаться, мы используем слово, которое истерто, так сказать, от многократного использования именно в силу того, что оно используется всеми и всегда. В этом смысле каждый из нас мечтал бы выработать свой собственный язык для выражения своих собственных чувств, но такая возможность обречена на неудачу, потому что язык по определению является тем, чем мы можем обмениваться с другими. Индивидуальный язык невозможен, и в этом состоит глубокая трагичность языка и нас как существ говорящих. В каком-то смысле связанная с этими высказанными идеями является та философская мысль, которая влекла в основу большого направления, очень важного для понимания 20 века, по крайней мере, второй половины 20 века, направления структурализма. Структурализм – направление, которое объединяет в себе массу каких-то разных способов делать одну и ту же интеллектуальную работу, но в самых разных дисциплинарных срезах. Поэтому правильнее было бы говорить о структурализме внутри лингвистики, о структурализме внутри этнографии, о структурализме внутри психологии, к примеру, и так или иначе эти разные версии структурализма разнятся, но мы пытаемся выделить самое общее. В общем и целом структурализмом является такое направление мысли, которое обратило наше внимание на существование неких базовых фундаментальных инвариантов, лежащих в основе любых способов выражения, выразимости. Эти инварианты, так называемые структуры, имеют отношение к способам означивания. То есть в первую очередь это знаковые инварианты, то есть структуры это некие жесткие модели означения чего бы то ни было. То есть это образование знаковое, в самом общем виде. В этом плане можно выделить главные характеристики структуры. Во-первых, структуры как некие фундаментальные системы означивания формируют определенный смысл, смысл в самом широком смысле, смысл... Так, Ред Фокс пишет. Ну типа, как мне кажется, даже самое самосверсание является в чем-то осмысленным. Все равно же субъект воспринимает мир своим мозгом и будет изменять мозг. Там есть поток тхарм. И все воспринимается благодаря этому самому мозгу. Ну то есть это в современной нашей, в общем-то, иллюзорной научной системе считается, что там, не знаю, субъект воспринимает мир своим мозгом и все воспринимается благодаря этому самому мозгу, но буддисты считали по-другому. То есть ситуация, внутри которой мы что-то наделим некоторым смыслом, вот структура, она... Ну то есть нельзя сводить объяснение ученых к объяснениям буддистов. Да, буддисты не мыслят в категориях мозга как восприятие всего. Правильно, Джон Дуэй написал. Ну просто вот потому что... Потому что у них поток тхарм, так или иначе. А тхармы это таковости, то есть первичные восприятия, первичные эмоции, чувства. То есть то, что можно обнаружить в себе, так или иначе. Но при этом самое простое и разделенное. То, из чего состоят все остальные настоящие восприятия, то из чего состоят остальные чувства. В общем, это единичные, разложенные до максимума такие вот единицы. То, как та или иная ситуация будет осмысленной, в этом смысле понимаема. Ну вот Джон Дуэй более-менее туда тычет правильно. Они являются жестко определяющими поведение тех реализантов, которые несут в себе эти структуры. То есть если, например, мы говорим о структурах языка, о каких-то языковых кодах, языковых калишетах, о тех структурах, которые составляют инварианты языка и определяют то, как мы пользуемся языком, как агенты речи. А то, каким образом мы используем язык, является для каждого из говорящих существ принудительным. В этом смысле нет обратной связи. Мы не можем влиять, на что мы на прошлой лекции об этом говорили, здесь нет симметричности. Мы, как говорящие существа и как использующие язык, не можем влиять на язык. Но наш способ объясняться, наш способ использовать язык является жестко определяющим нас. Наконец, что следует из сказанного, структуры жестко ограничивают тот спектр возможных выборов решений по использованию структуры, какие доступны нам в арсенале. По той причине, что сама структура содержит в себе ограниченное количество способов реализации. Опять же, если использовать иллюстрацию с языком, то, каким образом будет что-то сказано внутри определенной языковой ситуации, с помощью каких-то языковых средств, имеет ограниченное количество возможностей. Есть ограниченное количество способов сказать ту или иную вещь. Поэтому я, как существо говорящая, могу выбрать один способ или другой, но я не могу произвольным образом изобрести и реализовать некий совершенно новый способ. Таким образом, структуры обладают тем, что мы в прошлой лекции назвали трансцендентальной силой для самих своих. Структуры пронизывают всю культуру сверху до низу, везде, где есть знаковая репрезентация. Окей. Ограничивают говорящих. Окей, окей, окей. Ну, если нельзя смотреть, например, то у тебя нет глаз и вообще всех остальных чувств, то как быть тогда? Быть. Носители. Просто быть. Они очень определенно и жестко задают возможные способы своего использования. Ну, в следующий раз мы рассмотрим конкретные примеры того, как структуры реализуются, как они проявляются на практике. Ну, вот, Александр, я люблю оригинальные идеи, но не все воплощения я могу прочитывать очень так легко. Поэтому Солярис я, видимо, не взялся читать полностью. У меня он как-то вот так вот... Думаю, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, как-нибудь потом. Так, давайте что-нибудь веселое сейчас, госпожа Гаспарян. Диана Эдиковна, давайте, пожалуйста, на что-нибудь весело. Это иллюстрация того, как работает структурализм, по сути, что есть структурализм. Скажем, несколько слов о том, что структурализм в первую очередь появляется в гуманитарных науках. И связано это было с тем, что внутри гуманитарного знания возникла потребность некоторым образом придать ей статус, ему гуманитарному знанию, придать статус некоторой научности. И структурализм впервые предпримет попытку попытаться найти в рамках гуманитарного знания какие-то законы, какие-то законосообразные принципы, которые сделали бы возможным социентизацию, такое своего рода научивание гуманитарного знания. Поэтому неудивительно, что в первую очередь структурализм зарождается и развивается внутри таких областей гуманитаристики, как лингвистика, языкознание, литература, литературоведение. И, соответственно, основные примеры можно увидеть именно там. Ну что такое, структура, где они существуют вообще, как потрогать структуру, как их, в общем-то, опознать? Это же, получается, умозрительные вещи. Мозрительные вещи внезапно оказываются предметом размышления целого направления мыслителей и учёных. Окей, ну, обычное дело, конечно, но чё, чё, я просто обращаю внимание. Структуризм скажет, что всё многообразие литературного творчества, выработанного человечеством, можно попробовать скомпоновать и срубрицировать таким образом, чтобы в основании всего вот этого колоссального массива знаков и смыслов найти некие базовые, немногочисленные структуры, сюжеты, которым можно было бы свести всё богатство того литературного творчества, которое есть. То есть идея заключалась в том, чтобы работать с материалом литературы, например, если мы говорим о литературе, с произведениями тех или иных авторов, или, например, с фольклором, то есть с народным творчеством, работать не как с чем-то, что появляется по некоторому произволу, в основании которого нельзя обнаружить никаких законосообразностей, а как с чем-то, что по аналогии с наукой являлось бы частным случаем неких общих принципов. Охуенно. Ну то есть опять идеализм получается. Окей. Вы же как внутренне... Окей, мы снова вернулись к постулированию каких-то идеальных структур. Окей. Например, естествознание. Мы говорим о том, что... Не, ребят, да, платите мне за майн, поиграем в Майнкрафт и вообще без проблем. Если поведение тех или иных объектов является частным случаем каких-то законов, законов физики, законов биологии или законов химии, то структурализм укажет нам на то, что о наследии... Ну я считаю, что нет законов физики, законов химии и прочих законов, это все умозрители и штуки. Тем более нет вот этих вот всех законов, сказок, историй и так далее, и так далее, и так далее. Не играл в талос, к сожалению. Литература, литературного творчества тоже можно говорить как о чем-то, что является частным случаем каких-то общих принципов. Как это можно сделать? Можно попытаться обнаружить в основании всех возможных повествований, например, если взять такой массив повествований, нарративов. Смешно, Господь про Таласа, да. Как говорят, структурально, как сказки. То есть обратиться не к произведениям отдельно взятых авторов, а так сказать, того, что... Так, друзья, где донаты? Где донаты? Эй, слушай вас, а где мой донат? Эй, я не понимаю. Непосредственно сказки. Игру Dead Space знаю, но не играл, я не люблю шутеры. И что поразительно, что успех структурализма действительно заключался в том, что в основании огромного количества самых разных сказок, разных эпох, культур и народов мира удалось обнаружить ограниченное, не буду сейчас точно называть, чтобы не ошибиться, число, но оно исчисляется тысячами, а не десятками тысяч, не сотен тысяч, числом, то есть сравнительно очень ограниченным числом ключевых сюжетов. Да, я люблю RPG. То есть речь идёт о том... Да, всего-то там тысячи сюжетов, ну, похуй вообще, как бы... Вообще легко. Вообще, чё, чё такое? Ерундаш просто, да, ну, всё тысяча. Что, на какую бы сказку мы не взяли, это, может быть, сказка... Ну, чё-то из тысячи там-то попадётся, ну, очень разумно. О красной шапочке, или сказка о Золушке, или сказка о спящей красавице, сказка о колобок. Каждый из этих сказок является отдельным, самобытным, особым произведением, но выясняется, что каждый из этих сказок реализует собой какой-то некий протосюжет. И, например, сказка о колобок является частью ещё нескольких аналоговых сказок. Да, там, например, сказки про Гильгамеша внезапно, бум, колобок, колобок, там, не знаю, его друг тоже такой хлебный янкидух, там, не знаю, что это делает, вот это да. Которые отличаются от... Вот это вот, да, великие сравнения структуралистов, мощь. Колобков, ну, в смысле, что, ну, кстати, колобок является частью такого сюжета, как структуралисты, которые классификацией занимались, называли сказки, да, тип сказок об убежавшем блине. А, тип сказок, окей, убежавший блин, да. Бралась какая-то... Ну, колобок не блин. Наиболее такая... Я не работал преподом пока что. Наглядная история, да, и названием ею поименовался сам этот сюжет. То есть получается, что сказку о колобке мы можем свести к некоторому фундаментальному сюжету. И, по большому счету, получалось, что, оказывается, если таким образом пересмотреть самые разные, да, нарративы, не только сказки, не только мифы, но и, по большому счету, все то, что мы можем попытаться придумать сами. Или, например, если взять все-таки то, что представляет собой состоявшийся культурный фонд в европейской, по крайней мере, мысли. Например, наиболее известное произведение Шекспира или античного эпо. Просто понимаете, в чем проблема? Ну, допустим, там они набрали тысячу сказок. Допустим, набрали тысячу сказок внезапно новых. И вдруг, знаете, внезапно окажется, что мы смогли найти тысячу первую. Они, знаете, что скажут? Ну, значит, тысяча одна у нас, тысяча один типаж сказок у нас существует. Тысяча один типаж сказок и все, как бы. Супер, супер, очень круто, да. Опять неопровержимые теории, замечательно. Во время аспирантуры не преподавал. У Кэмбэбэла тоже про это все сюжеты мифов про одного героя, который проходит одни и те же этапы, да-да-да-да-да. Но Кэмбэбл, он дебил, как бы, я еще могу сказать. Шутка, конечно, что он дебил, но это очень умозрительная концепция, которую невозможно подтвердить, как бы он там ни старался. Это просто, ну, тупо абстракция. Мы можем свести все сказки к одному абстрактному герою. Ну, ничего ж себе, ты гений. Да, я могу всех людей свести к одному абстрактному человеку, например. А почему бы и нет? Вы все люди, все отражения одного абстрактного человека. Вообще без проблем. Культурология. ...поставили известные какие-то любые известные романы Сервантеса, Дон Тихот, и сопоставить их друг с другом, то здесь мы увидим изоморфизм. Да, будем сопоставлять все. Совпадение сюжетов, продолжая свечение которых, мы сможем редуцировать их к некому протосюжету. И если при этом задуматься о самой структуре, то структурой в данном случае послужит вот сам этот главный сюжет, но сам он внутри себя тоже будет представлять наиболее очищенную от любых содержаний форму, где будут присутствовать определенные элементы. Например, если обратиться к слайду, я взяла отрывок из работы мафологии русской сказки, русский формалист, русский формализм немного отличался от западноевропейского структурализма, но несущественно. Вот Проб проделал работу по классификации непосредственно русской сказки, вот он выделял, например, 32 функции внутри... Привет, миротворец! Не, ну просто реально, блин, странно, странно заниматься типа наукой, там, культурология, хоть это и культурология, но это типа же наука как бы. Ну, я могу хоть 33, хоть 66, 88 сюжетов выделить, 99, там, не знаю, 55, сколько угодно сюжетов, 1000, 2000, 5 миллиардов, один сюжет, за всю историю существует один сюжет, короче, смотрите. Просто происходят какие-то действия. Все, браво, браво, Александр Шадов, вы гений просто. ...сюжета, вот фундаментального сюжета, к чему, которому можно было бы редуцировать все сказки. И семь персонажей. Можно посмотреть, какие и... Пропажа, свадьба, запрет. Охеренно, редуцируем. Давайте просто, не знаю, берем список глаголов, список глаголов, глаголов. Список глаголов берем и редуцируем. Частый список глаголов. Что там было? По какому типу? Пропажа, свадьба, запрет. Поехали. Про жизнь сказки, там, про делание чего-то, про смотрение на кого-то. Это вот сказка про особых персонажей, куколды называются. Знаете, есть такие люди, и вот про них тоже сказки когда-то делали. Про работу есть сказки, да, про понятия. Люди пытаются кого-то понимать. Есть такие сюжеты, видите, как круто. Про продавание. Кто-то кому-то что-то дает, и это же к чему-то вот ведет. Тоже такой сюжет может быть на этом основан, понимаете, на понимании, на сидении. Сидении, понимаете, а можно на лежании. Есть сюжеты, основанные на лежании. Вот лежал Илья Муромец на печи. 33 года вообще-то. 33 года лежал. И лежал. Вот он, сюжет. Ну, то есть, ну, блядь, охуенно. 33 сюжета. Я вам тут на каждую, на каждый глагол сочиню сказку. Ну, метафизическая горилла, там сильно большой кек. Это смешно, но сильно большой кек. Ну, то есть, ну, лол, ну, реально, ну, не знаю. Про то, как кто-то что-то чувствовал сказка. Про то, как кто-то кого-то связывал. Вот такие БДСМ-сверсказки, знаете, бывают БДСМ-сказки. Да, вот видите, Владислав правильно пишет. Вот он лежал, а я на это смотрел. Вот, вот, два сюжета слились внезапно. Ну, как было, лол, кек, чебурек. Здравствуйте, ребята. Поехал. Кто-то куда-то поехал, кто-то что-то куда-то положил, и это к чему-то привело. Ну, то есть, ну, ребят, ну, блин, пропажа, свадьба, запрет. Нет, мы только реально можем по 32-м функциям глагольным свести все вообще. 32-м функциям? Серьезно? Серьезно? Да ну нах. И функции оговаривали соотношение персонажей друг с другом. Да, да, да. Ну, нетрудно догадаться, что если мы соглашаемся с тем, что действительно подобного... Не соглашаемся, это была полная чушь какая-то абстрактная, которую можно ко всему вообще применить, и, ну, вот, смехотворно было. Это было тупо смехотворно. Че хочу, че верчу, выделяют 32, 45, 78, без разницы. Он существует. И вдруг внезапно автор умер, понимаете? Автор внезапно умер. Окей, хорошо. Очень доказано, очень хорошо. Спасибо. Спасибо автору за то, что он умер наконец-то. Если мы соглашаемся также с тем, что мы можем понимать их в достаточной степени расширительно, от этого у нас и побуждено... Да, то есть абстрактно, абстрагироваться дальше. Структурализм, речь идет не только о тех структурах, которые внутри литературы присутствуют, но и внутри вообще всей культуры. Тогда получается, что авторство того или иного создателя, того или иного продукта, будь то роман, будь то фильм, будь то клим... Так, метафические гориллы, это не просто мнение пропера, но просто дальше идет целая традиция структурализма, который вот еще и смерть автора постулирует, исходя из этого, и много-много всего еще, как бы. Если мы говорим о... Ну это тотальная жопа, как бы. Я вам сейчас скажу, тотальная жопа колоссальная. В каких-то современных продукциях авторство ставится некоторым образом под сомнение, поскольку речь идет о том, что всякий автор только заимствует те готовые уже сюжеты, которые пусть потенциально, но присутствуют вот в библиотеке возможных сюжетов. Им можно придавать какие-то незначительные, каким-то образом их специфицировать, но в своей основе, так или иначе, какой бы сюжет мы не попытались бы изобрести, окажется, что это есть та реализация структуры. Загдаун, практически в каждой части Final Fantasy есть персонаж по имени Гильгамеш, и он обычно там заведует мечами, если что. ...который уже так или иначе присутствует. Вот Ролану Барту, французскому семиотику, структуралисту, по большей части с лингвистическим материалом, с материалом... В смысле поменяйте название, это стрим с Андреем был. Он будет назван таким образом, а потом поменяем название, завтра будет другое название. Работа позволила предложить концепт смерти автора, смысл который заключается в том, что классическое представление о классическом авторе, о котором говорит, в том числе классическая философия, как о том, который является своего рода аналогом дворца, создателя, который из ничего творит нечто, в частности некий сюжет, некий смысл в конечном итоге. На свену представления о таком авторе приходит скриптор, так называемый, то есть тот, который только изымает из библиотеки, из архива уже существующих смыслов. Ну то есть, конечно, конечно, так и есть, да. Именно так. Никакого настроения, никакой страсти не несет, ни впечатлений, а только неотъемлемый словарь, из которого он черпает свое письмо, не знающие остановки, а? Смысл в тот или иной. Барт Шауе, я считаю, полностью Шауе. И актуализирует его, не более того. В этом смысле сама фигура автора обессмысливается, девальвируется и дозавируется. Таким образом, согласно... Это еще критика метафизики. Причем, как я понял, средствами метафизики, потому что вот этот чувак, Ролан Барт, вынужден постулировать некое письмо в качестве агента написания текстов. По-моему, еще большая метафизика, чем вообще что-либо, что может себе представить. Кого ты считаешь образцовым мастером русского слова? Я себя не считаю мастером русского слова, мне плевать на русское слово. Я ненавижу русское слово, Артем Жуков. Кого считать мастером? Ну, не знаю, Набоков интересно писал, например. Набоков писал красиво. Какой-то самостоятельности. Блин, завтра будет у Россова стрим, да, с Рыбниковым. Ну, норм, он дал, молодец. Любых создателей любой продукции. Повторюсь, не только в области литературы, но по большому счету всего, что имеет отношение к самовоспроизводству культур, а не самих себя. Несмотря на то, что роль некоторого авторства аннигилируется, речь идет о том, что такая ситуация высвобождает некоторую активность пользователей. В частности, Барт говорит о том, что смертью автора оплачивается рождение читателя. То есть, коль скоро автор уже не создает, и в этом смысле не принуждает нас к тому, чтобы мы воспринимали одну единственную идею, потому что он и сам не является создателем этой идеи. Все идеи просто есть, и они рядом... Да, да, они просто есть, их никто не придумывает. А когда они появились, а они всегда были же, они же всегда были. Это же так логично. Иисус, Аллах Акбар, все понятно. Положено, нету образом, тогда получается... Все, все, все же было всегда. Все, ну, это хорошо забытое старое. Фигура читателя, если говорить о литературе, а в широком смысле фигура пользователя, приводится к точке некоторой такой максимальной активности. Ну, коль скоро не автор порождает смыслы, и мы все-таки хотим спрашивать тогда, кто ответственен за порождение смысла. Нет, никто не порождает смыслов, культура там, не знаю, кто. Тогда получается, что, возможно, это делает читатель. Читатель порождает смысл. Исходя из, опять же, реактуализации того, что уже заложено в этой библиотеке. Господь, если логика отменена, я могу ее обратно возвращать, когда захочу. Мне вообще плевать. А исходя из сиюминутности и спонтанности своей собственной жизни, из спонтанности своего собственного проживания. В этом смысле, в отличие от классической интерпретации, когда мы могли бы спрашивать, и, кстати говоря, от классического литературоведения, когда мы могли бы спрашивать, а какая идея заложена, к примеру, в роман Сервантас и Дон Пехот, согласно структурализму... Какой роман я сейчас прослушал, я жевал? Ладно, плевать. Ну, так спрашивать просто не имеет смысла. Туда заложена та идея, которая будет вычитана конкретным читателям здесь и сейчас. Да, 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 да. ...ситуации, в которой он пребывает и проживает, которая. Вот именно... В идее, в общем-то, романа «Преступление и наказание» Достоевского заложен суровый антисемитизм, там, не знаю, домогательство к детям, там, он педофилом был адским, ненавижу Достоевского, он мразь как человек и как автор, хотя автор мёртв, и Достоевский мёртв. А я могу интерпретировать идеи Достоевского так, как я захочу, потому что автор мёртв, а Достоевский бородатый дегенерат, как бы. Всё. Вот вам такой подход во всей красе. Вот так работает где-то. Да, Александр, зачем вы унижаете людей? Ежи тоже начитанный человек. Этот мотив, вот такой интерпретации структур... Нет, Зак Дауман, Достоевский никто, он мёртв, и я могу трактовать его как хочу. Это моё читательское, как бы, вот право. Чё хочу, то и делаю. Структурализм по большей части ляжет в основу последующего. Могу даже на тексты не опираться, мне вообще плевать, что там Достоевский писал и думал, потому что, ну вот, всё, от трактовки автора, читателя всё зависит. Развитие структурализма, развитие... Прочитал, растрактовал, пошли нахер. ...которая поставила перед собой цель преодолеть структурализм, его называют постструктурализм. Вот постструктурализм, наверное, в большей степени сакцентирует активность читателя, пользователя, и каким образом он это сделает, мы увидим в следующий раз. Эх. Не, на самом деле у меня вообще неприязнь к литературе, но... Как бы... Ну, к русской в большей степени, потому что меня заставляли её читать, и я не люблю русскую литературу. Не вижу там ничего мудрого, интересного, а меня при этом заставляли читать всё это. Неприятная ситуация. Постструктурализм, направление, которым тоже нужно оговориться, что выделить его как некое чёткое направление с определёнными границами, с определёнными персоналиями, которые являлись бы... которые бы самоопределялись как постструктуралисты, не получается. Это тоже несколько такое сложное, композитное и плавающее направление. Но ключевые идеи постструктурализма, наверное, выделить получится. В самом общем виде, очевидно, как следует из названия, постструктурализм призван некоторым образом переосмыслить идеи структурализма. Это да! Если продолжить их, то в более критическом ключе, действительно, это так. В первую очередь постструктурализм индуцируется и возникает в тот момент, когда становится очевидно, что структурализм, если угодно классический структурализм... Джойс интересный, да. Ну, то есть Улис, Джойса, Джеймса Джойса интересный, безусловно. Кстати, есть Бунин, он красиво пишет и не хуже Набокова. Ну, не знаю, мне не заходило. Ну, то есть у Набокова более лаконичный, на мой взгляд, стиль, насколько я помню. По крайней мере, в Лолите. Лолиту я читал у Набокова, другие романы не читал, мне просто плевать тоже. Программа не вполне состоялся. В чем состояли те проблемы, которые воспрепятствовали реализации структурализма? По крайней мере, в том виде, в котором он планировал сбыться. Ну, в первую очередь, замысел самой вот этой классификационной и редукционистской работы, которую ставил перед собой структуралист, желая разобрать многообразие всех существующих, так сказать, знаковых продуктов... Не, ну, структурализм, это, конечно, вот, особенно в разборе всяких гуманитарных штук, это, конечно, такая херня полная, ну, блин. Структуры какие-то, структуры внезапно, ниоткуда понятно появляются, и автор помирает внезапно, неожиданно. Конечное число иновариантов структуры. Как вдруг читатель становится... Ну, вообще, на самом деле, Барт не первый это придумал, не первый это придумали структуралисты, это и до этого, как бы, так считалось было. Я думаю, это вообще от христианства идет. Ну, то есть, поскольку книгу «Бытия Бога» мы не можем прочитать непосредственно, приходится на трактовки опираться, поэтому читатель здесь тоже важен. Вот сама эта задача не вполне состоялась. Если тут рассмотреть это утверждение на каком-то конкретном примере, давайте опять обратимся к примерам из литературы. Вот, коль скоро мы считаем возможным говорить о том, что всякое литературное произведение может быть целиком и полностью редуцировано, конечной структуре, лежащей в основе этого произведения. Вот, к сожалению, несмотря на значительный успех... Я не думаю, что я буду читать Александра художественную литературу по своему желанию, поэтому вряд ли прочитаю. Ну, особенно Набокова. Ну, вот, стилистически он милый, хороший, интересный. Вот, в реализации так поставленной задачи действительно очень часто удается любое произведение увидеть, как реализацию более глубинного смыслового инварианта, но не... Да, потому что мы можем вообще всё, что угодно увидеть, как реализацию чего угодно. Ну, потому что мы читатели, мы что хотим, то и делаем, вообще что хочу, то и врачу, мне плевать. Остаются то, что специалисты называют, кстати, остаточный семантический материал, что это такое. То есть некоторые детали, некоторое своеобразие, некоторая специфика того или иного произведения, которое просто остаётся нередуцированной, не раскладывается, да, не дораскладывается до вот этих вот глубинных структурных объяснений. Остаётся что-то индивидуальное, некий шарм, если... Не, аудиокниги ещё хуже, я не слушаю, я плохо слушаю аудиокниги. О того или иного произведения, которое вот фактически представляет собой... Как вы можете оценить качество своего стиля письма, если не читаете художественную литературу? Поэтому это и мой стиль письма, потому что я мало читаю художественную литературу. Вот и всё, как бы. Свой стиль формируется именно так как раз, когда вы мало читаете, мало подражаете. Необъяснённое своеобразие того или иного произведения. Во-вторых, неявность тоже довольно такая специальная вещь, неявность, что можно назвать, неявность сюжета запускающих механизмов. Не существует качества метрической горелы, это иллюзорная категория, но... Похожая вещь на пункт первый. Опять же, некая неочевидность, неясность, невозможность провести прямую редукцию. Критериев оценки нет, критерии оценки неоднозначны, критерии оценки не единственны ни в коем случае. К тому, к неким базовым структурам. То есть, некий выбор, хочется сказать, авторский выбор того, как будет... Да, философскую литературу читаю, друзья, художку, когда-когда, как бывает, почитываю, но чаще всего нет. Развертываться то или иное повествование, как будет реализовываться тот или иной нарратив. Вот до конца произвести редукцию этой составляющей тоже не получается. Наконец, то, на что обратят внимание такие авторы, как Жак Деррида, Жиль де Лёс, французские философы, которых часто называют постструктуралистами. Конечно, здесь оговорки были бы важны, но... Оговорок может быть много. Деррида указывает на то, что рассмотрение всякой целостности, к чему бы мы не приложили структурное объяснение, как что-то, имеющее некий центр. А структурализм в самом определении структуры, безусловно, вводит понятие центра. О чём здесь идёт речь? Но структура, допустим, если мы говорим о конкретном примере, как некий сюжет, базовый сюжет, как некая структура. Но предполагается, что разные элементы этой структуры, они так или иначе сходятся в главном мотиве, в главной идее, в неком центре, который удерживает всю эту конструкцию. Но в действительности так никогда не происходит. В действительности разные элементы соотносятся друг с другом и могут быть произвольно переинтерпретированы. И то есть всякое произведение, желая подвести к нему некоторую структуру, мы можем подводить не только разные структуры, мы можем переинтерпретировать саму эту структуру. То есть мы всегда уже можем её переконфигурировать. То есть о чём структурализм надеялся показать, что всякое отдельно взятое произведение предполагает переконфигурацию. Грубо говоря, мы можем рассказать роман по-другому. Но когда мы опускаемся на уровень базовой структуры, то есть базового сюжета, базовый сюжет не может быть рассказан по-другому. Он всегда уже рассказывается определённым образом. И в этом смысле различные вариации, то есть 15 возможных вариантов сказки, например, о убежавшем блине, вот эти 15 вариантов рассказа, то есть 15 интерпретаций, это есть как раз-таки разные способы рассказать глубинный сюжет. Так вот, постструктурализм говорит о том, что в действительности и сам глубинный сюжет, который предполагался как уже неизменный, его тоже можно рассказать по-разному. Он тоже распадается в... Согласен. Так сказать, вот ансамбль... Постструктурализм куда интереснее, потому что, ну, структуры нет, как бы, поэтому надо уходить от структурности. ...можных разных интерпретационных нарративов. С другой стороны, понимаете, как тенденция к изучению чего-то, ну, нормальная была тенденция, интересная попытка. Интересная попытка, вот, в общем, исследовать данную проблему. Не только одну проблему, несколько. Но критики не выдерживает вообще никакой. Если мы считали, что дальше редукция нереализуема, скорее, это наше убеждение являлось актом воли, а не актом, так сказать, реального положения дел, поскольку вот то, что заявлялось как базовый сюжет, базовый, поскольку не предполагающий иной переконфигурации элементов, всё-таки тоже может быть переконфигурирован. Это позволяет сказать, что структура распадается, децентрируется, и в ней уже невозможно выделить некий центр, поскольку каждый элемент может выполнять функцию центра, элементы произвольно меняются друг с другом. Но это звучит достаточно абстрактно, чтобы не понимать сразу, о чём идёт речь, нужно держать в голове иллюстрацию с литературным произведением, переконфигурация, то есть, если угодно, иной пересказ. Похожая идея встречается у ещё одного мыслителя, о котором мы только что упомянули. Жильделёс предложил противопоставить платоновское понятие идеи и того, что он сам предложил свой собственный термин симулякор. Я, кстати, не помню, Делёсли предложил термин симулякор или Бодрияр, но до Бодрияра вроде бы кто-то предлагал. Я не знаю, кто предложил этот термин. Я здесь боюсь как бы ошибиться, если я скажу, кто предложил. Но у Бодрияра встречается, и у некоторых предшественников Бодрияра. Окей. Речь здесь идёт о том, что если классическая философия, классический идеализм, восходящий к Платону, исходит из того, что, как мы сказали, у всякого существующего есть некая идея, которая является неким субстанциальным и самословым идейным гарантом всякого сущего, то идея симулякора что призвана пояснить? Ну, в первую очередь, если мы отказываемся от представлений о том, что всякое существующее существует благодаря вот этим вот идейным гарантам, они просто существуют, в отличие от философии классической, от классического идеализма, в которой речь шла... Да, у Бодрияра есть книга «Симулякры и симуляции», да. Речь шла о том, что утверждение... Ну, просто обычно концепция симулякров ассоциируется с Бодрияром. Чаще всего. Что нечто просто существует, абсурдно, логически... А с телезом другие вещи ассоциируются обычно. Ну, да ладно, я не специалист в постмодернизме, не буду ничего здесь говорить. Невозможно. Нечто существует согласно некому замыслу. Так вот, в той мере, в которой философия современности, в тех своих разделах, которые мы рассматриваем, считает возможным утверждать как раз-таки радикальный разрыв между сущим и существованием, существование просто существует само по себе, то происходит разрыв вот этой фундаментальной философской связки. Вещи, как копии идей, и идей, как гаранты вещей. Вещи, как копии идей. Вот такая ситуация позволяет делезу предложить термин симулякор, который указывает на то, что если только мы считаем, что существуют некие идеи, эти гаранты существования самих вещей, которые могут неким симулятивным образом выглядеть действительно как некие гарантии. На Вики сказано, что симулякор вел батай. Ну, окей, может быть. Потому что да, действительно, когда он, например... А что с делезом, я не знаю, я не помню у делеза симулякров. Но всякое может быть, я не удивлюсь, если и так. Обращаясь к искусству, то, безусловно, обнаруживаем даже согласно... То есть, по французскому постмодернизму я далеко не специалист, я бы здесь как бы даже вмешиваться не стал, мне как бы пофигу. Может, как мыслят классические... Меня это никуда не касается. ...своё собственное творчество, когда говорят о том, что они изображают некоторую реальность. То есть, своё собственное, те смыслы, которые они продуцируют, они сами декларируют как те, которые существуют неким вторичным смыслом, как некие копии, пусть претендующие максимально близко подойти к своему оригиналу, но всё-таки некоторые копии, некоторые реальности. Так вот, каждый раз, когда мы встречаемся с такой интерпретацией, внутри которой что-то предлагается нам в качестве вот этих вот гарантов, естественно, самой реальности, вот эти гаранты симулируют... Я, кстати, не знаю, друзья, стоит ли делать отдельный хайлайт по этому видео, 10-часовой, там, не знаю, 7-часовой. ...активные, потому что они никогда уже не являются настоящими гарантами, они тоже существуют просто так. Ну, потому что это смотреть, наверное, никто не будет, друзья, я полагаю. Радикально, незачем существующим, ничего, никаких антологических гарантов, никаких вот этих идейных двойников не существует. Поэтому то, что претендует, хочет казаться этим идейным двойником, называется симулякром. Симулякром таким образом называется... А, ну, было у Дилёза, окей, было так было. Тот возможный оригинал... У Дилёза просто много чего было, он вообще неоднозначный персонаж в этом смысле, что там у него только не перемешалось. ...который претендует быть оригиналом, но как каковой в действительности никаким оригиналом не является, и таким образом вся, так сказать, если вот изложить целиком вся та картина... Ну да, миротворец, можно за пару заходов, но я не знаю, ну давайте склею, ну, блин... Ну, блин, кому это надо? Только ради метафизической гориллы, лично только ради него, ради этого замечательного человека, чтобы вот было... Каковой она видится Дилёза, то, что он пытается нам сказать, фактически он пытается сказать, что оригиналов нет вообще. Нет оригиналов... Ну, оригиналов нет вообще. Есть одни только копии, но только в такой ситуации говорить уже о копиях не вполне, так сказать, целесообразно, поскольку в условиях отсутствия оригиналов всё становится вполне себе оригиналом. С другой стороны, если что-то, тем не менее, ну, можно посмотреть само определение, да? Да, означающее безозначаемого, да. Симулякром, то есть это некоторое обозначение, изображение того, чего нет, или некоторое означающее безозначаемого. То есть, фактически, если... Ладно, друзья, я тогда сделаю, сделаю завтра, думаю, хайлайт по этому делу. Классическая, классическая философия. Предполагала, что говорить о неком означающем, на неком знаке, без того, что обозначается, невозможно, то как раз-таки в данном случае речь идёт о том, что есть только одни лишь означающие безозначаемого, а симулякром же в данном случае будет как раз-таки тот виртуальный канон, тот некий виртуальный образец, который предполагает, который претендует на роль вот этого означаемого. Ну, фактически, если мы отказываемся от модели вот такого классического, отсылающего нас к Платону и к платонизму, соотнесения между вещами и идеями, если само это соотнесение размывается, то тогда становится понятно, что размывается какой тип соотнесения. Тип некоторого иерархического соотнесения, поскольку классическая философия предполагала, что тип связности между вещью и тем. Относительно вопроса про Марго, возможно ли ещё один стрим с Марго или больше не хочешь? После Марго мне пришлось очень много работать по созданию хайлайтов разных, нарезки видео, поскольку на Твиче он не выкладывал никакие ссылки, ну, я не знаю, когда будет следующий стрим с Марго. Марго интересно, интересно с ним было, в общем-то, провести время, но... Ну, то есть, чисто по уровню выгоды мне с Ежи было куда, как бы, выгоднее стримить, как ни странно. С Василом, кстати, тоже было довольно выгодно, а чтобы с Маргинала получить какую-то выгоду, мне пришлось покритиковать его как следует в куче видео, а потом ещё и кучу всего делать. Да, я тоже думаю, что мы с Марго сойдёмся не раз, но вот на начальном этапе это пока что не очень выгодно. Мне нужно по всем отдельным каким-то разным персонажам пройтись, скоро к Жмелю пойду, получается. Бояршинов уже был, там много... Бояршин, кстати, предлагал ещё повторные встречи выстраивать. Надо придумывать, что с Бояршиновым делать, как, в общем-то, его вплетать во всё вот это вот. Какие темы мы с ним будем беседовать, например. Потому что, ну, человек, он, безусловно, интересный. И мы можем много чего придумать, обсудить. Тем, вот той моделью, да, тем замыслом, который фактически даёт антологические основания для существования каждого дня. Не знаю, друзья, пишите, Сакрамара можно как-нибудь вытянуть. В масках будем сидеть. Я пытался научить Бояршиного стримить, кстати, да. Там, при этом, вещи являются отношениями подчинениями. А, вы про Алипова, да, говорите? Ну, блин, Алипов как раз он такой, диасфора, как-то его канал называется. Я не знаю, Владимир Алипов. Вы про него говорите, скорее всего. Да. Не он, наверное. Во-первых, он. Он, Алипов у меня есть в списке... В общем, у меня в закладках он, в общем, есть. Я, может быть, когда-нибудь с ним сойдусь. Как мы сказали, в начале существует модель. Ну, мне с ним не о чем говорить, понимаете, в чем проблема. Он сильно уж сиентист. Ну, то есть, он сильно сиентист, как бы. Даже не очень интересно. Принцип. А Бояршинов крутой. Бояршинов очень крутой, интересный. Некий первообраз, потом существует вещь. А, во-вторых, то есть, во-первых, Антон Лагин... Просто у парня прямо огонь в глазах от науки, понимаете? Я вижу Бояршиного, я вижу у него в глазах разочарование в том числе. Он, в принципе, понимает, да. Многое, человек пожил в жизни, многое понимает, как бы. А, вот тут прямо огонь в глазах. Наука, наука, наука. Скучно. А, во-вторых, оно и идейно, и, так сказать, идейно возвышается над самым... Ну, дебаты, если бы кому-то интересно было, можно было бы вызваться. ...это вещью является более приоритетным. Но Делёс указывает на то, что, коль скоро мы размываем саму эту эрортическую субординацию, то ничто ни с чем не соотносится с точки зрения подчинения. Всё соотносится не по вертикали, а рядоположенным образом. И вот эту вот иную модель соотнесения, не вертикализированную... Ну, метрическая горилла, мы уже с Бояршином побеседовали. Вот у нас два противоположных взгляда, и уже был один такой более-менее мощный сайентист. Самый мощный на Ютубе, как бы. Горизонтально, если угодно, принято называть резомой. Это метафора, которая означает корневой тип соединения и призван... Ну, миротворец, вряд ли я буду угасить. Понимаете, в чём дело? Размежеваться от классического, метафизического, восходящего к Декарту и картезианской философии такого древовидного соотнесения, когда есть нечто общее, и из него проистекает всё частное. Вот резома указывает на то, что нет ни общего, ни частного. Есть соотнесение в рамках одной ряда располагающей все элементы поверхности. Вообще, зачем, да, проводить на площадке маргинала? В смысле, с Бояршиновым? Я не смог его заовнить как антисентист. В смысле? Он там в конце со мной согласился, что практика не является частью науки. Он, по сути, ну да, 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 да. Он, на самом деле, со многими моими теистами согласился, угнетатель. Если вы это смотрели, так не странно. Причём именно он выразил прямое согласие с моими тезисами в итоге, как бы. Чё вы хотите-то? Я, конечно, не разнёс его и науку к чёрту, но ряд тех тезисов, которые я, как бы, продвигал, мне получилось, у меня получилось, в общем, добиться определённого согласия от Бориса Сергеевича. Понимаете, в чём дело? Хочешь преподавать вше? Да, если возьмут, куда угодно, я пойду. Ну, в основе этих и других сюжетов, по большей части того, что мы сказали в отношении... Блин, Сосюра я тоже плохо знаю, блин. Всё. Появление которой, в свою очередь, мы обязаны авторитету знаменитого швейцарского лингвиста Фердинанда де Сосюра. Фактически, те базовые идеи, которые были им промысленны и связаны с природой самого языка и речи, вот эти идеи в последующем вышли далеко за пределы самой структурной лингвистики и легли в основу структурализма вообще, в том числе и постструктуализма, и в конечном итоге дали возможность развитию самих этих двух направлений, структурализма и постструктуализма. Нет, про Рыбникова мы не говорили, но шутка была. Начиналось всё именно с лингвистики. Поэтому посмотрим, собственно, на примере самого языка, что это за идеи, они дадут нам ключ к пониманию последующих интерпретаций. Какая же скука эта лингвистика? Зачем? Мысли позволяют сразу уяснить, в чём суть того понимания, которое вообще... Никогда мне не была интересна лингвистика и очень странно. Особой лингвистики, особой структурной лингвистики, отличить её от, собственно, другой классической лингвистики, которая предшествовала структурной. Согласно Сосюру, язык, вопреки, возможно, некоторому нашему интуитивному представлению о его устройстве, язык представляет собой запхнутую систему, автономную, которая... С чем она замкнута? Она не может разрастаться, она может разрастаться. Она может выходить сама из себя, может, значит, она не замкнутая. Во-первых, не содержит в себе никаких иерархий, мы здесь сразу ощущаем, что эта идея перекликается с идеей, высказанной Мобеллезом, с его концептом Резомы. Язык не имеет в себе никаких иерархий, мы сейчас увидим, почему. Кроме того... В смысле не имеет? Он структурирован знаками, значения которых обретаются, и определяются не в связи с теми объектами, которые находятся за пределами языка, а в связи с другими знаками, составляющими внутреннее этой системы языка. Таким образом, язык есть множество состоящих из таких элементов, значений каждого из которых... Я не знаю, какова структура, функция языка, но неважно. Во-вторых, определяется только благодаря и в связи с другими элементами этого множества. Вот этот принцип, он кажется немного... Когда-нибудь организую сходку, друзья. ...поскольку классическое представление о знаке... Если будет много народа, соберем сходку. ...классическое представление о знаке, в отличие от структурного представления о знаке, которое можно назвать неклассическим... Классическое представление о знаке исходило из того, что знак соотносится с вещью. Есть некий знак, который является идеальным объектом, но знак выполняет свою функцию означивания, будучи идеальным объектом, благодаря соотнесению, референции, отсылке к некому физическому объекту. Почему же к физическому? К воображаемому объекту чаще всего. К некому... Что нас здесь в первую очередь интересует? К некому объекту, находящемуся за пределами языка. Смысл языка? Привлекать партнеров? За пределами знака. Знак означает, потому что соотносится с тем, что... Много это... Сколько? Это столько, чтобы хотя бы человек 20 пришло, друзья, на сходку, понимаете? В Питере, понимаете? Вот столько надо бы. Нас сейчас здесь сколько смотрит? 16 человек. Я думаю, никто из вас не придет на сходку. Вот на данный момент. А что на сходке делать будем? Я позову актеров, там один будет убер-маргинал, вот так вот. Вот так вот себя вести будет. Будет Ежи Сармат. Это актер, который будет перемещаться вот так вот на карачках, как бы. Сейчас вот покажу. Актер, который будет вот так вот ходить. Вот так вот, вот так вот будет перемещаться по залу какой-нибудь. Потом мы еще возьмем актера на роль, в общем, этого огромного, жирного вот этого вот чувака. Как его зовут? А, Иванов вот такой вот будет раздутый актер. Будет есть вот так вот еще вот так вот. Будет ставить тебе что-то и есть вот так вот. Вот это будет настоящая сходка. Почему вы не придете? Это прикольно было. Это хорошая идея с актерами. Что они есть и знают. Погромы еще, да, может актеры погром. Ну это классическое представление о знахе. Сосюр изменит это представление. Не, ну Гаспарян, конечно, да, такое. Конечно, о том, что... Под конец прям меня выносит. Я просто философия языка, вообще философия 20 века меня не очень волнует. Особенно философия языка де Сосюра меня как бы вот вообще, ну, никуда меня не это не идет. Знак не соотносится для того, чтобы значить. Знаку не нужно соотноситься с вещами, находящимися за пределами знака. Вопрос о том, точно ли, так сказать, язык обязан не соотноситься, этот вопрос, если угодно, можно оставить за скобками. То есть, возможно, мы и будем соотносить язык с вещами. Но, по крайней мере, для того, чтобы знак выполнял свою функцию значения, внешняя вещь не нужна. Попробуем посмотреть, как это возможно. Увидеть это несложно, если проанализировать структуру знака. Знаком, ну, к примеру, знаком может являться, ну, вот если я скажу, стол или лошадь. Знак состоит из двух частей. Из некого акустического образа или графического образа того, что я произношу сейчас, как лошадь. Или я могла бы начертательным образом написать это слово, как слово. То есть, из некого акустического образа или графического образа. Давайте мы будем говорить о слове как о бусном слове, а не о письменном слове. И тогда речь будет идти о акустическом образе, да, той вот, той совокупности фонем, которые слышатся в качестве некого звукоряда. Но, это часть знака. Второй частью знака является, и вот здесь мы можем двигаться так, как двигалась мысль классическая, да, которая учила о классическом представлении о знаке. И можем сказать, что второй частью знака является, собственно, сама лошадь из плоти и крови физически. Лошади похер у нас знак, она не является его частью. Лошадь, которая, если вы можете туда пойти и показать на неё пальцы. Окей, показать пальцем, да. Показать на неё пальцем, очень круто. Часть в структурной лингвистике предлагает проанализировать чуть более внимательно, увидеть, что в действительности второй частью знака никогда не является физическая вещь. Второй частью знака тоже является идеальным объектом, а именно понятие лошади. То есть, некий мыслительный образ. Понятие и мыслительный образ не одно и то же. Не понятие, тогда мыслительный образ лошади получается. Или понятие, или мыслительный образ, тут как бы выбирать надо. Первая часть знака – это акустический образ, а вторая часть знака – это тот мыслительный образ, который вот сейчас, например, возник у слушателей в сознании. Я произнесла слово. Никакое, мне наплевать на лошади. Лошадь, вы услышали некий акустический ряд. То, как он возник в вашем сознании, он отличается от того акустического образа, который присутствует в моём сознании. Это разные звукоряды, если мы их, например, возьмём все сравнивать. И точно так же тот идеальный образ, который сейчас возник в сознании воспринимающего и сделал возможным понимание того, о чём я сейчас говорю, является фактически идеальным образом, а не конкретной лошадью, которая здесь появилась, например, где-то здесь в студии, или, например, по ту сторону монитора перед глазами слушателя, который сейчас прослушивает то, что мы говорим. Это не физический объект. Получается, что... А в чём разница между понятием и образом? Понятие — это то, как мы что-то понимаем. Образ — это то, как мы что-то представляем. Знак образован двумя частями — акустическим образом и идеальным, мыслительным, извините, образом, оба из которых являются идеальными. И тогда получается именно то, на что указывает нам Сосюр, говоря о том, что знак есть идеальный объект, который не нуждается в референции к отсылке к незнаковым объектам, к объектам, лежащим за пределами языка. И тогда возникает вопрос, а что же определяет значение знака? Образ — не есть знак. То есть, вот в чём проблема. Значит, сам образ тоже лежит за пределами знака. Ещё одна ошибка, наверное, у Дососёра. Согласно Сосёру, что значение знаков внутри системы языка, любой системы знаков, в действительности, на данном случае, системы языка, является существованием других знаков. То есть, знаки соотносятся друг с другом, если угодно каждый знак для того, чтобы означать, пробегает весь спектр других элементов, не, на самом деле, никто ничего не пробегает, всем просто насрать. Мы можем сводить знаки к друг другу. То есть, то, что что-то там означает и определяется через что-то другое, конечно, в одно слово есть определение у него, в него входят другие слова. И получается, условно, если мы будем проводить опыты, подставлять слова под слова, определение под определение, определять все слова в рамках той едной системы, то получится действительно такое пробегание по кругу. Но этого никто не делает. И таким образом получает значение. Сосюр говорит нам о том, что значение знака образуется тем местом, которое знак занимает в той или иной системе. Во-первых, это некое место внутри системы. То есть, что значит место? Это его диспозиция, положение по отношению к другим знакам. А второй момент – это возможность быть субстантивированным, то есть быть замещенным другим знаком внутри этой системы. Но хорошим примером здесь является, чтобы понять, я вначале сказала, что это представление языка несколько контуринтуитивно. Обычно мы исходим из того, обычно мы руководствуемся классическим представлением о знаке и значении. Знаки отсылают к вещам. А вот здесь выясняется, что знаки отсылают к знакам же. Ну, знаки не отсылают к вещам просто. Это еще более тупое представление. Как бы знаки отсылают к вещам. Я когда говорю слово «бутылка», я не имею в виду вещь, бутылку. Я имею в виду абстрактную бутылку, которой вообще нигде нет еще. Ну, то есть, я говорю, дай мне бутылку, бутылку, дай мне бутылку, и мне дают какую-то бутылку, и я такой, да, это бутылка с водой, я ее и хотел. А бутылок с водой бесконечное количество возможных этих бутылок, и это ничего не значит, как бы. Это не есть указание. Мы редко когда что-то говорим и указываем на это пальцем. Бывает, но это не самая важная функция знака языка. Это скорее как исключение можно использовать. Так вот, примером, который поможет нам немножко с этой контринтуитивностью справиться и чуть более ясно представить, о чем идет речь, будет, например, шахматный, сам Сосер любил эти примеры, шахматной игрой. Вот фактически, если мы задумаемся, каково значение любой фигуры, каково значение ферзя внутри игры. Понятно, что не материальное воплощение. Всякая фигура может быть сделана из стекла, дерева, пластика, из шоколада. Не, ну просто язык не имеет никакого отношения к вещам, как к дестра. Да, он очень сильно далеко уходит от вещей. Все языки уходят от вещей. Хорошо понимаем, что мы можем сыграть в партию с шахматами, просто нарезав бумажки и разложив их определенным образом. Эх, Сунады, без вас было скучно. Тогда получается, что значением всякой фигуры не является материальное воплощение, а является, во-первых, диспозиция, то есть то, какое место. Ферзь является ферзем, потому что он занимает определенное место внутри всей системы шахматных фигур. Бумажка определенная станет ферзем в тот момент, когда я положу ее на определенное место, так сказать, обозначив ту конфигурацию в отношении ко всем остальным элементам. А во-вторых, эта фигура имеет значение, потому что если она будет заменена, например, любой другой фигурой... Да, в английском языке есть артикли Z для указания конкретного предмета. Ну окей, и че? Вы когда в сказке говорите слово Z для указания конкретного предмета, все равно абстракция. Вы от этого вообще никак не избавитесь, Загдауман. В любом случае артикль Z все равно подразумевает абстракцию. В рамках любого практически текста, в рамках любого произведения, в рамках даже вашей речи. Да, вы можете указать на предмет и сказать, давай его. Но предмет сам по себе вне зависимости от артикля, определено абстрактным словом. Все. Который связан не с предметом, не с вещью, а с образом. Вы заметите, что в английском языке артикль Z отдельный. Он идет отдельно от слова. Это что-то вроде этого слова. Дай мне эту бутылку. В русском языке слово эта бутылка. При этом мои рассуждения никаким образом не подвергаются критике таким образом. Нельзя. Как раз таки само это замещение отменит значение ферзи, который не выполняет функцию ферзя, а замещен другой фигурой и уже не является ферзем. То есть он утрачивает это свое значение. Получается, что значение всякого элемента внутри системы определяется только соконфигурации. Гвоздь два часа продержался. И всех остальных элементов. И тогда получается, что никакой необходимости быть выведенным за пределы системы самих знатов для того, чтобы означение продолжалось, нет необходимости. Этот принцип Сосер также еще назовет принципом десубстантилации, указывая на то, что сам отдельно взятый знак еще и не обладает, помимо того, что он не отсылает к внешним вещам, он также еще и не обладает никакой собственной самостью. Он абсолютно формален. Он не есть что-то. Он возникает только как результат соотнесения с чем-то другим. То есть вначале никакой знак не может появиться и сохраняться как первичное и как нечто единичное. Знак возникает только в тот момент, когда сразу есть два знака. Почему? Когда еще угодно есть А и Б. Почему? Потому что Б может состояться как что-то только тогда, когда есть А. Потому что Б это не А, а А это не Б. Вот и все, что определяет значения А и Б. Б. Это быть Б значит не быть А, и быть А значит быть Б. Принцип, этот принцип называется десубстантилация, поскольку знаки решаются своей субстанциальной сущностной природы. Очень люблю лингвистику, прям меня прям вот прет от нее. Ух, ух. Ну что? Да еще 19 минут как бы. Ждем. Может что-нибудь интересное сейчас под конец будет. А где здесь критика метафизики? Я так и не понял. Очень много различных тем, которые с критикой метафизики связаны что ли как-то... Опосредованно сильно уж, очень сильно опосредованно. Из-за идеи десубстантивации знака и идеальной природы знака, о которой мы только что поговорили согласно выводам структурной лингвистики, фактически, как мы поняли, ближайшим выводом является то, что язык, как некая замкнутая система значения, не нуждается во внешнем мире, в мире физических объектов, объектов, скажем так, выходящих за пределы языка, как минимум, для того, чтобы выполнять саму процедуру значения. То, что мы сказали о языке, мы имеем право подвергнуть более расширительному истолкованию и... Да, лингвистика изучает язык с помощью самого языка. Окей, супер. Прополировать на всю область... Как изучать логику с помощью самой логики. Нормально. ...знаков в общем и целом, то есть на то, что стало принято называть семиозисом, на, так сказать, производство знаков в общем и целом, и тогда, если мы последуем распространению этого принципа на всю сферу производства знаков, у нас получатся те выводы, которым фактически и подводит нас еще один философ того направления, которое условно можно было бы назвать постфактурализмом, а именно Жак Дорида. Жак Дорида использует такой концепт, как означающий безозначаемого, и концепт, который призван показать некое... Да какое отношение это имеет к критике метафизики? Понятно, что Дорида критиковал метафизику, но что-то она очень далеко от этого ушла, и от критики идеализма она тоже что-то ушла, как бы вот под конец лекции. Самостийность самостоятельности. Или может это просто набор лекций, которые мало связаны друг с другом, просто кто-то их так назвал. Я просто, я честно говоря, не понимаю небольшой, как принцип здесь строится, построение лекции странно немножко. Выполняющего функцию означивания, означающего как знака, который всегда только обещает некое присутствие означаемого, выполняя процедуру означения, он тем не менее... В этом состоит сама логика, сам механизм означивания, тем не менее, несмотря на то, что мы сказали в связи с представлением о языке в рамках структурной лингвистике, несмотря на это, каждый раз, когда мы говорим о знаках и означивании, о-о-означивании... Вначале было прилично о метафизике, а потом началось вот это вот. Вот это вот, и оно как-то с метафизикой пока не очень увязывается, даже с идеализмом не очень увязывается. Предполагаем, что за означающими есть означаемое. Но означающее в данном случае является знаком... То есть она, по-моему, тупо рассказывает историю философии, как бы. ...знаком, да, тут немного упрощаем, можно вот так эти термины объяснить. Означаемым является, собственно, вот тот объект, которому знак должен был бы отсылать. Так вот, тем не менее, даже если мы понимаем, что язык для того, чтобы означать, удовлетворяется только своими собственными ресурсами, тем не менее, мы всё-таки исходим из интуиции того, что за пределами знаков есть вещи. И поэтому Дридан нам говорит о том, что означающее ведёт себя неким обещающим образом, оно ведёт себя так, как если бы обещало привести нас в некую точку встречи с вещью, в действительности знаки всегда уже двигаются в обход вещей, следуя друг за другом. Знаки означивают знаки. Не, она, скорее всего, хочет свести всё к тому, что означающий безозначаемого как бы существует. Мы не можем разобрать означаемое, и в этом смысле никакая метафизика невозможна. Когда они приводят нас к вещам. Поэтому, когда мы берём слово, чтобы заговорить... Но далеко пока. Александр, как тебе рэп, дарунды, плохо? Ну, стихи так себе, а читка тоже, как бы, он с громкостью что-то плохо работает. Говорить, эта мысль связывает нас со всем тем, что мы проговорили в предшествующих фрагментах и в рамках этой лекции вообще. Каждый раз, когда мы берём слово для того, чтобы заговорить, а заговариваем для того, чтобы высказать и выразить нечто, имеющее отношение к дознаковому, к тому, что не есть знак, не есть значение, не есть сам язык, мы терпим некую... Ну, у неё лекция, понимаете, у Гаспаряна, она прям вот стандартная, стандартная, но вот непонятно в конце стало, почему критика метафизики, почему к этому всё сводится пока что. У меня радикальная фиаско, радикальную неудачу, поскольку сама природа значения такова, что она никогда не... Ну, конечно, Гаспарян убила мне весь онлайн, как бы, но мы этого и ждали, в принципе. Любые сложные материалы, которые немножко сложнее какого-то хохотача, ну, вот-вот как-то плохо заходят. У меня есть рэп, Red Fox, можете посмотреть, я кринж. У нас в точку, не являющаяся частью самого означения. Означение означивает само означение. Знаки значат знаки, но знаки не значат вещи. Ну, из такого драматического вывода Тареда находит возможность сделать ещё один, может быть, печальный вывод, а именно то, что означающие, которые фактически являются означающими всегда безозначаемых и всегда уже соединяются только с другими означающими. В общем и целом, он называет сам этот процесс образования значений в пределах одних только значений с самим знаменитым нейлогизмом дифферанс, французское слово, которое образовано из двух других слов, дифферанс как развлечение и дифферанс как отсрочка, откладывание. Следующим из первого вывода второй вывод будет заключаться в том, что скоро знаки лишь обещают нам встречи с вещами, но... Вот тест. Между ним одно видео. Может быть, будет тест. Я сегодня подольше хочу посидеть, друзья. Посмотрим. обманывают нас в наших надеждах и устремлениях. Сам вот этот процесс дифферанс означает... Не, ну просто у Марго тоже там пятичасовые лекции, знаете, когда они идут, обычно у него не очень много зрителей, поэтому, друзья, вот такое учитывайте. Вот эту постоянную отсрочку и откладывание, всякое означивание происходит в семантике отсрочки, то есть означивание как продуктивный и производительный процесс возможно только потому, что все... Мы с Дерундой вроде поссорились, я не знаю, он меня забанил, все, я не знаю, почему, правда. Вроде бы до этого соглашался постримить вместе, потом что-то забил и потом меня забанил, я не знаю, как истеричная телка себя ведет и, ну, все, окей, до свидания. У меня уже более популярный канал, чем у него, мне как бы это уже не нужно. Я бы с удовольствием, поскольку он не самый глупый человек в мире, но, блин, если он ведет себя как женщина, пусть стримит сам собой. Такий иллюзорный, такой призрачный объект в виде вот этой реальной вещи, с которой мы рано или поздно должны встретиться. Под реальностью вещи здесь можно подразумевать, например, что проложить мост с тем, что мы уже сказали, например, то переживание, которое мы испытываем, например, некое наше настроение, ощущение, впечатление, которое я хотел бы высказать, выразить, я никак не могу. Раз за разом я терплю неудачу, за неудачу, поскольку язык не позволяет мне ухватить и передать это впечатление. Так вот, вот эту реальную вещь, которой может быть все что угодно, встреча с этой вещью всегда откладывается, при этом она... Да не, я может быть, знаете, не такой бодрый, потому что я уже смотрю 4 часа Гаспарян, как бы, ну вы должны понимать, друзья, 4 часа 19 минут Гаспарян, это как бы в итоге вот так вот. Она сохраняется внутри вот этого моего... Знаки нужны только... Знаки нужны только знаки, чтобы обозначать, окей, примеры можно, но подразумевается просто, что никакого значения нет. Знак ничего не значит. Все наши определения, все наши понятия ссылаются друг на друга, но ни в коем случае не на вещи снаружи. То есть вот на эту вещь нам вообще похер его, ее нет. Ее в нашем языке нет. Есть бутылка. Все. Просто бутылка, как бы. Просто бутылка. Мы говорим слово бутылка. Это относится нас, не знаю, к другим словам, которые тоже имеют какое-то значение. Мы смотрим бутылка, ее определение. Там бутылка это сосуд для воды. Потом определяем сосуд, потом определяем воду, потом определяем те слова, которые входят в определение сосуда и воды, потом смотрим определение этих определений и в итоге попадаем бесконечный цикл пересечения означающих. Все. Как бы все. Вот так это работает. Это мои процедуры говорения, как вот некий этот призрачный и всегда откладывающийся идеальный объект некоторой мечты встречи, но, к сожалению, которая никогда не реализуется. Вот отсюда потекает еще одна идея, ее в таком неком мета языка не существует. Можно назвать как идея отсутствия мета языка. Под мета языком подразумевается, ну, в широком смысле под мета языком можно подразумевать некую, в самом широком смысле, это и та структура, о которой мы говорили в рамках структурализма. То есть это некая базовая идея, которая лежит в основании каких-то вот иных сюжетов. Это некая наилучшая интерпретация, которая предлагается посреди прочих интерпретаций, но является наиболее ясной. Горилла, короче, ты не против, если мы следующим в общем видосом будем выбирать философа лучшего, правильно? Горилла, горилла, горилла. Говоря, под мета языком в рамках структурализма и постструктурализма понимается некое... Почему бесконечные слова, конечные, круг замкнется, все в порядке, но он не конечный. Из-за того, что он замкнется циклично, скорее всего, будут бесконечные циклы, прокручивания и такие, поэтому он бесконечные, потому что у него нет конца. Некий такой привилегированный нарратив, если угодно, некий центральный главный смысл, который проговаривает. Хорошо, горилла, заодно завтра откладываем ваши тогда видосы и смотрим следующее видео. Почему это важно? Какая здесь связь с классической философией? Не забываем, что мы не занимаемся критикой классической философией. Вот классическая метафизика... Не забываем, давайте. ...исходила из того, она использовала опять же разные термины для обозначения этой идеи, но речь шла о том, что есть некий главный смысл, его можно назвать замысел, его можно назвать идеей, его можно назвать смыслом мироздания, смыслом сущего. Можно использовать христианские коннотации, называя замыслом, потому что отсылает все-таки к некой активности божественной... Короче, смотрите, философия победила христианство здесь, видите? Творение и божественная мотивация. Нет, тест на лучшего философа, друзья, опять же, там будет. Только другое посложнее, второе уже. Нужно не использовать отсылки к христианскому словарю, ограничиваясь античной философией, тогда речь будет все равно идти о некой телеологии, о некой принципиальной цели всего сущего, о которой, допустим, говорит Аристотель, все сущие направляемо неким целеполаганием. В противном случае сущие бы не существовало, если бы оно не было направлено неким телеологическим образом, неким целесообразным образом. Так вот, вся сумма, спектр вот этих вот, этих прото-идей, призванные иллюстрировать одну фундаментальную интуицию, которая всем нам свойственна, это интуиция того, что, возможно, в мире, в метафизическом мире, да, имеется в виду, существуют какие-то главные смыслы, во имя и в связи с которыми вообще нечто есть, все есть. Ну, это вот то, вокруг чего центрируется философская мысль всего своего классического периода. Вот эти главные смыслы, которые можно было бы назвать метаязыковыми, вот ставятся под сомнение, поскольку, если суммировать все то, что мы сказали, если суммировать то, что означение руководствуется самим только значением, если руководство, если припомнить то, что мы сказали в отношении структур, которые развиваются и никогда не выглядят как центрированные структуры, но всегда уже выглядят как предполагающую любую конфигурацию элементов. Если добавить сюда идею резонности, которая указывает на то, что не существует иерархических порядков соотнесения чего бы то ни одних смыслов с другими, а все смыслы ряда положены и соотносятся друг с другом, всего того, что позволяет нам сказать, что есть столько интерпретаций и в условиях отсутствия наилучшей интерпретации, как вот этого базового смысла, который проговаривается, и в условиях отсутствия того, что вообще интерпретируется, потому что если мы спросим, ну хорошо, есть интерпретации, а что они интерпретируют? Не интерпретируют ли они некий замысел, некий смысл, который лежит за пределами всего сущего, делая возможным и нужным само это сущее. Ответ критической философии современного периода состоит в том, что нет, не присутствует интерпретация, есть в условиях отсутствия интерпретируемого. Почему же мы продолжаем говорить о них, как бы, а вот интерпретация, как бы, что происходит? Всё, как бы, ребят, всё, я уплыл нахер, до свидания. Я не понимаю, что происходит. Интерпретируют друг друга, работает механизм резума. Одна интерпретация есть интерпретация, потому что она интерпретирует другую интерпретацию, а та интерпретация, в свою очередь, является таковой, поскольку... Я это уже говорил, да, окей. Она интерпретирует меня. Есть только точки зрения и перспективы, различные, разъединённые, различённые и соотносящиеся друг с другом в режиме взаимного видения и взаимного обозначения какие-то позиции, мнения, но вся эта конструкция существует в условиях, когда за пределами этого механизма просто ничего нет. Собственно, вот этот механизм также назывался, если сейчас вновь припомнить то, что мы говорили в связи... Да, закат метанарратива больше нет, к сожалению. Больших нарративов больше не будет, Леотар писал, больше не будет, всё, они есть. Они всё ещё есть. Бедный Леотар. Философом Жаком Дорида, вот сам этот механизм тоже назывался механизмом доферанс. Механизм взаимных развлечений в условиях, когда отсутствует то, что за пределами этого развлечения. Механизм взаимных интерпретаций. Да нет, тут всё понятно, я всё то, что она говорит, проговаривал несколько минут назад просто. Мне просто уже похеру, как бы. Ну, я в шоке. В условиях, когда за пределами самих интерпретаций больше ничего нет. Так вот, этот же аспект, этот же мотив позволил ещё одному философу, тоже иницирующему подобного рода дискуссии, подобного рода тематизации, Жаку Леотару, предложить свой концепт закатной фонарации, так вот его назвал. Идея, которая здесь проговаривается, определяется те ключевые интерпретации дискурса, которые он называет нарративами, чётким образом, то есть что подразумевается под вот этими смыслами, которые, согласно классической мысли, присутствовали и определяли развертывание истории. Согласно Леотару, все эти главные смыслы, такие, как он их называет, к примеру, эти парадигмальные смыслы, определяющие развитие западной фонарии, западной фонарии, парадигмальности, все эти нарративы и программы, они превращаются из своих, утрачивают своё парадигмальное значение и становятся одними лишь интерпретациями, в этом смысле утрачивая то значение, то важнейшее определяющее значение, которым им придавала классическая мысль. И главным выводом следует то, что в современную эпоху... Не, ну сейчас смотрим, может она... Сейчас выводы будут, выводы посмотрим. В том, что место вот этих главных смыслов в принципе всегда будет вакантным. Никакая дискурсивность не сможет занимать это место и не сможет говорить с точки зрения смысла вообще, некоего глобального, верховного, первичного смысла. О, всё-всё, выводы, 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 выводы? Выводы же? Ну, выводы должны быть, выводы. Я хочу выводы. Выводы сюда. У меня было там, не знаю, меньше двухсот, наверное, подписчиков. Двести с чем-то, может быть. Ну, наверное, так же, как... Ключевые идеи критики классического идеализма и классической метафизики состояли в пересмотре некритического, догматического, имплицитно-идеологического словаря западноевропейской философии с помощью, видимо, догматических, некритических и имплицитно-идеологических средств. Ха-ха-ха-ха! Вот так. Вот оно. Вот оно. Я бы вот это вот так бы дополнил, потому что то, что происходит дальше, то, что она описывает, тоже некритично, догматично, имплицитно, идеологически. Предложенная критика зачастую не означала отказа от философии вообще, но только ее переформатирование на новых основаниях, которые позволили бы ей выжить в условиях современного мира внезапно. А как же научный метанарратив? Как вам такое? Почему наука-то выживает? Почему наука крутая? Что с ней-то не так? В прошлой лекции... А, я забыл, науку-то мы не разбираем. У нас же табу на разбор науки обычно критический. А ну окей, хорошо. Забыли, так забыли. Не разбираем, так не разбираем. Резюмируя сказанное, мы скажем, что, по-видимому, вся та критическая работа, которая была проделана мыслителями, а все-таки в отношении, в данном случае, идеализма, классической философии. В прошлый раз мы говорили о других сюжетах, собственно, метафизики классической. Данная критическая работа не предполагала указания на то, что вся философия в том виде, в котором она была порождена западной культурой, может быть в одночасье обрушена и отказаться от нее в несоставе труда. В действительности речь идет о том, что потребность философствования и потребность выстраивания метафизических систем является в достаточной степени глубинной потребностью человека. И обрушение самой метафизики является достаточно трудоемким занятием. Несмотря на тот репрессивный потенциал, в конечном итоге может возникнуть вопрос, а зачем нам требуется отказываться от классической метафизики, почему возникает подобного рода мотивация, ответом здесь будет то, что замечают и обнаруживают философы современные, в ней содержится значительный догматический и в этом смысле репрессивный для человека ресурс. Поэтому метафизику следовало бы переосмыслить. Но эта работа крайне тяжела, поскольку устранение метафизики производится силами же самой метафизики. Пытаясь совладать с философией, пытаясь критиковать философию, мы продолжаем философствовать. Это мыслители, предлагающие критическую работу, понимают вполне, понимают прекрасно, что есть еще такой концепт, что нет философии. Мы победили Гаспарян только что. Они говорят об этом концепте, они говорят, что, как правило, с подлинками философии занимаются сами же философы. И в этом смысле есть осознание того, что критика философии является продолжением философии, что любые, так сказать, нападки, любые попытки деконструкции и расшатывания каких-то философских оснований продолжают саму эту философскую жизнь. И это понимается, и в этом смысле мы тоже это не должны забывать, когда говорим о критике. Поэтому правильные, так сказать, правильно понятые, правильные в этом смысле реалистичности и, так сказать, неутопичности, понимания того, как эта критика может производиться, правильность будет заключаться в том, что критика отдает себе отчет в том, что отказаться от метафизики мы не сможем. Но, по-видимому, занимаясь метафизикой, занимаясь философией не так, как раньше, неким самой этой работой, нового философствования, мы, по крайней мере, сможем каким-то образом пересмотреть те стандартные процедуры, которые не существовали в классе. Националист как подвитался. Пытаясь отказываться от философии, даже в своем радикальном изводе, пытаясь отказываться от философии, да, мы продолжим философствовать, но все-таки у нас есть шанс, что эта философия будет иметь иной вид, иное назначение. В этом смысле избегание того репрессивного арсенала и того репрессированного репрессивного потенциала, который, по мнению современных философов, в классической философии активно присутствовал. Ну все, победа, мы победили ее, мы смогли ее, в общем-то, просмотреть.